Откуда взялся вот этот курс, который мы сегодня и в воскресенье быстренько пройдем. Этот курс разработан в течение трех лет в Киевском политехническом институте на ФИФТе, факультет информатики и вычислительной техники, и читался в нескольких вариациях уже три года. Сначала третьему курсу, потом второму, потом первому, постепенно адаптировался и сейчас насчитывает порядка 800 примеров кода и 75 лекций. Мы это все пытаемся впихнуть в то время, которое у нас будет за два дня. Значит, в этом году удалось этот курс адаптировать таким способом, чтобы его можно было начинать прямо с первого года обучения, и там было какое-то количество людей, которые вообще никогда не видели кода. Ну, то есть, вот приходят 1 сентября, и они не знают, не видели даже там, как функция объявляется ни на одном языке программирования. И к Новому году они делали там, допустим, синхронную очередь на функторах. И кто не делал, тот отчислялся. В общем, за два семестра вот они, значит, освоили весь этот материал. Значит, сейчас уже студенты первого курса, которые прошли вот этот вот весь материал, они уже пишут такие штуки, как сетевые протоколы и Data Access Layer для нашей СУБД. Да, в общем, на FIFT существует еще студенческое конструкторское бюро, в которое мы всех этих студентов после окончания хотя бы первого года отбираем. И они там пишут open source, исключительно open source. и таким образом они не отрываются от обучения и всякое такое. Так, значит, я чуть-чуть хотел бы прощупать аудиторию, потому что я не знаю, какой у нас уровень, возможно, он смешанный. Значит, наверное, как мы это поймем? Так, так, так. Кто программирует? Сейчас. Один год и больше. Так. Не все подняли руки. Короче, тут есть люди, которые меньше года имеют опыт, а так? А что такое поднимание? Высоторон, коммерческая или платная? Нет, ну, это не важно. То есть, не важно, ну, допустим, делал хотя бы лабораторки или говнокодил для себя, ну, вот хотя бы, ну, каким-то образом, да. Ну, то есть, если вы понимаете синтаксис, да, в общем, наверное, такой вопрос. Есть ли люди, которые не видели синтаксиса ни одного языка и не могут читать код, как for, значит, там, цикл, if, там, такого нет? Есть ли люди, которые не работают программистом? Кем работаете, так, чтобы я понимал? Тестировщики. Тестировщики, так. Ну, код пишете, да? Ну, на автоматизации. Хорошо. Значит, есть ли тут программисты, которые не писали на JavaScript? Ага. Ага. А какой язык? Java. Так. Так, так, так. Как еще? Есть ли тут бэкэнд-разработчики? Бэкэнд? Ну, да, да. Ну, то есть, кто писал на бэкэнде, да, 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 да. Ага, понятно. Все остальные фронт-энд? В основном фронт-энд, да, понятно. Так, что еще можно определить? Есть ли люди, которые программируют больше 10 лет? Так, больше 20 лет? О, я 25 программирую. С утра до вечера практически. Сейчас придут еще два спикера. Это мой двоюродный брат Алексей Голиков и Алексей Орленко. Алексей Орленко мой студент. Значит, из них вот я с Орленко, контрибьюторы Node.js. Орленко еще и коллаборатор Node.js, то есть, он принимает там полреквесты и всего у него там их больше, наверное, 50 написанных. То есть, он существенный вклад в платформу сделал. Но говорить он гораздо хуже умеет и, скорее всего, он будет вам показывать какие-то примеры кода и ему можно будет задавать вопросы, а я буду переводить с его языка, потому что опыта преподавания у него нет и он говорит очень сложно. Я уже, в общем, как-то за последние три года каждый день занимаюсь преподаванием и я понял, что из моих 25 лет программирования за последние три года я нарастил гораздо больше полезных качеств, потому что я начал писать код более понятно. Ну, чтобы мои студенты его понимали. То есть, если раньше я писал, там, ну, я вам сейчас покажу какие-то примеры, на которых можно будет обзорно сначала понять, почему улучшился в результате преподавания, собственно, стиль написания кода, но я писал достаточно сложно еще три года назад, и мне казалось, что это круто. Вот я написал вот такую маленькую программку, она работает, никто не понимает, как, сделал я это за 10 минут, и вот такое. Значит, теперь я стараюсь писать чуть побольше, но чтобы всем было понятно, и чтобы не нужно было писать никаких комментариев, никакой документации, чтобы этот код читался просто как документация, и в нем было все очевидно. Ну, примеры я буду делать совершенно различные, чтобы можно было сравнивать. То есть, и плохой стиль, и хороший стиль, естественно, и тех, и других вариантов может быть еще много в зависимости от задачи, и я тоже буду показывать на разных парадигмах, потому что, слава Аллаху, у нас JavaScript мультипарадигменный язык программирования, и на нем можно писать смешанным образом, потому что задачи у нас есть, задачи в программировании очень разные, и как бы подстраивать инструмент под задачу, это не очень хорошо, когда у нас в языке есть достаточно хорошо разработанные несколько парадигм, и мы еще и должны научиться, это возможно, как-то, как это называется, смешивать их и совмещать. И сейчас я пока буду говорить, я еще попробую что-то сделать все-таки с вот этой вот брешью, из которой бьет свет. Значит... Ну-ка. Ну, не знаю, может быть, хоть чуть-чуть стало лучше. Так, тут есть еще чайная доска. Не знаю, стало ли чуть-чуть лучше, но я надеюсь. Еще книжка Марка Аврелия. А ну что такое? Ну, наверное. Хорошо. У меня в примерах Марк Аврелий будет очень часто фигурировать. Мы издеваемся над какими-то данными, и там, значит, вся династия императоров Антонинов будет присутствовать в некоторой степени. Значит, смешанный код, код мультипарадигменный. Какие в основном парадигмы мы будем использовать? Это, в первую очередь, функциональное программирование, прототипное, объектное, в смысле, объектное на классах, объектное на прототипах. Будет также асинхронное программирование. Все это, кстати, и объектно-ориентированное, и асинхронное не могут считаться отдельными парадигмами. Это все разновидности императивного программирования. Практически все, что мы будем писать, нет, вообще все, что мы будем писать, относится к парадигме, ну, скажем так, к самому общее парадигму будет называться структурное программирование. Кто-то знает, чем отличается структурное от неструктурного программирования? Ну, а? Да, этим тоже. Значит, в общем, тут я могу посоветовать такую книжечку, которую написал Дейкстра, человек, который придумал вообще структурное программирование. Она небольшая, называется «Записки о структурном программировании». Так и называется, вы запишите это дело себе. И, скажем так, в его время было неочевидно, абсолютно неочевидно, почему именно в таком стиле нужно писать код. А в каком именно стиле? Значит, раньше как было? Значит, у нас есть оперативная память и простыня кода. То есть, никаких контекстов функций нету, и все данные отовсюду видны. Ну, страшно, да? Ну, сейчас это назад, если посмотреть, то страшно. И еще из любой точки программы в любую другую можно перейти. То есть, в оперативной памяти, конечно, происходит изменение состояния. Ну, то есть, это же какая-то стоит машина. У нас вот есть центральный процессор, который может это состояние менять. То есть, у нас практически оперативная память. И центральный процессор – это такой большой автомат. Ну, то есть, у него как бы не… ну, самый простой автомат, у него два состояния. И какой-то, как это называется, исполнительный механизм, который может перевести из одного состояния в другое. Ну, это уже ближе к механическим терминам, как реле. Работает как реле. Переключается или туда, или сюда, в зависимости от каких-то условий. Ну, а компьютер – это у нас очень сложный автомат, у которого состояние такое количество, что у нас имеется комбинаторный взрыв и очень большое количество инструкций, которые могут это состояние переключать. И вот неструктурное опрограммирование – это практически, когда у нас программа доходит до той степени, что мы работаем с памятью и процессором, как с автоматом. То есть, у нас есть большой граф переходов, и из любого состояния в любое мы можем перейти. И у нас есть последовательность инструкций, и мы из любого места в другое можем перейти. Ну, то есть, это практически машинный код. Это даже не ассемблер, это просто машинный код, где есть условные и безусловные переходы и память. Все. Так писали программы очень долго, пока не поняли, что нужно заниматься не… ну, то есть, короче, повышением абстракций, повышением уровня абстракций. Потому что вот автомат, то, как придумал машину фон Нейман, это очень низкоуровневая абстракция, чтобы написать что-нибудь прикладное. То есть, чтобы сделать нам, я не знаю, какую-нибудь базу данных, и чтобы в ней хранить информацию, допустим, о оружии или транспортных средствах, и чтобы туда могли пользователи что-нибудь ввести, и мы узнали какую-то статистику об оружии и о транспортных средствах, то оперировать автоматом с таким огромным количеством состояний невозможно. В общем, D-Extra сказал, что мы не будем использовать переходы из любой точки в любую, мы разделим код на блоки, которые будут экранированы друг от друга, будут области видимости, будут функции, будут блоки, и переменные не будут видны из всех мест. Я вам сейчас еще страшную вещь расскажу. Кто знает такой язык The Base 3, ну или вообще The Base, Клипер, Fox Pro, может быть кто-то, да. Значит, в этом языке, ну, в семействе языков, их там, наверное, три десятка. Значит, это одни из первых языков, в которых работа с UBD была вынесена как-то на уровень синтаксиса языка, но плюс к этому еще были различные операторы, и циклы, и функции, и все дело. Но язык уже был структурным, но еще не полностью. Это переходной этап от таких вот неструктурных языков, совершенно неструктурные, это у нас машинный код и Basic, где есть GoTo, ну, и C, в котором, ну, ассемблер и машинный код почти, почти один уровень адстракции. Чуть-чуть, может быть, ассемблер повыше, ну, да, ассемблер тоже не структурное программирование. Вот Basic тоже не структурный язык, потому что у нас нумеруются строчки. Наверное, сейчас Basic уже стал с контекстами и с областями видимости, я не знаю. Но вот, когда он начинался, там была просто простыня, и не было даже отступов никаких. Ну, вы знаете, в Ассемблере нет отступов от левого края, то есть никаких нет группировок операторов. А вот в переходном семействе языков, оно было специально написано для того, чтобы управлять базами данных, сколько человек тут понимает синтаксис SQL. О, это хорошо. Сколько человек писало запросы, ну, запросы к революционным и нереволюционным базам, ну, просто к базам данных, не в синтаксисе SQL, а в синтаксисе, допустим, как это в MongoDB или в похожих синтаксисах, то есть прямо на JavaScript или на другом языке программирования, то есть прямо средствами языка программирования писали запросы. То есть, да, вы понимаете, что можно абстрагироваться от SQL, подняться на какой-то другой уровень абстракции и писать прямо средствами языка. Ну, вот в семействе языков TheBase там как бы все это было слито. Язык, то, что называется Data Definition и, значит, Query Language, они были прямо встроены в сам язык программирования. И, значит, чтобы нам обратиться, чтобы нам в какой-то таблице найти строчку, и, значит, в которой ID-шник равен чему-то, там нужно было написать use имя таблицы, а потом делать skip в цикле и сравнивать ID-шник с числом каким-то. И вот когда мы при помощи оператора skip доходили до этой строчки, все колонки таблицы становились глобальными переменами по всей программе и входили, естественно, в конфликт со всеми остальными глобальными переменами, потому что все переменные были только глобальными. Ну, вот переходной язык, там как бы были функции, но с контекстами было сложно. Потом вот эти языки развились и появились как бы функции, внутренние переменные которых не были видны глобально. Но работа с базами до конца, по-моему, не знаю, может быть, эти языки и сейчас где-то используются. Я вот вчера пришел в отдел кадров КПИ забирать там трудовую книжку после 21 года работы. Я вот перешел работать теперь в МВД Украины, и я там, как это, главный инженер по программным системам теперь. Теперь, в общем, пришел я в отдел кадров, и тетенька открывает на каком-то старом компе программу, наверное, там, D-Base 3+, или что-то такое, или Fox Pro, может быть, под DOS-ом. И находит мою запись, там, все дела, и это прекрасно работает до сих пор. То есть, если вы покупали билеты на Укрзалезницу, кто поездом ехал, вот вам билеты выписывали при помощи программы, написанной тоже вот на D-Base. Везде все это эксплуатируется еще до наших дней. Я думаю, что еще лет 50 будет эксплуатироваться. Ничего с этим нельзя сделать. А я пришел вот в МВД и обнаружил там 300 баз данных, из которых несколько десятков на языках семейства D-Base. И всем этим пользуются люди. Ну, там, правда, еще картотеки есть, где бабушки прямо вот бегают с алфазитными этими самыми, там, значит, ищут по книгам каким-то и всему этому делу. Бабушки индексируют, они умеют строить индексы. Они ничего не знают про бодеревья, но алфавитка это... В общем, да, я видел, это работает, они достаточно быстро ориентируются. Ну, в общем, как бы, это мы пришли к этому вопросу от структурного и не структурного программирования. Так, сейчас, одна секунду, что у нас там во времени. Да, мы скоро начнем смотреть код, чтобы мы нашу тему в 10.00 начали. Ну, так, чтобы у нас все это дело подтянулось к тому графику, который у нас был первоначально, потому что другие два спикера думают, что начало в 10.00. И они думают, что начало в ОК Одессе. Ну, я им написал, но, в общем, сейчас посмотрим, что будет из этого. Ну, как бы, первые, по-моему, два или три часа я, поэтому ничего страшного. Значит, еще о парадигмах. Вы понимаете, что сейчас практически все языки структурные уже. Значит, это говорит о том, что у нас есть области видимости, и, слава богу, в JavaScript области видимости сейчас начали делаться просто фигурными скобочками. То есть, вы раньше помните, что нужно было делать для того, чтобы экранировать одну часть кода от другой. Если нам нужно было вдруг внутри кода сделать... Вы, наверное, такую структуру увидите и вспомните. Так и вот так. Вот так. То есть, если мы объявляли переменную тут, могли ее переопределить тут, и могли ее переопределить тут. Но нам нужно было области видимости экранировать вот таким вот способом. Ну, это я его написал в уже более современном виде. До этого писали вот так еще. Ну, вот такой, наверное, точно видели, да? То есть, как экранировать уровни вложенности. Но сейчас все вот это дело мы уже можем писать просто вот так. И это прекрасно, по-моему. И если мы делаем for, if или же там функцию, в любом месте, где у нас есть скобочки, это тоже экранирование. То есть, не только функции, не только методы, там, классов или прототипов создают области видимости, но и просто любой if, if, for и вот просто обычные скобочки без всякого оператора тоже создают области видимости. То есть, это уже, скажем так, предельная степень того, что язык структурный. Ну, и, естественно, мы не можем отовсюду из одного места перейти в другое место. Но, к сожалению, все еще распространены паттерны, которые позволяют эмулировать вот такие вот переходы из любого места в любое место. Эти паттерны, они полезные, но используются очень часто не по месту. Вот как мы можем эмулировать переход из любого места программы в любое другое место? Мы можем взять EventMeter. Так, кто знает, что такое EventMeter? Поднимите руку. О, хорошо. Кто сам писал EventMeter? Или так, кто может написать EventMeter? Вот. О, хорошо. Так, как вы думаете, сколько нужно строчек, чтобы написать EventMeter? 10. Две. Я покажу примеры. Ну, самый простой EventMeter. Для того, чтобы написать EventMeter с 10 методами, нужно 10 строчек. Где-то так. Ну, то есть самый, как сказать, самый сложный, чтобы там был remove, там и всякие такие штуки. Once и полностью весь интерфейс EventMeter. Значит. Сейчас. Да. Вот. При помощи EventMeter мы можем опять сделать в JavaScript не структурное программирование. Эмулировать просто его. То есть, если мы подписались в разных местах кода на какое-то событие, мы из других частей кода делаем emit, и, получается, управление передается во все те места, где мы подписались. Ну, и таким образом мы можем думать, что решаем задачу асинхронного программирования. Ну, при помощи EventMeter это, конечно, мы решаем такую задачу, но в виде соплей. Размазываем это все по ходу. Вообще EventMeter немножко не для того сделан, и мы это посмотрим чуть позже. Ну, очень часто он используется как раз вот для таких странных переходов, похожих на GoTo. Так. Теперь о том, является ли асинхронное программирование отдельной парадигмой. Ну, совершенно нет, потому что асинхронное программирование может быть в стиле, ну, оно на абстракциях на каких-то, оно может быть в стиле императивного. Когда у нас есть, там, асинхронное программирование. Ну, на самом деле там под асинхронное программирование лежит Promise, который, он вообще объект, но он, в принципе, он еще и функциональный объект. Он немножко не до монада и не до функтор, но, в принципе, можно его считать функциональным объектом. Ну, это, скажем так, под этим императивным слоем асинхронтов лежит или объектно-ориентированное программирование, ну, Promise написан в таком стиле, и частично функциональное, а под ним лежат колбэки. Колбэки – это у нас типичное просто процедурное программирование. То есть парадигмы позволяют строить одни абстракции на других, пока мы не спустимся до самого низкого, что у нас есть в JavaScript, до просто обычного процедурного или императивного стиля. И, конечно же, программировать в нем получается быстрее всего. Ну, имеется в виду, код писать в нем дольше, а исполняться он будет быстрее всего. То есть если у нас программа будет в обычном процедурном стиле, она будет исполняться намного быстрее, чем если она будет написана в объектно-ориентированном или функциональном, тем более функциональном. Так, сейчас, что еще по поводу связи парадигм. Да, значит, ООП тоже – это, скажем так, тоже разновидность императивного программирования. И функциональное программирование тоже, в принципе, разновидность императивного. То есть, ну, парадигмы, они строятся в дерево, они не просто такие плоские, а синхронное стоит как-то сбоку. Ну, скажем так, это больше техника программирования. И есть у нас еще всякие парадигмы, тоже, которые называются парадигмами, но на самом деле они тоже строятся из других парадигм. Такие, такие, как реактивное, поднимите руку, кто щупал, реактивное программирование. Хорошо. И сейчас, сейчас, наверное, функционально-реактивное. И это не совсем одно и то же. Мы это тоже, я надеюсь, по ходу там начнем понимать. И модель акторов – это тоже парадигма, но она просто называется модель. Модель акторов. Ну, это я прощупываю аудиторию, чтобы я понимал, на что можно опираться. Так. Наверное, у нас есть еще совершенно такие запредельные парадигмы, как мультипарадигменное программирование и метапрограммирование. То есть мультипарадигменное – это когда мы пишем на двух, трех, а то и пяти парадигмах одновременно и все смешиваем. А метапрограммирование – это когда мы программируем на одной парадигме или вот на нескольких, и при этом строим абстракции одного уровня, потом запускаем программу, а они, эти абстракции, строят абстракции другого уровня и уже их запускают. И иногда еще эти построенные строят абстракции третьего уровня, и они уже работают, и это уже становится реальной бизнес-логикой. То есть, ну, где-то, примерно, чтобы вы поняли, что это за парадигма, это если мы, допустим, взяли и описали задачу расчета зарплат в виде Джейсона. То есть не кодом, а просто в виде Джейсона. Это можно сказать, что мы ее описали декларативно. Это декларативный стиль. Ну, можем в виде Джейсона, а можем в виде структуры, которая, джаваскриптовой структуры, которая присвоена в какой-то идентификатор, в константу, в переменную. И потом у нас есть алгоритм, который проходит по этой структуре и интерпретирует ее части. То есть он находит там ключи, находит там какие-то массивы, находит там символы или же множество, хэш-таблицы. Их как-то интерпретирует и исполняет. И там ключи могут быть практически командами для этого языка. То есть это получается, что мы сделали что-то типа такого промежуточного языка программирования, который является подмножеством Джейсона. Он так сам по себе получается декларативный, но вообще мы написали еще программу, которая может его исполнить, как будто бы она императивная. Ну вот это метапрограммирование. Но таких способов может быть множество и других. Мы можем придумать не подмножество Джейсона, мы можем придумать вообще свой синтаксис. Можем сделать там какие-то операторы, можем сделать там какое-то встроенное в него API. Можем сделать там специальные конструкции для синхронности, как я покажу ниже. Которые позволят нам все синхронные операции не писать при помощи промиссов, не писать при помощи асинк-эвейтов и тем более не при помощи колбеков. А иметь более краткие синтаксисы для синхронности. То есть на декларативном уровне мы можем просто оперировать параллельной и последовательной, даже не композицией, параллельным и последовательным объявлением некоторых абстракций. И потом их объединять. Вот такой стиль, когда мы пишем в одной парадигме, у нас есть код, который разбит на два слоя. Один прикладной, в котором описана задача, а второй, в нем описано, как эту задачу нужно исполнять. И один код читает структуру другого и исполняет его. А иногда он преобразовывает ее в третий код и исполняет. Это уже метапрограммирование. Так, ладно. Давайте перейдем тогда обзорно к тому, какие у нас будут рассмотрены в дальнейшем примеры стиля и что мы должны начать понимать. Сейчас я более глубоко прощупаю, насколько вы знаете, императивный стиль, функциональный и декларативный. Начнем, наверное, с императивного. И посмотрим вот такой вот пример, в котором у нас есть алгоритм, написанный в виде одной функции, который умеет считывать CES-овый файл. Он его парсит, потом делает какие-то преобразования, вычисления, преобразовывает его в памяти и потом красивенько выводит на экран в виде таблички. Давайте посмотрим, что он делает сначала. Значит, он сделал 6 колонок в таблице, а тут у нас в CSV-файле было 1, 2, 3, 4, 5. То есть он посчитал еще одну колонку к этому датасету, который прочитал из CSV-файла. И, да, он умеет, естественно, считывать файл. Наверное, синхронно? Не, синхронно, синхронно пока что читает файл. Ну, тут в этом коде все понятно. Точнее так. Есть ли человек, который не понимает, как работает вот такая вот программулина? Сейчас я ее наверху. Зачем форик-код с форик-код с форик-кодом? Еще раз? Кто? Зачем форик-код с форик-кодом? Потому что обратно сюда. Где, где, где? Вот тут вот? Форик, да. А на самом деле это без разницы, потому что если поставить LED, все равно переменная будет пересоздаваться именно в форе. Ну, так, я считаю это как бы багом в JavaScript. Но чтобы она не пересоздавалась, нужно сделать вот так. LED line, а тут вот так. Но это некрасиво. Поэтому, что делать, LED или const? Если оно все равно будет работать как const, лучше явно написать const. То есть, если мы тут напишем LED, вот так, то он пишет LED, а работает как const. Ну, вот такое. Если const, то не чипать, то не будет? Да нет, одинаково. Получается, что если мы делаем, то он создает каждый раз новый перемен? Да, да, да. Ну, а классно записывает? Нет, наоборот. Если мы напишем вот так вот, LED line, то идентификатор у нас создается один раз. И потом в этот идентификатор пишется конкретное значение, которое берется из массива lines на каждой итерации. Ну, значение это будет, скажем так, какая-то строка. Но так как строки в JavaScript, они immutable, то есть строчку нельзя там посередине одну букву поменять. Строчка это цельный объект вообще. Ну, он ведет себя как будто бы объект, в смысле, как будто бы скалярное значение. Так, кто понимает, что такое скалярное значение? Ага, ок. Значит, скаляры это примитивные типы данных. Строка, число, boolean. Что у нас еще может быть в JavaScript таким? Да, в JavaScript больше ничего такого нет. Но на самом деле в JavaScript вообще нет скаляров. В JavaScript все объекты вообще. Ну, потому что у нас даже boolean имеет методы. Ну, где мы видели вообще примитивные... Именно так, и куда имбарсы заинтересовывались в объект, подходим на тот скаляр. Ну, да, да, да. То есть это эмуляция скаляров практически. То есть, как бы скаляр с методами. И, кроме того, в некоторых случаях некоторые скаляры ведут себя как объекты. А в некоторых как скаляры. То есть они передаются по значению. Если мы что-то передаем в функцию, скалярные значения, они копируются. То есть если мы переменную типа number присвоили туда 5 и передали это в функцию, то эта пятерка скопировалась в новый идентификатор. Или строчка скопировалась в новый идентификатор. Ну, на самом деле там при помощи всяких оптимизаций может на самом деле скопироваться указатель просто на эту пятерку или же на эту строчку. Но ведет оно себя для программиста, как будто бы копируются значения. А все не скалярные, ну, в JavaScript это на самом деле только ссылочные типы, не скалярные. Ну, это вещи, которые ведут себя как объект. То есть функция, объект, массив, все, что если мы будем передавать внутрь функции или присваивать из одной переменной в другую, то у нас объект в памяти один, а ссылок на него несколько. То есть не скалярный тип. Ну, как бы вообще не скалярный тип может быть не только ссылочным, он может быть структурным. Вот в C это может быть какая-то структура, у нее просто несколько полей, уже не скалярный тип, сложный. То есть не одно значение, а группировка каких-то значений объединенных, не скалярных. Это может быть структурных, структура, а может быть объект. Ну, или же, значит, какой-то ссылочный тип другой. Ну, в JavaScript у нас практически все объекты. И некоторые себя ведут как скаляры, а некоторые как не скаляры. Так, это мы сейчас, наверное, изменения эти не сохраним. И смотрим чуть-чуть дальше. Ну, посмотрите еще чуть-чуть этот код. Он написан в плохом стиле, отвратительно. Специально он так написан, чтобы вы могли ответить на вопрос, почему же он плохо написан. Если кто хочет, идеи какие-то есть, то говорите мне. Да, у него огромное количество различных констант, вот там пятерка, сто, три, восемнадцать. Все это называется magic numbers, в общем. И все это должно быть куда-то вынесено и быть константами. В принципе, мы можем писать программы, если у нас ноль, один и минус один по коду встречается. А все такие вот вещи, как там строчки или там сто или пятнадцать. Все, что кроме ноль, один и минус один, должно быть вообще вынесено в константы. Ну, так будет покрасивее. А в функциональном программировании, в зависимости от того, какой именно стиль функционального программирования, ну, вообще, все должно быть только константами. И все константы должны быть функционального типа. Еще не должно быть переменных вообще. И не должно быть циклов. Вообще, на самом деле... А, и еще не должно быть операторов. В самом, скажем так, в самом строгом функциональном программировании должна остаться только одна абстракция функции. Объявление функции и вызов функции. И больше ничего. Ну, на самом деле, можно любую программу написать так, и я покажу, что... Но это будет страшно непонятно и страшно неудобно. Поэтому, в принципе, в функциональном программировании почти во всех функциональных языках используют операторы еще. Не только вызов функции, еще и операторы. И в JavaScript мы будем делать отход от чисто функционального стиля, потому что во многих случаях использовать цикл гораздо понятнее и удобнее. И использовать mutable переменные не всегда плохо. То есть, как бы, все те ограничения, которые у нас есть в функциональных языках программирования, мы не должны их придерживаться в JavaScript. Но мы можем оттуда брать идеи. Просто подпитывать... Ну, там, допустим, мы можем сделать функциональный объект, у которого будет через точку чейнинг, там, значит, или через круглые скобочки, там, функция будет карирована, и вместо 10 аргументов будет передаваться, будет 10 вызовов этой функции, и мы по одному эти аргументы будем туда запихивать. То есть, все такие вот идеи из функционального программирования мы можем брать. Ну, вот, может быть, кто знает, в браузере есть... Это тоже в JavaScript, часто в доках или в статьях это называют монадой, fetch. Это вместо XMLHttpRequest. Сейчас такая есть штука. То есть, это функция, куда передаешь URL, и она тебе возвращает promise. И из этого promise вылезет со временем, значит, контент того URL, который мы get-нули. Но это очень часто называется монадой, но это не до монада вообще, потому что у нее нету методов map, apply. Ну, apply есть, но он в JavaScript не то делает, что в функциональных языках. Apply вызывает функции, а в функциональных языках он применяет функцию к значению, которая лежит за боксиной внутри другой монады. Я сейчас что-то сказал. Понятно или непонятно? Так, хорошо. Я рассильно ушел. Функциональная константа. Я услышал функциональную константу. Не функциональная константа, а константа функционального типа. То есть, практически, если... Сейчас я покажу, как это выглядит. Тут у меня есть этот же кусочек кода, переписанный, вот смотрите, в таком стиле программирования, что у меня все константы и все константы функционального типа. Вообще все константы в этой программе функционального типа. Ну, кроме библиотеки Fs, конечно, которая не является функцией. То есть, у меня тут большинство их вообще однострочные. Есть чуть-чуть много строчных. А есть еще более юристический функциональный подход. Видите, тут все функции, ну, почти все вообще однострочные. Даже если нам нужно сделать константу массив, то мы все равно делаем вот такую лямбду, куда мы передаем индекс, и оно из массива нам отдает значение. В том месте, в котором... Ну, то есть, у нас не может быть, как сказать, в чисто функциональном стиле никакого типа, кроме как function. Ну, тут все лямбды. И поэтому массив мы спрятали за лямбду. Ну, и это, в принципе, получается удобно, потому что вот этот вот целвиз, теперь эта функция, и ее можно композировать с другими функциями. То есть, это стало в каком-то плане удобно. Ну, тут мы сначала заготовили, видите, все, чтобы программировать функционально. И потом переписали весь этот код вот в такой вот стиль. И он стал очень большим. Видите, тут у нас есть pipe. Ну, это композиция, обратная композиция. Композиция в другом порядке. То есть, мы сначала делаем маленькие функции. На самом деле, в этот код и в то, что тут написано, сейчас вчитываться не нужно. Вы на стиль только обращайте внимание. То есть, мы сделали маленькие функции, потом объединяем их, группируем в более крупные. Вот. Сейчас, 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 сейчас. Ну, вот тут вот сгруппировали три функции и записали это в cellmax density. А потом этот cellmax density где-то еще в другом месте, вот, вот тут, скомпозировали с другими функциями. И мы, получается, из более мелких объединяем, 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 пока у нас не получилась функция main. Вот так вот. То есть, мы практически все собрали из мастер-пустеньких функций, все, и main, и теперь взяли в этот main, передали аргумент, какой мы хотим файл распарсить, преобразовать. Ну, то есть, вот у нас в main есть что? Сначала getDataset, значит, нужно сочетать этот файл. Потом нужно обработать его там, отсортировать по колонке. Потом дальше посчитать колонку пропорций. И потом отрендерить эту таблицу в виде строк, чтобы показать на экран. Дальше смотрим getDataset. GetDataset состоит из чтения файла, парсинга его на строки, и парсинга всех строк. Ну, потому что сначала мы его парсим, разделяем на строки, получается array строк, а потом внутри еще парсинг. Ну, то есть, вот какие-то этапы. ReadFile. Ищем readFile. Сейчас, 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 сейчас. Где он тут у нас? Ниже. Ниже. Да, наверное. Да, вот. Сюда передаем, видите, имя файла, там вызываем readFile и toString. Мы его из буфера забираем, ну, потому что нам нужна строка. Ну, и тут мы вынуждены писать это все в синхронном стиле, потому что вообще функциональное программирование, оно не особо поддерживает асинхронщину, но мы можем его научить это делать, о чем мы дальше будем говорить. Я покажу примеры кода, где у нас слиты две парадигмы. Функциональное и асинхронное. И это будет тоже красиво. Так. Парадигмы нету, но это часто называется парадигмой. На самом деле и ООП тоже парадигмы нету, это тоже императивное программирование. Ну, то есть, если мы, скажем так, что такое парадигма вообще? То есть, это такой стиль и подход о том, какие мы абстракции, как мы думаем о нашем коде. И вот, как бы, никаких принципиально новых вещей ООП не вводит, которых нету в других стилях программирования. То есть, у нас в функциональном есть наследование, есть инкапсуляция, есть полиморфизм в функциональном программировании. Ну, скажем так, есть такие вещи, которые реализовываются по-другому, но концепцию ту же самую реализовывают. То есть, мы в функциональном программировании можем наследовать одну функцию от другой. Допустим, если эта функция у нас делает логарифм от двух аргументов, по какому основанию и какого числа логарифм сделать. И мы от нее можем унаследовать десятичный логарифм, натуральный логарифм и двоичный. А можем сделать, кстати, наоборот. Мы можем при помощи функционального наследования от более конкретной функции сделать более абстрактную. Ну, то есть, функция, у которой два аргумента, она более абстрактная. Ну, она может больше. Она может больше разного. То есть, при помощи функции логарифм от двух аргументов мы можем посчитать логарифм по любой основе. А при помощи логарифма десятичного это более узкая специализация этой функции. Но благодаря тому, что сам логарифм имеет такое свойство, что если мы логарифм десятичный от х разделим на логарифм десятичный от у, то мы практически х и у потом выносим и они становятся двумя аргументами и мы, получается, от функции логарифм десятичный можем таким образом унаследовать функцию логарифм вообще. То есть, мы можем повысить абстракцию функции. То есть, мы можем понизить абстракцию функции и повысить абстракцию функции при помощи функционального наследования. И это тоже покажу. Давайте, наверное, откроем репозиторий там, где у нас есть функции. К этому коду мы еще несколько раз, может быть, будем возвращаться. Про то, что есть разные стили объявления функций, вы понимаете, что есть function definition и function declaration. поднимайте руки, если... Вот, давайте, так, я буду говорить, что вот непонятно в чем разница. Function definition, function declaration, да. Смотрите, если я пишу вот такую вот, вот в таком виде функцию, она сразу видна по всей программе. Ну, как по всей программе, в этом файле. В этом файле она будет видна и до своего определения, и после своего определения. это function definition. А вот так вот это практически я сделал функцию, она анонимная, и я ее присвоил в идентификатор. И теперь только после этого объявления я ее могу не обращаться. Тут есть лямбда. Тут есть лямбда с выражением, то есть практически с правой стороны от лямбды может стоять суперпозиция каких-то других функций или же expression. И есть лямбда, у которой есть блок кода. Ну, чем они отличаются, понятно. Наличием, отсутствием ретурна. Но на самом деле вот такая вот лямбда, у которой тут справа есть expression, у нее тоже есть, в принципе, область видимости и тоже есть блок кода. То есть это единственный, наверное, случай, когда круглые скобки, вот такие вот, создают отдельный контекст. Потому что вот тут вот внутри мы можем писать console.log, запятая, там, что-нибудь. Вот так. Потом вот это вот. Еще возьмем скобки, поставим запятую и тут сделаем что-нибудь типа вот так. И из этой функции вернется последнее выражение. То есть мы несколько выражений при помощи круглых скобок объединяли вот так вот. Ну, так не очень понятно писать, но когда мы пишем в функциональном стиле, чтобы вставить внутрь функции, которая у нас объявлена не как блок операторов, а как выражение, чтобы вставить откладочный какой-нибудь console.log, никак по-другому не напишешь. Приходится вот вставлять вот такой вот console.log через запятую, а не через точку с запятой и все это скобочками группировать. Ну, тут, если мы вдруг сделаем в этой функции вот так вот b равно 7, да, и тут вот выведем b, оно уже будет там иметь значение 7, а еще можем сюда ой, сейчас, вот так вот b равно 5. Мы переопределили, что теперь b равно 5, и теперь тут 5 выведется. Ну, вот такое. То есть вся функция тоже является контекстом, и вот этот контекст мы сделали круглыми все-таки скобочками, а не фигурными. Теперь про области видимости. Смотрите. Сами области видимости в функциях, они у нас тоже делают операцию очень похожую на наследование. То есть вложенные области видимости переопределяют переменные, сделанные наружи. Вот тут у нас есть две переменные, это массив из городов и функция, которая умеет отдавать длину строчки. И внутри функции f1 мы опять делаем массив из городов, опять const, но благодаря тому, что это у нас внутри функции, у нас не случается конфликта и вем, cities, и мы просто переопределяем ее. И тут внутри, в этом блоке, мы переопределяем функцию f, и поэтому у нас вот тут вот в этой строчке cities будет браться вот отсюда, а вот в этой строчке f cities, естественно, берется вот отсюда, а f берется вот отсюда. То есть вот такая вот вложенность, как пирамидка. Да, кстати, этот код абсолютно не нужно там, я не знаю, там фоткать или чего-то там, значит, как-то записывать, конспекты вести или, значит, в комп себе переписывать, потому что весь этот код выложен, и вы получите ссылки на весь этот материал в гитхабе. Так, ну, вот тут мы видим, что есть вложенные контексты, и они наследуют друг друга и переопределяют. Вот похожие вещи, они, конечно, совершенно по-другому реализованы, нежели, ну, тут у нас как бы вроде бы и наследование и переопределение без open и даже без функционального программирования, просто контекстами. Но вообще, как это, когда мы думаем о функции в, не только в JavaScript, а вообще в программировании, то мы можем к этому подходить двумя способами. мы можем думать, что функция – это последовательность каких-то операторов или последовательность каких-то вызовов или же циклов, присвоений или что-то другое. а еще мы можем думать о функции как о преобразователе, который из входящих, из аргументов делает результаты. То есть это, можно ее представить как фильтр или же как, там, я не знаю, как математическая функция. То есть это отображение одного значения в другое значение. Как, там, допустим, когда мы думаем о синусе, что такое синус? Это, да, это преобразование, там, x в y. Ну, какого-то x в какой-то y. Вот. Которая нам всегда дает, скажем так, предсказуемые ответы. Да. Он может любой x в любой, ну, как, не в любой, а, значит, естественно, у функции есть область определения, и у нее есть еще арбита. Вот те результаты, которые функция отдает, если мы скормим функции всю ее область определения, то мы нарисуем орбиту функции. Вот если мы синусу скормим всю ее область определения, мы получим координатной плоскости некоторую такую картинку которая или там вот если у нас есть функция которая как формула круга мы скармливаем иксы и она нам выдает y и рисуется окружность на координатной плоскости это называется орбита функции и вот можно думать по математически а можно думать по императивному что функция это последовательность операции каких-то там может когда мы взяли оттуда переложили туда вот не знаю фон нейман видимо как раз перешел вот такой абстракции как математическое отображение значений к императивному как раз к императивной абстракции когда мы думаем о функции в программировании то чаще мы все-таки думаем о ней как последовательности действий и как об автомате ну то есть когда есть у нас последовательность действий ты у нас есть альфметикологическое устройство и какие-то ячейки памяти в которых у нас меняются значение все значит это уже автомат практически императивное программирование связано с уже теория автомата мы совершенно не с алгеброй ну и тут вот у нас показаны практически три функции power которую мы забрали из namespace масс там у нас есть функция пау не знаю почему она так странно там называется но в общем от нее при помощи просто двух лямб мы можем унаследовать square и cube ну то есть это конечно не наследование в опешном смысле но по сути это наследование мы от более общей функции сделали более конкретные функции такс ну с функциями у нас еще можно производить всякие интроспективные операции функции есть точка ней точка лэнс у нее есть методы to string у нее есть apple и баинт и колу так кто не знает методов и свойств функции поднимите руки я их объясню всем это все понятно да хорошо так то что у функции есть значение по дефолту ну просто синтаксис как бы тут все понятно раньше мы писали значение по дефолту вот через такой пай вместо того чтобы писать в скобочках или б или вот то значение которое если бы никто не передал то будет hello тут все понятно но теперь можем писать вот так вот так вот примерчики так идем дальше про rest и spread операторы объяснять поднимайте руки если объяснять хорошо объясняю смотрите у нас раньше в джаваскрипте был такой псевдо массив аргумент из которого вы могли считать те аргументы которые переданы функцию если мы не знаем их количество и не знаем их типы мы можем все эти аргументы просто захватить в массив так вот о массиве аргумент забудьте как о страшном сне у нас теперь есть специальные троеточие вот такое троеточие если она стоит в круглых скобках в объявлении функции в заголовке ее это называется rest оператор который захватывает все в данном случае он захватывает все аргументы и помещает их в массив аркс но этот аркс он гораздо лучше чем тот аргумент который в джаваскрипте был раньше потому что этот аргумент этот массив он действительно настоящий массив то есть его можно передать в какую-то другую функцию его не нужно копировать а вот этот аргумент он был недомассивом потому что если мы передавали в другую функцию то оттуда уже не читался и нужно было его копировать ну то есть нужно было объявлять другой массив итерироваться поэтому все значения забирать и передавать уже в другую функцию это очень неудобно ну конечно вот мы можем часть из этих переменных забрать в идентификаторы такие вот а б а все остальные попадут в аркс тут понятно но у нас есть еще другое применение этого троеточия это spread оператор то есть когда мы хотим передать в другую функцию как бы массив массив аргументов то теперь мы можем функцию f где-то у нас там есть функция f передать аркс он распакуется и эти арксы будут они не массивом пойдут в f а каждый из них там нулевой станет первым аргументом первый станет вторым аргументом и так далее то есть они преобразуются в аргументы и в принципе мы можем сюда вот представьте что у нас есть два массива там аркс 1 и аркс 2 и 2 распаковать сначала 1 распакусь то 2 распакуются можем сделать вот так вот то есть мы функцию будем передавать массив а этот массив объединиться из двух массивов нам теперь не нужно делать как раньше вы чтобы два массива склеить мы использовали метод конкат вот при помощи spread оператора мы можем сначала распаковать сначала забрать значение вот так вот аргументов массив потом их склеить и все это имеется ввиду что у нас допустим тут был аркс 1 мы сейчас сделаем еще одну вложенную ламду аркс 2 вот туда ну и при первом вызове все аргументы первого вызова как это вот такую функцию f1 вы теперь должны вызывать вот так 4 5 6 и и все это дело объединиться в один массив и передаться куда-то в f ну грубо говоря чтобы показать как это будет работать мы вот сейчас в консоль блок это передадим вот так да так f1 у нас больше нигде не используется не нигде все в порядке давайте запустим о ведь они склеились в один массив все хорошо так ну тут у нас еще что есть так 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 а ну мы в общем захватываем все аргументы и выводим их типы вы тут видите да value type тоже при помощи рэкс оператора захватываем аргументы неважно идем дальше но функции можно еще кроме вот тех вот вещей объявлять через new function но так тоже не очень хорошо потому что ну что вот это что вот это дело это и вал но практически это работает как и вал если уж вам нужно из строчки исполнить какую-то функцию то нужно делать create скрипт в 8 create скрипт ну так кто из вас видел node.js ну вот в node.js есть возможность обращаться к проброшенному интерфейсу из виртуальной машины в 8 в которой мы можем создавать области видимости сами программы создавать области видимости функции из строки не и валом а скажем так передавая их в компилятор и при этом это более безопасно чем и вал это я наверно завтра буду рассказывать уже потому что мы можем запускать этот код как будто в песочнице мы создали контекст создали скрипт запустили его в этом контексте он с нами никак не взаимодействует то есть улыбнитесь скажите привет не я слушайте у нас наверно кто то смотрит там так смотрите дальше кроме того функции могут быть еще и методами и когда мы их объявляем как методы у нас не появляется еще один способ объявления функции вот такой видите у нас это очень похоже на обычный функция декларейшн только без ключевого слова фанкшн и это попроще и поудобнее будет чем если мы вот так вот пишем ключ а потом пишем фанкшн вот так то есть вот такая вот функция она будет работать не как лямбда она будет работать как просто анонимная функция вот скажите мне в чем будет разница если мы вот так вот в объект присвоили в ключ f1 не анонимную функцию именованную функцию вот она имеет имя инк а мы ее присвоили в ключ f1 один способ объявления второй способ объявления когда мы анонимную функцию но не лямбду присвоили в ключ сумм теперь вот так вот объявили просто как метод и теперь лямбду объявили с блоком кода тут лямбду с экспрессином объявили а тут вот лямбду вообще видите в самом кратком способе записи потому что когда один аргумент мы можем не ставить скобочки тут и можем не ставить скобочки тут и вот такой еще способ есть вот такой способ объявления метода у объектов это если мы имя объекта берем из переменной то есть мы его подставляем сюда динамически из переменной ну на самом деле вот такое подставление мы можем там справа и лямбу запихнуть ну и чего угодно это просто вот ключ будет вот так называться тут есть два две группы функции они будут себя немножко по-разному вести некоторые будут видеть этот объект а некоторые будут не будут видеть этот объект кто знает какие будут а какие не будут нет для лямбды наоборот не видят лямбды не не могут ссылаться на объект в котором они обозначены при помощи диза а если обычная функция анонимная или именованная в ней может встречаться диз если мы вот так вот объявим то она при помощи это ты этого диза будет получать указатель на тот объект в который она запихнута а лямбда не будет вот наверное единственное такое отличие а вот если у нас вот такой вот стиль да у нее тоже есть здесь вот такой функции так тут какой-то пример их вызов а тут как раз пример того что вот такая вот лямбда не видит а а вот f1 и f3 будут видеть диз . нейм то есть диз у них будет кто у них будет сити вот этот вот они будут через диз получать ссылку на сити так 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 а это результаты наверно вывелись хотя одна секундочку а почему она видит хотя это лямбда не тут же у нас лямбда сейчас я сейчас подумаю момент а да у нас тут диз разный вот да действительно лямбда тоже видит диз но это диз совершенно не тот который отсюда и вот вы видите что у f1 и f3 диз ссылается на киев а у f2 на маркус потому что она видит вот этот вот наружный контекст. Если лямбду положить вовнутрь другой функции, то все this-ы внутри лямбд будут видеть this от этих наружных функций. А тут у нас наружная функция называется контекст. Если я разумею, лямбда просто в дефолтера выпалит в дефолтере в дефолтере лямбда. Да, но не через bind, наверное. Именно через bind, ты думаешь? Это поведение аналогичное байнду, но у байнда есть некоторая еще некоторая особенность. Потому что если ты делаешь какой-то функции bind, то только первый из этих байндов привяжет ее к тызу. А все остальные байнды не смогут сменить place. Ну так бы где это, если так происходит? Нет, ну так происходит. Так, ну да, это поведение. Не знаю, сделано ли оно через bind, но оно похоже на bind. Так, ну про ifi вы уже, наверное, видели, это immediate function invocation, который сейчас вот экранирует код вот таким вот образом. Просто обычные скобочки теперь работают в виде immediate function invocation. В самом начале джаваскрипта писали вот так вот неанонимные функции ее клали в круглые скобочки и сразу вызывали. То есть это создает контекст. Потом зачем мы функцию в круглые скобочки вот эту вот f1 в круглые скобочки зачем мы ее берем? Кто знает? чтобы можно было ее вызвать. Если мы вот так вот напишем, мы ее не сможем вызвать. При помощи круглых скоб, ну потому что если мы вот так вот написали, то это будет интерпретатором расцениваться как function declaration и потом просто какая-то бяка в конце. А если мы сюда взяли скобочки, то мы преобразовали эту функцию к функциональному типу, то есть у нас получился уже expression. Если есть круглые скобочки, значит есть expression. И тогда мы этот expression можем вызвать. Ну потом мы перешли от него к анонимной функции, потом убрали это слово function, осталось lambda, а теперь остались просто фигурные скобки. И так проще всего получается. Так. Ну тут примеры cola и apply. Вы видите, что если какое-то время назад нам нужно было использовать apply для того, чтобы передать все значения, которые у нас валялись в массиве как аргументы функции, там еще null присутствует, ну в общем куча всего левого, то теперь мы можем просто вот так распаковать строеточием, spread оператором, и это будет то же самое, вот такой spread оператор, как вот этот apply. Ну, то есть apply теперь нужен только в случае, если нам нужно одновременно и распаковать аргументы из массива, и передать контекст, объектный контекст, потому что у функции есть функциональный контекст, это собственно все переменные, которые в ней объявлены, и аргументы, и объектный контекст, это то, к чему, к какому объекту она привязана через this. Сейчас, 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 одна секундочка, вот, еще такая штука, если мы лямбду начинаем байдить или apply, то это не работает. Да. А? Да, 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 потому что это уже получается как будто бы она один раз в bind передавалась, да, то есть если мы один раз функцию передали в bind и apply, то мы тоже получили другую функцию, а, в смысле, не получили другую функцию, она сразу вызвалась, да, если мы в bind передали, то мы получили другую функцию, у которой стало или меньше аргументов, или она прикреплена к контексту, но как бы аргументы мы можем, до сих пор можем частично применить, то есть второй раз вызвать bind и закрепить туда еще какие-то аргументы, но я сейчас вот когда перейдем к частичному применению, то я это покажу, так, ой, нам нужно быстренько к частичному применению переходить, потому что у нас сейчас еще и карирование до 11 мы должны за 3 минуты мы не успеем, но видимо перераспределим, потому что у нас было какое-то вводное, так, мы наверное сейчас пойдем смотреть на partial application вот сейчас сейчас это partial да, это partial вот смотрите частичное применение это если у нас есть функция с несколькими аргументами давайте поднимайте руки кто уже знает что такое частичное применение не слышали, да, хорошо значит вот у нас функция логарифа вот мы ее объявили при помощи значит библиотечки масс мы можем посчитать этот логарифм вот так вот разделив ну это просто благодаря тому что у логарифма такие свойства мы можем по этой формуле сделать более общий логарифм сначала первым аргументом передаем базу а потом по какой базе какое число мы должны от какого числа вычислить логарифм и теперь от этой обобщенной функции лог ну то есть теперь она у нас более общая чем та которая в массе лежит причем очень странно почему у нас в библиотечке масс лежит именно вот такой вот лог и это двоичный логарифм вообще обычно в математике так называется просто логарифм а двоичный должен называться сейчас лн да лн да лн ну да десятичный это лж да а не лн это у нас натуральный натуральный а сейчас сейчас а двоичный на двоичного по-моему нет такого нет такого да 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 но обычно логом называется функция у которой два аргумента да ну вот мы тут такую сделали а теперь от нее сделали вот такую вот create лог и теперь у нас она это как бы одна лямбда вложена в другую и мы по очереди туда сначала базу передаем потом число передаем а потом у нас expression что мы их объединяем вот так вот и теперь мы можем написать тут create лог 10 то есть мы получается сделали вот такую вложенную лямбду и сразу туда передали первый аргумент а потом туда передали второй аргумент вот так вот пятерка да благодаря вот таким вложенным лямбдам мы смогли сделать из функции двух аргументов функцию с одним аргументом вот такую вот create лог сначала туда один аргумент передали потом второй аргумент передали и оно уже тогда вычислилось то есть мы получается можем делать вот такие цепочки и передавать туда по чуть-чуть и каждый раз мы получаем ну мы можем в принципе если у нас есть какая-то функция от 10 аргументов сделать вот таких 10 вложенных лямбд и потом по чуть-чуть туда передавать по одному аргументу да но это не сильно удобно и мы сейчас придумаем как это сделать сильно поудобнее но это уже интересная штука потому что если мы перешли к значит вот такой цепочке это значит что мы можем часть аргументов передать а потом саму эту функцию с уже попавшими в нее часть аргументами передать по ссылке какой-то в другую часть программы и в той части программы никто не сможет выколупать эти аргументы которые мы функцию уже передали правильно можно только допередавать еще нехватающие аргументы то есть таким образом получается что если мы имеем функцию от 10 аргументов мы ее можем 10 раз в глубину наследовать закрепляя часть аргументов которые идут впереди то есть частичное применение это когда мы часть аргументов уже передали применили а какой-то остаток этих аргументов еще торчит и их нужно тоже последовательно туда передавать ну сейчас такс момент наверное нам нужно ну как bind работает я наверное думаю вы видели да так вот bind как раз позволяет частично применить вот смотрите у нас есть теперь такая функция log если в первом примере вот тут вот мы делаем при помощи двух вложенных лямб частичное применение и у нас есть create log куда мы первый аргумент передаем то через bind мы можем специально не делаем никакого create log мы просто имеем log точка bind и сюда передаем десятку и тоже получаем функцию lg в которую теперь осталось передать только n то есть десятка попала в base а в n нужно еще число передать вот так то есть мы при помощи bind частично применяем ну это просто такой термин то есть bind то вы наверное уже видели а про частичное применение только услышали но сейчас мы попробуем написать частичное применение без bind и вдруг обнаружим что это будет вообще поудобнее в некоторых случаях вот такая функция партиал к ней первым аргументом приходит функция а вторым аргументом к ней приходят те аргументы которые мы в эту функцию частично применяем а еще у нас в партиал есть вложенная лямбда в которую приходит остаток этих аргументов вот сюда args мы их тоже туда передаем но это уже мы их туда не частично применяем а именно исполняем каждый раз когда мы вот допустим у нас есть функция сумм от трех аргументов мы сделали партиал и передали туда 10 10 попало в а закрепилось у нас осталась функция F1 с двумя аргументами практически это B и C теперь мы можем F1 частично применить туда пятерку пятерка попала в B и у нас остался один аргумент C мы его теперь передали вот так вот и все и дальше когда мы последний аргумент туда запихнули оно уже посчитало значение и сюда сумму вот эту вот и вывело так вот благодаря чего это работает благодаря тому что у нас когда есть две лямбды то порождается замыкание кто слышал понятие замыкания так ладно кто не слышал значит смотрите когда мы из функции возвращаем другую функцию или объект у которого есть функции то вот эта вложенная функция она замыкается на контекст внешней функции и хоть мы ее и вернули и функция уже закончилась наружная функция закончилась но возвращенная из нее вложенная функция до сих пор будет жить как будто бы она в контексте и видит переменные аргументы и все переменные которые объявлены в наружной функции и это эффект этот называется замыкание таким образом внутри функциональных контекстов мы можем хранить значения как будто мы их храним в объектах то есть в ВОП мы бы хранили их в объектах а в функциональном программировании объектов нету и мы храним их в контекстах функций и можем контексты функций наследовать одно от другого то есть может быть там часть из вас замыкания слышали но что при помощи замыканий можно наследовать ну вот тут мы при помощи частичного применения видим что это практически такое вот глубокое наследование получается что было много аргументов а мы кладем их в замыкание они там хранятся в замыкании практически как в свойствах объектов а потом мы их откруто используем только в отличие если бы мы их в свойствах объектах хранили то кто-то бы мог их менять снаружи ну если бы это был какой-нибудь язык типа java и c sharp а там бы мы могли их сделать протек это в джаваскрипте не можем но в джаваскрипте мы при помощи замыканий можем экранировать эти значения спрятать их от всего наружного кода то есть не в свойства их записывая а вот именно храня в контекстах ну это аналог некоторых свойств ВОП не прямой конечно ну так но теперь приходим к страшно реализованному корированию кто встречался с понятием корирования значит ну есть определение что это преобразование функций многих переменных функции к цепочке вызова функций одной переменной ну это математическое определение а в программировании нам гораздо удобнее сделать совершенно другое корирование чтобы у нас оно работало как рекурсивное частичное применение то есть вы уже поняли что частичное применение это когда мы закрепляем какие-то аргументы а теперь представьте себе что ну вызывали что время партия каждый раз каждый раз когда вызываем функцию нужно вот как в этом примере каждый раз партия называем а мы хотим чтобы при любом вызове функции она сама делала как будто бы партия вызывает то есть чтобы мы функцию трех переменных объявили а потом могли передать ей один два аргумента могли все три передать и чтобы она сама решала уже все аргументы ей передали или еще что-то не додали и она не может вычислить своего значения окончательно так вот для этого у нас есть кари и вот смотрите у нас тоже есть функция трех переменных мы ее вот так вот карировали а теперь мы ее по-разному можем вызывать мы можем туда запихнуть вот все три аргумента сразу и она сразу посчитает вот так мы можем а ну смотрите вот обычную функцию сюда сразу три аргумента передали и карированную сразу три аргумента передали вот математический кари такого не позволяет то есть математический кари позволяет нам сделать только вот такой вот последний синтаксис по одному их туда передавать а реально практически удобный для программирования карирования позволяет Передавать сколько угодно, пока мы не дойдем до количества function.lens Количество аргументов, которые у нас были в исходной функции Вот тут у нас при помощи огромного количества вложенных rest и spread операторов Как раз реализовано карирование Но это не очень красиво, потому что это совершенно ни разу не считается Ну поверьте мне, что оно работает и оно достаточно эффективно работает Но мы сейчас посмотрим, как бы это можно... Ну это тоже функциональный код Ну я вам предложу другую реализацию карирования, не функциональную И вот идея карирования функциональная, а ее исполнение императивное гораздо красивее и понятнее То есть мы тут видим, что у нас есть ифы, что у нас тут есть рекурсия Кари у нас вызывает саму себя И там внутри у нас используется bind в качестве того, чтобы делать частичное применение И мы идем до того времени, исполняем рекурсивное частичное применение Пока у нас не случится, что у функции длина этих аргументов Как это сказать? То есть пока есть хоть один непримененный аргумент То есть как только уже все применены, то просто вызывается fn-args Вот так, да? А пока что-нибудь не применено, мы вот рекурсивно частично применяем И вот опять вызываем кари Вот так вот по циклу Ну и вы видите, что опять-таки вот этот наш тест прекрасно работает теперь Мы можем туда 2 передать, 3 аргументы, все 4 Можем по одному передавать, все классно Ну, мы ее еще немножечко по-другому перепишем И сделаем это, чтобы я помнил, для чего именно мы и так делаем Так, 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 дайте посмотреть Тут рекурсивное частичное применение Тут тоже bind есть, да? В чем-то Так, сейчас, сейчас, сейчас У нас отсюда Объявляется новая функция Уже карированная И теперь Мы через Этот самый Через тернарный оператор Смотрим Или рекурсивно ее вызываем Или сразу возвращаем Сейчас Тут так А тут Ну, тоже рекурсия Ну, тут Ив внутри Просто разная реализация Да, это разная реализация Но вот В чем именно Почему это у меня написано Extended Что тут Такого Интересного Почему именно Эту реализацию Я посчитал более Продвинутой Ну, скорее всего Она или по производительности Лучше Или Это тоже начинается И лямбда В лямбда Ну, поэтому Пишем Пишем замыкание Тут Пишем память В лямбда Параметры Основу лямбда А тут Вот на лямбда Заключаете Да Сейчас, сейчас Одна секунда Давайте посмотрим Тут лямбда В лямбде И рекурсия Тут Ну, тоже на самом деле Лямбда В лямбде Немножечко по-другому Скорее всего Это быстрее работает Ну, вот смотрите Вот наружная лямбда А вот внутренняя Она просто сначала Объявляется И кладется в замыкание А потом А В некоторых случаях Она не используется То есть вот А тут она всегда используется Да Тут По-моему На одну итерацию рекурсии Больше будет Да Ну, вот в таком виде Оно хотя бы понятно Как оно работает Да Это чуть-чуть Более оптимальный способ Реализации Ну, идею вы поняли Да У кого есть какие-то По этому делу вопросы Чистичное применение Карирование Вроде бы Все понятно Если есть вопросы Поднимайте руки Задавайте Что будет Если у вас функция Функция F И там Где 4 аргумента Такое ощущение Будет бы С каждым вызовом Аргументы Конкортинируются Почему Сравниваем длину Функцию F С 4 аргументами Только 3 из них Будут сложены И возвращены То есть Все аргументы Которые Лишние То есть Которые Выходят За Сам Точка Ленс Они будут Игнорироваться Ну да Ну вот Это Вот проверка На длину То есть Мы должны Дойти До того Что у нас Передано В карированную Функцию Столько же Аргументов Сколько и В изначальной Функции В принципе Так Кто понимает Что такое Функция Обертка Или в раппер Слышали Да Это вот Смотрите Когда мы Одну функцию Передаем В другую И она нам Возвращает Третью Функцию Которая ведет Себя Очень похоже На Ту Первоначальную Только Добавляется Какое-то Поведение В принципе Карирование Это как раз Можно сказать Что это Один из случаев Функции Обертки Функции В раппера Мы увидим Чуть дальше Будет у нас Очень много Разных В рапперов Возможно В каких-то Языках Вы видели Декораторы Это тоже Очень похоже На функции Обертки Ну в джавоскрипте У нас нет Декораторов Пока что Ну А? Ну да Ну пока что В синтаксе Ток Который у нас Работает В 8 Он Не работает Да То есть Нам приходится Ну Проводить Через какие-то Значит Да Ну А что он делает По сути Он там Использует Вместо аннотации Он использует В раппера Практически В джавоскрипте Вот Который Исполняется Внутри В 8 Такой возможности Нет И она эмулируется При помощи В раппера И вот Корирование Это тоже В раппер Ну то есть Тоже Вопрос Корирования Зачем Ну в принципе О Значит Практически Да Сейчас Я наверное Дойду До Сейчас Сейчас До тех Моментов Где это будет Использоваться Сейчас Сейчас Это все Примеры Так О Вот Тут Целый ряд Примеров На замыканиях И На Корирование Ну тут Тоже будет Корирование Частичное Применение Вот При помощи Всех этих Абстракций Точнее При помощи Этих техник Программирования Мы можем Строить Абстракции Потому что Вообще Конечно же Из функций Мы можем Строить Такие же Абстракции Как и Из Классовых Объектов Сейчас Да Кроме Того Корирование Позволяет Нам Делать Синтаксис Чейнинга И Замыкания Нам Позволяют Делать Синтаксис Чейнинга Объектного Через Точку Сейчас Вот Такого Видите Ну Вы Встречали Конечно В Джаваскрипте Те же Самые Промисы Кто Угодно Может быть Когда-то Если Кто-то Использовал Давно Программировал Джейк Вайры Использовали Жиблиотеку Сплошь Рядом Были Вот Эти Чейни Да Ну Это Просто Такой Стиль Написания Кода Когда У нас Каждый Метод Возвращает Еще Какой-то Объект И У этого Объекта Опять Есть Методы И По цепочке Можем Вызывать Так вот Замыкания Как раз Позволяют Нам Написать Вот такие Цепочки Сейчас 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 Момент Вот тут У нас Замыкание Записывается В H1 А потом Оно Вот так Вот Два раза Вызывается В принципе Мы могли бы Тут Это Дело Вызвать Сейчас 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 Возвращается Data Это Объект У которого Это Не Хороший Пример Сейчас Мы Найдем Другой Пример А Вот такой Пример Хороший Да Тут У нас Возвращается Лямбда Возвращает Лямбду Видите Двойная Такая Вложенная Лямбда И Этот эффект Позволяет Делать Вот такой Вот функциональный Чейнинг То есть Мы Можем Туда По одному Вот так Опять Значение Записывать А теперь Мы сделаем Рекурсивно То же самое Мы Функцию Которая Вот так Две лямбды Одна В другой Будем еще Рекурсивно Вызывать И это Позволит Нам Вызывать Ее Рекурсивно Сколько угодно Раз То есть Мы сюда Можем Класть Дальше Дальше Какие-то Числа И они Все будут Накапливаться В Вот этом Вот В этой Программной Абстракции То есть Мы При помощи Чейнинга И при помощи Вот такого Вот Синтаксиса С замыканиями Который Очень похож На Ну Эта функция Она ведет себя Как будто бы Она карированная Но На самом деле Она не карированная Она просто Рекурсивное Замыкание Мы построили Счетчик Эдер То есть Мы можем В этот Эдер Сколько угодно Добавлять числа Ну Он просто Скажем так Их Будет там Накапливать И потом Выводить Сейчас Оп Но Выколупать Это число Изнутри Этого Ну Сумму Выколупать Оттуда Мы не можем Вы понимаете Да То есть Она там Хранится В переменной Z Уже сложенная Она выводится На экран Но Получить ее Оттуда Изнутри Никак Невозможно Ну Это рекурсивное Замыкание И оно Функционального Типа То есть У нас Всегда Из Этого Счетчика Возвращается Функцион Функцион Тайпов Будет Функшн Ну То есть Мы При помощи Вот такого Синтаксиса Просто Можем Придумать Себе Очень Для построения Нашей бизнес Логики Очень удобные Синтаксические Конструкции Чейнинг Функциональный Чейнинг Объектный Ну да Чейнинг Функциональный Объектный Через точку Методы Или вот так Напрямую А теперь Посмотрим Чуть-чуть Более Приближенный К реальности Пример Вот у нас Написан Логер В виде Функции Ну так Чтобы Совсем Это самое Спустить На какой-то Уровень Прикладного Программирования Надо написать Что-нибудь Реальное Вот логер Этот логер Это функция Которая Принимает Лог-левел Левелы У нас Могут быть Варнинг Эррор Инфа Он ищет Нужный цвет Который Нужно выводить Цвет он ищет Вот в этом Справочнике Цветов Вот это Вот кракозяба Называется Escape Последовательность Которую Если мы Отправляем В консоль То она переводит В консоль В режим Печати Определенным Цветом Дальше Этот логер Возвращает Через Рутурн Тоже Лямбду Туда мы уже Передаем Какой-то Месседж И этот Месседж Должен быть Напечатан Определенным Цветом Вроде Поним Теперь Мы хотим Сделать Сделать Себе Из этого Обобщенного Логера Логер Который Умеет Выводить Варнинги Точнее Функцию Которая Умеет Влог Выводить Варнинги Вот так вот Передали Туда Слово Варнинг Оно нашло Цвет Цвет Запихнулся В замыкание Пришло Еще Два Спикера Они там Пока что Лазят В коридоре Так И дальше Вы видите Вот выводим Слово Варнинг Эрор Дебак Хорошо Так Ну видите Как он красиво Работает То есть При помощи Функционального Наследования Сделали Вот себе Такой Красивый Логер В виде Функции Совершенно Не делали Ни класса Ничего Красиво Выводит Вот такое Так Ну и То что Вы сделали Это Скажем так Уже был Функциональный Объект Потому что Логер Это И функция И одновременно Объект Потому что У него Его можно Вызвать Как функцию Ну Кроме того У него еще есть Свойства Методы Ну Видите Весь Справочник Не клали Вовнутрь Замыкание А мы Его Сделали Свойством Функции Логер И Функция Логер Видит Все это Дело То есть Не из Контекста Функционального А оно Видит Его Из Объектного Контекста Теперь Мы Попробуем Сделать Тоже Счетчик Но А1 В это А1 Мы кладем Двойку Получаем А2 Вы понимаете Что оно Ветвится Наследуется То есть У нас От Эда Светвилось А1 От А1 А2 От А2 А3 И потом От А1 А4 От А2 А5 Еще То есть Вот такое Дерево Получается Эти все Контексты Они Друг друга Видят И они Объединены Вот таким Они практически В дерево Объединены И теперь Контекст Который Находится В замыкании Функции А3 Мы Отображаем Вот таким Мапом Через функцию Console.log То есть Мы Console.log Вообще Аргументом Передаем Туда И она Нам Отображает Это На экран Естественно Ну Вы видели Может быть Мэп В других Местах Это Как Метод Массива И Метод Массива Тоже Отображает Один Массив В другой Массив А тут Мы Один Функтор В другой Функтор Ну Скажем Так То Что Вы Уже Сейчас Посмотрели Вы Уже Знаете Что Такое Функтор Потому Что Вы Уже Видели Вложеную Лямбду Потом Видели Вложеную Лямбду Которая Умеет Рекурсивно Сама Себя Вызывать То То есть Вы Видели Рекурсивное Замыкание И В принципе Функтор Это Уже Рекурсивное Замыкание В котором Хранится Какое-то Значение Вот Тут У нас В этом Счетчике Хранится Значение Которое Там Накапливается И Каждый Вызов Этого Счетчика Он же Функция Отображает Его В Следующий Функтор То есть Практически У нас Сам Этот Функциональный Объект Может Из себя Породить Новый Экземпляр Себя Уже С новым Значением Складывает Но у него Появился Еще один Метод Метод Туда Примешан Вот таким Вот способом Видите То есть У нас Есть функция Ф Мы ее Возвращаем Из этого Контекста Вот Ретурном И туда Добавляем Ф Ф В смысле Мэп Мэп Принимает Функцию Х У нас Хранится В замыкании Потом Каждый раз Когда мы Вызываем Мэп У нас Вызывается Функция ФН Которая Пришла Вот В Мэп Над Значением Х Которое Хранилось В замыкании И таким Образом Мы при помощи Этого Мэпа Можем Все это Отображать Дальше То есть Перекладывать Из Одного В другое Ну вот Тут Мы Делаем Массив Из всех Вот этих Вот А1 А2 А3 А4 А5 И мы Мэп Мэп Через Мэп Консоль Лог Вообще Так Сейчас Я это дело Запущу Оп Вот И мы Оттуда Выколопали Эти значения Потому что Если мы В функцию Мэп Оф Да В функцию Мэп Передаем Другую функцию То Мэп У нас Проходится По всем Элементам И Передает Первым Аргументом В эту функцию Все понятно Вроде Так Тут у нас Этот функтор Был написан Вот в таком Стиле Он был Длинненький А теперь Давайте его Напишем В функциональном Стиле Ну Не совсем В функциональном Стиле Да Надо Перерывчик Сделать Да Сделать Схавала Да Канал Будем надеяться Так Буль 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 Есть Хорошо Так Ну давайте Продолжим У нас Были Функциональные Объекты Уже И Фулторы Значит Это Немножечко Ну В разной Литературе И в разных Статьях И в разных Примерах Это может И совпадать А может Чуть-чуть Быть Чуть-чуть Разным Значит Функциональный Объект Когда я Говорю То имею Ввиду Подойдем Функцию Которую Мы Используем В виде Объекта То есть У нее Могут быть Свойства И методы У нее Есть Какой-то Функциональный Контекст В нем Что-то Хранится И Мы Можем Ее Куда-то Передавать Обернутая Функция Если У нее Есть еще Какой-то Метод Ну вот Это Можно Уже Назвать Функциональным Объектом Если Функция Возвращена Ну вот Замыкание Если Мы Сделали Замыкание Рекурсивным Как Вот Мы В Там Самом Сетчике Делали Сетчик Там Накапливает Какое-то Значение И Получается Рекурсивное Замыкание То Это Уже Можно Называть Функтором То есть Там Что-то Должно Храниться И Плюс К этому Функтор Должен Уметь Отобразить Из себя Это В следующий Функтор Ну вот Самый Простой Случай Этого Функтора Был Вот Такой Тут У нас Через Ратурн Функция Возвращается Но Замыкание Работает Еще И Другим Способом Если Мы Эту Функцию Положим В Объект Она Там Станет Полем Вот Таким Вот Образом Тут У нас Есть Счетчик У Которого Внутри Него Лежат Две Лямбды Потом Мы Эти Две Лямбды Объединяем В один Объект Возвращаем Практически Это Тоже Замыкание То есть Вот Хоть Мы Не Функцию Вернули Из Счетчика А Мы Вернули Объект С Друга Функциями Тоже Замыкание Даже Наверное Можно Так Лучше Записать И Оно Тоже Рекурсивное Потому Что Эд У нас Рекурсивно Вызывает Вот этот Эдер Ну и Тут Такое Рекурсивное Замыкание Позволяет Нам Писать В виде Вот такого Вот чейнинга Объектного Через точку Который Вам больше Знаком Чем Функциональный С Круглыми Скомочками Так Также Мы Можем Делать Более Интересные Конструкции Если Мы Просто Объявляем Этот Объект А дальше Объявляем Несколько Методов У нас Есть Метод Вэлью Чтобы Из Эдера Вынимать То значение Которое В нем Внутри Лежит Ну Вэлью Просто Вынимает А из Замыкания А Это Вот сумма На тот Момент Как мы Хотим Вызвать Вэлью Там Вот Какая-то Сумма А Есть И мы Вызывая Вэлью Ее Из Замыкания Высмыкиваем У него Есть Метод Эд Чтоб Новые Числа Туда Добавлять И у Него Есть Еще И То есть Когда Тут Доходит До Нуля То Нужно Какой-то Callback Вызвать И Потом Мы Через Object Assign К Этому Объекту Который У нас Там Вверху Объявлен Мы Приделываем Три Функции Вот так Object Assign Примешивает То Что Находится Во втором В третьем Аргументе К первому Аргументу И возвращает Ссылку На первый Аргумент То есть Вот Ссылку На Вот этот Обч Вернет Обчик Assign И мы Из Эдера Ее Вернем Поэтому Мы Можем Уже Писать Вот Такой Красиверный Синтаксис Эдер Инициализируется Тройкой Туда Кладется Вовнутрь Три Хранится В А Дальше Мы Навешиваем Какую-то Лямбду На Событие Зеро Потом Отнимаем От счетчика Девять Добавляем Двенадцать Пять Берем Вэлью Этот Вэлью Помещается В переменную А И Выводится На Экран Видите Работает Случилось Событие Зеро Вывелось На экран Лес Зеро Потом Семнадцать Это сумма Которая Накопилась В этом счетчике То есть Вы теперь Можете Сами Написать Какую-то Свою Программную Абстракцию Которую Можно Будет Использовать Вот так Вот Через Точку Но Что Вы Видите Тут Так это Что Из каждого Из этих Методов Потом Возвращается Или Return Obj Ссылка На тот Объект Который Мы Вот Создали Или Return Adder То есть Случается Или рекурсивное Порождение Нового Замыкания Или же Возвращение Того же Самого Замыкания Через Возвращение Того же Самого Объекта Тут Ну Того же Объекта Который Отсюда Вот Вылазит То есть У нас Он Возвращает Тот же Самый Объект Который Создал Adder А Ad Создает Новый Объект Вот Таким Вот Объект И Вот Так Они По цепочке Эти Объекты Создаются Так Смотрим Дальше В этом Примере У нас Тоже Создается Объект Чуть Другой Синтаксис Чуть Другая Реализация Тоже У нас Есть Value И Add Но Тут Они Сделаны Как Function Declaration И Их Можно Тут Заранее Объединить В объект Который Тут Вернется Так Это Еще Другая Реализация Тут Смотрите Мы Как Из Этого Счетчика Ну Мы Стараемся Все Сделать Меньше И Меньше Тот же Самый Вот Такой Вот 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 Такой Вот Счетчик Сделать Его Все Меньше И Приходим Вот К Такому Синтаксису То У Нас Вот Это Лямбда Наружная Она Сразу Возвращает Экспрешн Мы Это Видим Потому Что Скобочка Круглая Есть И В Экспрешн Сразу Фигурные Скобочки Это Тоже Порождает Замыкание Это У нас Один Метод И Второй Метод Попадают Вот Это Замыкание Функции Эддер Но Сама Функция Эддер Видите Это Экспрешн Так Покороче Получается Синтаксис Ну И Тоже Чейнин Случается А Теперь Мы Все Это Вообще Записываем В Одну Срочку И Все Равно И Синтаксис Чейнинга Как Это Случилось С Одной Срочкой Да Мы Просто Тоже Используем Вот Такой Круглые Скобки Для Того Чтобы Преобразовать Ну То Если Мы Вот Так Вот Уберем То JavaScript Будет Думать Что Это Блок Кода Нам Тут Скобки Нужны Для Того Чтобы Он Думал Value И Add Но Почему Мы Тут Не Делаем Value И Add Методами Ну То И Как Они Могут Видеть А Если Это Лямбда Ну Потому Что Они Лежат В Более Наружной Лямбде И У Нее А Виден Как Аргумент То Мы К Звизу Вообще Не Обращаемся У У У У Вложенный Этот Объект С Думя Лямбдами Он Находится В Замыкании И Видит Первую Вот Эту Вот А Отсюда Так Давайте Наверное Перейдем К Следующей Теме Это У Нас Будет Мы Быстренько Должны Сейчас Уже Наверное Двигаться Наверное В Раперы Нужно Посмотреть Так В Раперы Очень Быстро Пройдем Тут Уже Должно Быть Достаточно Все Понятно Да Я Когда Говорил О Функциях Еще Забыл Вести Такие Понятия Что Такое Чистая Функция Функция С Побочными Эффектами Чистая Функция Она Не Должна Менять Ничего Вне Своего Контекста Функция С Побочными Эффектами Может Менять Что-то В глобальном Контексте Заниматься Вводом Выводом Может Находиться Внутри Другой Функции И Менять Что-то В ее Контексте То есть Вот Если Мы Делаем Замыкание То Вот Эта Замкнутая Функция Она Не Чистая Потому Что Она Видит И Дергает Значит Какие-то Переменные Которые Находятся Снаружи Но Уже Сам Наружная Функция Хоть В ней Внутри Находится И не Чистая Функция Но Наружная Функция Уже Становится Чистой Потому Что За Пределы Ее Контекста Эти Действия Вложенной Функции Не Вылазят То То Да И У нас Еще Есть Понятие Функции Высшего Порядка Это Если У нас Функция Приходит Как Аргумент Другой Функции Или Возвращается Как Результат Тут Может Быть Несколько Вариантов Если У нас Одна Функция Приходит В другую Как Аргумент Это Скорее Всего Колбэк Или Подвид Колбэков Listener Ну то есть Колбэк Это Функцию Которую Можно Потом В Которую Потом Можно Вернуть Результат Исполнения Или Которую Можно Вызвать Когда Какое-то Событие Случается Функция Обратного Вызова Так Нужно Ли Более Подробно Объяснять Про Колбэки Поднимите Руки Кому Нужно Про Колбэки Более Подробно Так Значит Смотрите У нас Обычная Функция Возвращает Свои результаты Через Ретурн Она у нас Во-первых Синхронная Такая Функция А во-вторых Она может Вернуть этот Результат Один раз Ну если Это не Функция Генератор Значит Чтобы Функция Могла Вернуть Свои Результаты Асинхронно Или же Чтобы она Могла Их Несколько Раз Вернуть Мы Передаем В качестве Аргумента В наружную Функцию Передаем Функцию Колбэк Функцию Обратного Вызова И Когда у нас Там Ну как бы Ретурн Теперь мы Не используем Для возвращения И Когда у нас Там Организовались Внутри Результаты Мы вызываем Этот колбэк И в него Передаем Результат Или Можем В него Передать Ошибку То есть Если мы Передаем Ошибку Мы Ну обычно Принято Ошибку Первым Аргументом Передавать А результат Вторым Или Несколько Вторым Третьим Там и так далее Ну вот Так Функция Обертки Вот Функция Обертки Это Типичный Случай Когда мы Одну функцию Передаем В другую А она Нам передает Нам возвращает Третью функцию То есть Это Скажем так Это используется Не как Колбэк Такая функция Приходящая К нам В аргумент Вот сюда Во в раб Она Она Используется Как Такая функция Поведение Которой Мы должны Как-то Нарастить Обернуть Чем-то То есть Мы можем Перехватить Значит Во время Оборачивания Ее Можем Перехватить Ее До вызова Можем Перехватить Ее Аргументы Все Что-нибудь С ними Сделать Поменять Потом Вызывать Саму Функцию Потом Она Что-то Вернула Мы Еще Раз Можем Перехватить Ее Результаты Ну И Уже Возвращаем Результат То есть Мы Таким Образом Вот Имеем Функцию Func С двумя Аргументами Врапим Ее И Вызываем Уже Обернутую Функцию И У нас Получается Сейчас Так О Ну Видите Мы В нескольких Местах Можем Делать Перехват Да Это Пока Что Синхронные Вызовы И Синхронные У нас Чуть Позже Тут У нас Просто Врап Переписан Видите Как бы Более Абстрактно То есть Тут У нас Функция Врап В ней Были Захардкоженные Операции Что Нужно Сделать До Вызова Что Нужно Сделать После Вызова А Тут Мы Это Дело Абстрагировали Вот В такую Вот Функцию Врап И Передаем Сразу Три Функции Сразу Что Нужно Сделать До Что Нужно Сделать После И Какую Функцию Оборачиваем То есть Функцию Фн Оборачиваем Двумя Операциями Before и After Ну Это Точно Так же Работает Мы Можем Запустить Видите Before и After Сработали Ну А тут Еще Пример С Колбеками Наверное Нужно Сначала На Usage Переключиться Видите У нас Есть В Интерфейсе Interface name Метод Который Называется Method name У него Аргументы Пар 1 и Пар 2 Туда Передались И Туда Еще Колбек Передался И Мы Результат Придумали Себе Результат И Вернули Его Сюда В этот Колбек Now Первый Аргумент Передается Потому Что Не Случилось Ошибки Типичный Случай Применения Колбека И Вот В качестве Этого Полбека Вот сюда Передается Лямбда Которая Вызывается Когда Method name Срабатывает До конца Так Но Это Скажем так Просто Обертка А теперь Если у нас Есть Какой-то Большой Интерфейс С Ну там Несколькими Методами И Мы бы Хотели Обернуть Все его Все его Методы Пока что Мы взяли Один метод Но хотим Написать Такой Универсальный Враппер Вот Сделали Функцию Клон интерфейс Которая Прошлась В цикле KeyIn Интерфейс Снейм И для каждого Из них Вызвала Врапфанкшн И вот этот Склонированный Нам вернуло То есть Мы Сделав Такой Вот Клон интерфейс Врапнули Все В нем А если Он будет Большим Ну то есть Если это будет Какой-то Интерфейс Там Библиотеки ФС Или Значит Любая Библиотека Которая Экспортирует Там Целую шару Функций Мы можем Просто По ней Проиторироваться И врапнуть Каждую Из них И добавить Какое-то Поведение Допустим Допустим Можем Там Делать Логи Логировать Там Аргументы И результаты Да Можем Таким образом Ну не переписывая Функции То есть Не Разбавляя Вот это Добавленное Поведение Прямо В ту Функцию Которую Мы Поведение Чьем мы Поведение Наращиваем Мы Таким Образом Пишем Более Скажем Так Более Структурный Код То есть У нас Вот это Добавочное Поведение Написано Отдельно И мы Его Просто Ну как Композируем Скорее Так Вот тут У нас Есть Несколько Интересных Враперов Допустим Врапер Который Оборачивает Функцию В тайм Аут То есть Есть у нас Функция ФН Вот такая И мы Хотим Ее Обернуть Чтобы Если ее Никто не вызвал В течении 100 Миллисекунд То чтобы Случился Тайм Аут И мы ее Не могли Потом вызвать Никогда А тут У нас Мы ее Оборачиваем Тоже В врапер И даем Туда еще 200 Миллисекунд Потом Делаем Сет таймаут С него Вызываем Сет таймаут На 150 Миллисекунд И отсюда Вызываем Две Этих Врапнутых Функции Первый Вызов Случится Второй Не случится Ну потому Что он Уже Затаймаутился Ну и Реализация Тут очень Простая Потому что Мы Должны Для этого Запустить Там Внутри Таймер Если Этот таймер Дойдет До Какого-то Предела То мы Должны Вывести Что он Ну тут Мы выводим Просто Отладочное Сообщение А вообще Мы должны Поставить Какой-нибудь Флаг Или же Забыть Ссылку На функцию Фм Или же Ну тут У нас Мы будем В виде Флага Использовать Саму Переменную Таймер Если Он существует Переменная Таймер Существует Это значит Что Флаг Стоит И Когда мы Вызвали Действительно Уже Обернутую Функцию Мы должны Тогда Клир Таймаутом Снять Снять Таймер Разрушить Его Потому что Уже Она вызвана И Присвоить Сюда Now Что Так как У нас Таймер Еще и Как Флаг Используется Так Ну Точно Так же Мы можем Сделать Сюда Еще Асинхронный Таймаут Теперь Мы Можем Видеть У нас Есть Функция FN Она У нас Не Через Ретурн Возвращает Результаты А Она С Кулбэком И Таймаут У нас Имеет В раппер Таймаут У нас Имеет Такой же Самый Интерфейс Как В предыдущем Случае Но Он Уже Асинхронный Потому что Он умеет Оборачивать Кулбэки Ну И тут У нас Реализован Почти Точно Так же Только Вместо Ретурнов Он Возвращает Эти результаты В колбэк Так Так Сейчас Момент Давайте Это дело Запустим Пятый И шестой О Ну и там И там Одна из функций Затаймаутилась А вторая Вызвалась Так Вот еще Пример Мы можем Сделать функцию Обернуть ее Сделать Ванс То есть Которую потом Можно только Один раз Вызвать Ну Точно так же Это происходит Потому что Мы Как только Кто-то ее Вызвал Ну У нас Вложенная Лямбда И В замыкании Хранится ссылка На fn И как только Функцию Один раз Вызвали Мы берем И этот fn Туда нал Присваиваем И все И больше не можем Вызвать И тут выходим В следующий раз Это все понятно Еще один Врапер Limit Который ограничивает Вызов функции Тут двух раз Теперь можем Сделать функцию Еще Consellable То есть Мы Вот взяли Функцию Добавили к ней Поведение Что она Может быть Consellable Видите Мы ее Теперь первый раз Вызываем Она вызовется Потом вызвали Метод Consell И второй раз Она уже не вызовется Ну точнее Она вызовется Но никакому действию К вызову Вот этой вот Изначальной функции Это не приведет Так Тут есть еще Более Сложный пример Который содержит В себе И врапер Ну да И естественно Функцию Врапер Которой Добавляются Методы Consell Таймаут Лимит И они еще И связываются Все чейнингом Видите Отовсюду Случается Ретурн Врапер И благодаря Этому У нас Получается Вот такой Вот синтаксис Вот как мы Это можем Использовать Есть у нас Функция Фен Мы делаем ее Врапа Фен Через точку Добавляем Таймаут Через точку Добавляем Лимит И еще У нее появляется Метод Consell Ну то есть Вот все Эти Вещи Которые Вы спрашивали А зачем Они нужны Ну вот Видите Мы можем Построить На этом Чейнинге Который При помощи Замыканий При помощи Рекурсивных Замыканий Нам Становится Доступен Мы можем На нем Строить Просто Интересные Синтаксисы Ну удобные Ну да До нашей эры Еще люди Использовали JQuery Там это использовали Сейчас Это у нас что А Ну это какой-то Более Расширенный Пример Как этим всем Пользоваться Оптимизированный Давайте его запустим Ой Это Б Пример Б О Первый Второй Четвертый Восьмой Вызвались Тут можно На самом деле Посмотреть Какие-то из них Должны пройти Эти вызовы А какие-то Не должны пройти Какие-то благодаря Таймауту Какие-то благодаря Канцелу И резьему Тут еще метод Разъем появился Потому что После канцела Можно Возобновить Жизнь функции Разъемом То есть можно Обернуть функцию Кому-то Отдать ее И Когда мы хотим Чтоб нас вызывали Мы сделали Resume Теперь не хотим Чтоб нас вызывали Делаем Канцел По-моему Очень удобненько Ну и тут еще Тротл Мы уже его Реализацию Не будем Смотреть Вы сами посмотрите Если что Что он делает Он ограничивает Вызов функции До Н-ного Количества Сейчас 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 А До одного Вызова В n-ное Количество Миллисекунд Вот тут мы говорим Что функция Fn Может вызываться Раз В 200 Миллисекунд Ну и еще Этот тротл Умеет Видимо Частично Применять Вот этот Value 1 Попадает В Fn Как первый Аргумент Потом В нее Вот Видите В эту Fn Передается В не обернутую Value 2 И в обернутую Value 3 Передается Ну это чтобы просто Мы в этом примере Поняли что оно Действительно работает И Сейчас мы его запустим C Например C Оп Ну тут Видно что Одна из функций Вызывается Чаще А вторая Реже И вот Та которая Затронлена Она вызывается Реже Потому что Мы ограничили Количество В ее исполнении Так Это были у нас Враперы Давайте Наверное Посмотрим Еще На Примеры Мимоизации Кто Знает Что такое Мимоиз Это тоже Врапер И он Вообще В дживоскрипте Я удивлен Используется Достаточно Широко И во фронтенд В дживоскрипте Тоже Для чего он нужен Для того чтобы Для чистых функций Для которых Результат Заранее Предсказуем Если мы ее вызвали Один раз Мы бы могли Где-то сохранить Ее результат И каким-то образом Мы можем Сопоставить Эти результаты Закешированные Результаты С Теми аргументами Которые в функцию Приходят Если нам часто Вызывают функцию С одними и теми же Аргументами Вы бы сразу Из кэша Взяли результаты И дали А функцию Совершенно даже И не вызывали Как это сделать Нам опять Тут нужно Замыкание В которое Мы кладем Кэш Из замыкания Возвращаем Вот такую вот функцию В ней Мы должны Посчитать Ключ От всех аргументов Поискать Может быть у нас В кэше уже Что-то по этому ключу Лежит Если что-то лежит Вернули И вышли А если нет То вызвали функцию Передали ей Все эти результаты Она посчитала Мы положили в кэш И вышли Ну то есть Очень понятная Простая идея Ну тут мы сделали Эту мимоизацию И проверили ее На примере Вот Суматора тоже Ну тут мы еще Проверим ее Немножко На другом примере Мы ее Десять тысяч раз Будем вызывать На примере Фибоначчи Да Ну вот Числовой ряд Кто не помнит То не важно Главное Что это функция Которая Чем больше У нее Число В Аргументе Тем дольше Она работает Причем очень сильно Дольше Вот мы Ее мимоизировали Чтоб показать Вообще Что мимоиз У нас Умеет делать Полезные вещи Так Вот это дело Запустим И посмотрим Что Немимоизированная Такая функция Десять тысяч вызовов Заняла У нас Тысячу девяносто Одну миллисекунду А мимоизированная Пятнадцать Как-то Интереснее Так Но В таких Вот Мимоизированных Функциях Есть проблема Потому что Ну а вдруг Этот кэш Разрастется А вдруг Мы будем Этот кэш Вдруг Мы захотим Мимоизировать Функцию Синус И будем Ей Постоянно Выдавать Какие-то Такие Аргументы Которые Не будут Повторяться Кэш Будет Все время Расти Будет Там Какие-то Гигабайты Занимать Если У нас Джаваскрипт Сможет Дожить До Такого Времени Чтоб Кэш Дорос До Мегабайтов Но В любом случае До гигабайтов До мегабайтов Он точно Дорастет Быстро Но У нас Кэш Еще и Не будет Практически Использоваться Ну потому что Мы каждый раз Новые аргументы Одинаковых Не передаем Поэтому Поиск В кэше Будет Все медленнее И медленнее А кэш Все больше И больше Памяти Сжирать Мы хотим Вообще Ограничить Количество Памяти Которое Ну хотя бы Хотя бы Количеством Ключей Можем Ограничить Количество Памяти Значит Вот тут У нас Этот Меморайз Он имеет Еще и Ленс И когда Мы доходим До этого Ленса То Значит Мы должны Удалять Старые Ключи Из Кэша Но кроме Этого Мы еще И используем Вот этот Мэп Это Голиков Алексей Вам расскажет Про Разные Коллекшены Ну у нас Еще есть Такой Такая Хэш Таблица Которая работает Быстрее Чем Хранение Данных Как ключ Значения В объектах Это New Map То есть Это Хешмап Который Имеет Быстрый Поиск По ключам То есть Если у нас Меморайзированный Кэш Там Разросся Он уже Занимает Там Десятки Мегабайт То конечно Поиск В таком New Map Будет Побыстрее Чем Поиск Внутри Объекта Так Мы еще Можем Сделать Асинхронный Меморайз Я его тут Тоже Написал И Как он Используется Ну вот Смотрите У нас есть Асинхронная Функция Допустим Прочитать Из файла Fs Read Файл Мы ее Сначала Меморайзировали И потом Ее вызываем Первый раз Оно из файла Считается А второй раз Оно возьмется Из кэша То есть Даже Асинхронные Функции Мы можем Меморайзировать Это тоже Очень полезно Единственное Что Нам бы тут Наверное Хотелось В функцию Меморайз Добавить еще Какой-то аргумент За какое время Кэш сбрасывается Ну то есть Он там помнит Минуту Допустим А потом Мы читаем Файл заново Если Мы Читаем его Много раз В течении Одной минуты То Мы один и тот же Видим Подождали Теперь новый Увидим Если он там Поменялся На диске А вдруг Он поменялся Ну Мы можем Конечно Сделать Специализированный Меморайз Который Будет Именно Для Ридфайла Работать Потому что Для Ридфайла Допустим Мы Храним Ключ В котором В этом ключе Имя файла 4 Async.js Написано Но мы Можем Наблюдать За файловой Системой И файловая Система Нам скажет Что О Файл Изменился И нам В этом Кэше Нужно Поменять Значение Но это Уже Будет Не совсем Меморизация Это Уже Будет Такой Файловый Наблюдатель Наверное Мы Это Завтра Послезавтра Посмотрим Когда До ноды Дойдем Такое Так Также Мы Можем Сейчас Почему У меня Тут Перемер С метасинком А В метасинке Тоже Есть Мемайз И Он Наверное Тоже Он Асинхронный Скорее Всего Да Так Так Вот Ну На примере Этого Мемайза Я вам Покажу Один Паттерн Интересный Который Позволяет Нам Сделать Замыкание Вернуть Из Замыкания Функцию Но При этом У этой Функции Будут Методы И Свойства Если мы Это будем Делать Как В тех Примерах Которые Я вам Показывал То есть Мы Делали Бо Тогда Что Мемуайз Точка Кэш Мемуайз Точка Таймаут Там Присваивали Бо Свойства И Мемуайз Точка Сейчас 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 Точка Клеер Добавляли Туда Метод Клеер Или Какой-нибудь Другой Метод Добавляли Гет Или Сет Допустим Могли бы К этому Кэшу Добавлять Тут Мы Что делаем Мы Заготавливаем Прототип Вот Такой Мемуайз Он У нас Пока Что Пустой Мы Наследуем Его От Функции Это Можно Было Вообще Пропустить Это Неважно Эту Строчку Уберем Она Будет Работать Без Нее Дальше Мы Из Замыкания Будем Возвращать Вот Мемуайз Но К нему Мы Будем Добавлять Поля Которые Нам Нужны Но Сначала Мы Эти поля Вместо Того Чтобы Примешивать Через Точку Мы Объединили Все В Один Объект И Теперь Через Object Assign Можем Их Которые Мемозированные Функции Можем Все Эти поля Прицеплять То есть Мы Их Не Через Точку Примешиваем А Целой Пачкой Через Object Assign Но Кроме Этого Мы Туда Еще Методы Хотим Запихнуть А Методы Мы Запихиваем Через Прототипное Наследование Мы Берем Функцию MMI И Делаем Весь Set Prototype Off От Нашего Прототипа Который Мы Заготовили MMI Точка Prototype Сам Конструктор Прототипа Вот тут А Метод Точка Clear Вот тут И Из него This Будет Ссылаться На Что На Функцию Memoized Вот эту На функцию Которая Лежит Внутри Замыкания То есть Мы Ее Передаем В Set Prototype Off Вот сюда К ней Примешивается Все Что Было В Прототипе В том Числе Вот этот Метод Clear А Потом Да Наверное Стоит Ум Строчки Потому Что Наверное Будет Без Нем Ты Меняешь У функции Новый Да У нее Раньше Кубна Type Function Да А теперь Этого Нем Не будет Да Оно Работает Без Этого Я тоже Думал Что Оно Без Него Не Будет Работать Но Короче С Функциями С От Прототипов Немножечко Не так Работает Почему То У функции Все Методы Функции Остаются Хотя Они Вроде Должны Наследоваться От Прототипа Function Prototype Но Они Где-то Там Добавляются В другом месте Надо Спектр Глядь Потому что Это какой-то Желик Конжект У него Да Это Какой-то Магический Объект Он Ведет Себя Немножко Не так Ну Как бы Я Потом Посмотрел Поэкспериментировал Смотрю Что С Наследованием Что Без Наследования Работает Одинаково Ну Вот Такой Ну Зачем Я Такую Штуку Сделал Наверное Это Все Что Ты Сейчас Говоришь Не Пишется Ты Если Говоришь Сейчас А где У нас Тут Кнопочка Буль-буль Он Выключен Момент Как его Включить Непонятно А Вот Да Если Кто Хочет Говорить То Я Теперь Знаю Как это Делать Как А как Выключить Да Включить Могу А выключить Уже Нет Теперь Он Сядет Ну Непонятно Нажимаю На Power Он Не Работает На Подержать Я Уже И Подержал Что Же Да Будем Батарейки Остается Наверное Да Ладно Он нам еще Наверное Пригодится Для вопросов Да Он Нет Он не Выключился Там Где-то Нормальный Конденсатор Стоит Хорошо Так Про Мимоизацию Мы Посмотрели И Следующая Тема У нас Это Давайте Ивент Эмиттер Посмотрим Что У нас Там Со Временем Нормально У нас Еще Есть Полчаса Нам Нужно Успеть Символы Прокси Ивент Эмиттер Это Вполне Успеваем Так Желоскриптовые Примеры Эмиттер Сейчас 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 Наверное Вот сюда Вот Самый простой Ивент Эмиттер Мы можем Сделать Вот так То есть Сначала Давайте Подумаем Что это За абстракция Вообще И для чего Нам она Нужна Смотрите Мы можем Создавать Экземпляры Объекта Ивент Эмиттер И передавать Их В одну Часть Программы И в другую Часть Программы Значит Одна Часть Программы Может Подписываться На события Другая Может Присылать Это событие Можем Передавать В третью Часть Программы Она Тоже Будет Присылать События Или И то И другое И подписываться И присылать События Ну То есть Это Такой Способ Связывания Частей программы, когда они не видят данных друг друга и не могут вызывать функции друг друга, но могут подписываться на ивенты. Третий способ связывания не через данные связываются, не через интерфейсы, не через методы, не через вызовы функций, а через отправку событий. В этом случае, если вдруг что-то в одной части программы поменяется, то другая часть программы будет точно так же, как и раньше, подписываться или отправлять эти события. Единственное, что связанность у них рассыпется, но ошибки не будут лететь. Иногда это нужно. Как мы можем написать такую абстракцию? Давайте сначала посмотрим usage, как ее использовать. Мы можем порождать новый ивентимитр, как обычный объект. Мы ее порождаем, подписываемся на события и имитаем события. Я уже спрашивал, кто понимает, что такое ивентимитр. Почти все. Но вот написать, как бы его можно было написать? Проще всего написать вот таким вот прототипным способом. Сделали конструктор прототипа ивентимитр, там сделали какой-то справочник событий. Дальше у нас событие он. Мы смотрим, если уже что-то есть там в событиях, то берем эти события и пушаем туда обработчик. А если ничего нету, то делаем из этой функции, кладем ее в массив и тоже запихиваем в справочник событий. А когда случается имит, то мы опять ищем по справочнику событий. Если нашли какой-то ивент, то проходимся форычем по этому массиву и все функции, все лисенеры, которые туда были добавлены, все их вызываем. То есть, ну, ивентимитр написать очень просто. Но его хотелось бы как-то написать более компактно. Ну, мы сейчас попробуем и так, и так. Это исключительно в целях учебных мы его будем переписывать, потому что вообще обычно вот такая реализация ивентимитра, она работает и быстрее, и понятно, что она делает. Но вот тут вот у нас тоже ивентимитр. Ну, сделанный просто на замыканиях, абсолютно без прототипа, без класса, без ничего. То есть, у нас эмиттер это функция, внутри которой... А, нет, тут мы немножко не то делаем. Тут... Да. В этом примере мы берем из стандартной библиотечки ивентимитр и расширяем его интересной функциональностью. Сейчас я покажу какой. Так, так, так. Мы теперь делаем тут событие, звездочка, и можем писать, он звездочка, и какое бы событие никто не... кто-нибудь там не имитнул, то все равно случится вот эта лямбда. То есть, мы теперь можем делать такой листнер, в которое имя события сначала приходит, а потом данные приходят. Ну, то есть, тоже интересная функциональность. Так. А теперь попробуем сами реализовать без библиотечки ивент, сами реализовать ивентимитр без прототипов. Значит, мы... Первая идея, что мы делаем функцию ивент... эмиттер, в ней в замыкание кладем справочник событий и возвращаем отсюда объект эмиттера. Сразу объект эмиттера с двумя методами, он и эмит. Ну, так как у нас теперь это в замыкании, то у нас теперь справочник событий отсюда виден, и мы практически полностью код, который он и эмит, скопировали из прототипного способа. Но у нас есть еще и вот такой способ написания ивент эмиттера. Ну, это почти двумя строчками, тремя строчками. Тут мы справочник событий кладем в аргументы, потому что нам где-то нужно его объявить. Ну, как бы, вот то, что я сейчас показываю, это не то, чтобы этот код прямо нужно было вот в таком стиле писать в ваших проектах. Я сейчас потому что покажу, как его можно расширить. О! Тут мы сразу имеем такой ивент эмиттер, у которого есть все методы, которые нам нужны. Он для того, чтобы подписываться, имит для того, чтобы присылать события. Ванс — это чтобы подписаться на один раз. Видите, он там внутри делает тоже вызов она и делает ремов, чтобы снять себя с подписки. Но так как, когда мы вызываем ванс, то мы не само это событие, вот оно сюда приходит, сейчас, 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 вот, функция f — это та функция listener, которая должна садиться на это событие. Мы не ее вешаем через он на событие, а собственную лямбду. Вот она, вот эта лямбда. И получается, что remove не снимет нам функцию g, потому, ну, в смысле, потому что мы не свою функцию клали, в смысле, не ту, которая нам приходит в аргументы функция, а свою функцию клали. Но тут эта штука тоже, этот случай тоже разрулен, потому что мы еще имеем специальный справочник, который ставит в соответствие те функции, которые нам присылает через он для подписки на события пользователь и наши функции, которые, которыми мы заменяем, которые вот ванс навешивают туда. полностью разбирать этого я не буду, потому что это займет очень много времени, как это именно работает. Небольшое уточнение. В этом все эти реализации подходят только для теста, потому что продакшен версии, они все опасны, все эмиты синхронны, и ты, даже подписывая изнутри события, просто делая новый subscribe на этот эмиттер, можешь его таким образом зациклить, и все следующие получатели никогда не получат новые события, например. Ну да, продакшен эмиттер это писать на службе. Ну да, то есть, как бы самая простая реализация, ну скажем так, в каких-то случаях мы можем сделать легковесную реализацию эмиттера, и нам подойдет вот такая, да, она не полная, но цельный полный эмиттер нам, может быть, не везде нужен. Мы можем сделать вот такой вот упрощенный, он будет чуть побыстрее работать, но мы можем как минимум, сейчас, сравнить стили кода, вот такой код, у нас тут, да, ну еще посмотрим, какие методы есть, remove понятно, что делает, clear удаляет все подписки на события с именем n, count выдает количество подписок на события с именем n, listeners выдает склонированный массив со всеми подписчиками, которые свои функции навесили на события с именем n, а names выдает все имена событий, которые сейчас хоть кто-то подписался, ну вот такое. Ну и пользоваться этим, вот как обычно, мы в эмиттером, вот тут написано целая куча примеров использования, и все они работают, нормально проходят. Но мы имеем вот такую версию эмиттера, видите, какая она длинная, вот, потому что тут, ну, тест такой же самый, примеры использования такие же самые, но в ней куча, ну, она тоже написана не через классы, не через прототипы, она тоже написана в функциональном стиле, но она кучу всего еще умеет. Ну, тоже разбирать там полностью, как она работает, мы, наверное, не будем, но кто хочет, может посмотреть. То есть, вот, такой стиль, он, как бы, более многословный, но, во-первых, он более, лучше читается. Вот, как бы, а этот концептуальный и, как бы, внушительный такой, да. Так, если есть по эмиттерам какие-то вопросы, вы можете позадавать. По-моему, это очень простая абстракция, но у нее есть подводные камни, конечно. Так, идем дальше. Сейчас, сейчас, символы и прокси. У нас еще есть достаточно времени, чтобы... Сначала, наверное, начнем с символов. Скажите мне, кто у себя использует символы в JavaScript? Так, а кто знает, что это такое? Ага, хорошо. Так. Ну, так как не все знают, поэтому начнем с самых простых примеров. Короче, символ, новый символ порождается вызвом вот таким символом, скобочка-скобочка. Ну, не нужно писать не у символа, ну, вот так вот придумали. Но символ все равно пишется с большой буквы. Как будто бы это класс, да, но без нее. И сюда можно еще имя символа передать. Ну, имя, на самом деле, оно чисто символическое у символа. Потому что два символа с одинаковым именем – это два разных символа. И два символа без имени, вот такие вот, это тоже два разных символа. Ну, тут мы, собственно, показываем, что они будут разными, да. Если это запустить, то оно скажет, что вот они разные. И даже если вот символ просто name, то оно тоже будет разным. Так, что у нас тут? О, а тут всякие особенности, связанные с символом и его использованием. Дело в том, что символный тип необходим для того, чтобы мы не испытывали коллизии имен. То есть у нас есть вот объекты. Вот, допустим, такой объект. И из одного части кода мы в этот объект добавляем какое-то свойство. Из другой части кода добавляем там другое свойство. Где-то добавляем туда какой-то метод, где-то добавляем какой-то флаг. Тоже как-то его называем. И вот разные части кода, записав туда под одним и тем же именем, они будут работать, получается, с одним и тем же свойством. И могут друг другу помешать. Может такое оказаться, что у нас нужно... Ну, вот пришел к нам какой-нибудь там сокет, или какой-нибудь там тег из дома пришел, или ивент-эмиттер чужой пришел, или, допустим, какой-нибудь там экземпляр какого-то класса. А мы его хотим в нашей части кода пометить своим символом и записать в этот символ какое-то дополнительное свойство. Чтобы никого ничего не испортить, чтобы не войти в коллизию с какими-то методами этого класса, от которого инстанцирован объект, или же с чужим кодом, мы создаем новый символ и можем... Сейчас скажу, через какой синтаксис добавлять туда его. Вот, смотрите, вот через такой. Мы создали символ name, присвоили его в key. А теперь в object1, в key, обратились к ассоциативному массиву, и по ключу key записали тогда антоним. И вот эта запись, она никак не войдет в конфликт вот с этой записью. То есть тут будет символ называться name, и там будет написано Маркус. У нас есть еще один символ, который называется name, и там хранится Аурелиус. А у нас есть еще третий символ, который тоже называется name, и там антоним хранится. То есть может быть с одинаковым именем много символов. Почему он так работает? Потому что каждый раз, когда порождается новый символ, создается новый объект. И у объекта есть, естественно, на него ссылка, и ключом является ссылка на объект. Ну, каждый инстанс этого объекта имеет разную ссылку на себя, правильно? Но в обычных объектах мы не можем в виде ключа использовать другой объект. То есть мы не можем создать экземпляр какого-то другого объекта и использовать его как ключ к нашему объекту. А символ можем. Вот с символом такая штука, что его можно куда угодно добавлять. К функциям, к объектам, к ареям. И мы никаким образом не вступаем в конфликт имен. Вот такое. Ну, то есть очень простая штука. Сейчас вот второй пример я запущу. Видите, тут у одного объекта сразу раз, два, три, четыре символа с одинаковым неймом. А нейм там используется чисто как хинт для нас, чтобы нам подсказать. Желательно их, конечно, тоже делать уникальными, но не важно. Даже если они будут разные, то все у нас будет работать. Значит, если мы сделали символ и сделали у него typeof, то оно нам отдаст символ. То есть это отдельный, абсолютно независимый тип данных вообще. То есть это базовый тип джаваскрипта, символ. Так. Теперь тут мы что делаем? Сейчас, сейчас, сейчас. Момент. Тут мы доказываем, что два символа. А, вот что мы тут делаем. У символа есть еще таблица символов, в которой мы можем искать их по имени. То есть это называется глобальный реестр символов. И вот если мы ищем в нем, то такой символ for name, ну, можем взять из глобального реестра. Так. Момент. Сейчас давайте этот третий запустим. И будем его сравнивать с его выводом. Так. Первое, что вывелось... Нет, надо clear делать. Так. Первое, что вывелось, что символы, взятые из глобального реестра, действительно одинаковые. Символ 1 и символ 2 тут равны. Мы не просто сделали символ name, а символ for name. В этом случае мы 1 взяли. Дальше. Символ 1 вывели, потом символ... Почему-то там внутри... А, вот. Сейчас. Вот такое. Этот мы взяли, сделали новый, а тут мы взяли из реестра. Да, и их тоже вывели. Ну, они при выводе на экран просто выглядят одинаково. На самом деле они разные, вы понимаете. И... Дальше вот сравниваем... Символ name и символ for name. Так, так, так. Они false. А если символ for name и символ for name, они будут true. Ну, все понятно. Такс. И, в частности, где у нас символы используются, это в протоколе итерируемости. Это, наверное... Алексей Голиков же будет об этом говорить, да? Я сейчас... Ну, да. Я сейчас, наверное, тогда я в это не углубляюсь, потому что у тебя эта тема есть. Ну, наверное, так, чтобы прощупать аудиторию, поднимите, пожалуйста, руки, кто знает, что такое протокол итерируемости. И... Ну, символ итерейтор, да, который маркируется символ итерейтором, да? Так, ну, короче, нужно будет эту тему тогда поглубже рассказать. Так. Момент. Что мы еще от символов забыли? Так, тут уже много кодов. Это мы все... Инстансов, да, вы забыли? А? Инстансов, да, вы забыли. Но символ можно использовать. А, ну, да, да. Инфигуратор хороший. Да, да. Такс. Сейчас момент. Мы сейчас пойдем в другой репозиторий, где у нас символы используются. Момент. И он у нас называется прокси. Вот. По-моему, у меня там используются символы. Давайте поищем. Нет. А где они у нас... А! В этих самых... В... В пулах. В пулах объектов. Вот. Там будет пример с символами, такой, скажем, жизненный. Где они реально нужны. Потому что так, казалось бы, вот, ну, странный объект. Пространство имен, ладно, там, ну, можем как-то договориться и просто по-разному называть. Ну, не всегда. Такс. Теперь еще про прокси. Поднимите руки, кто слышал про прокси. И кто его реально использует. Ага. Хорошо. А кто слышал про револкабл? Ок. Ну, я сейчас быстренько обзор на это. Я думаю, что за 10 минут мы успеем уложиться, чтобы мы сделали через 10 минут перерывчик. И потом перешли к структурам данных. Потому что у нас после всех этих базовых штук, следующая вещь, это моделирование данных в памяти. О чем вот Алексей Голиков дальше будет рассказывать. Так. Прокси. Прокси это обертка. Обертка, универсальная обертка, которая может использоваться с функциями, с объектами, с классами, с чем угодно. Когда мы создаем, допустим, ну, какой-то instance чего-то, вот data. Это у нас объект. Передаем его в прокси. Делаем new прокси. И получаем вот объект такой person. На самом деле, что происходит? У нас теперь person ссылается на data. Если мы меняем один или меняем другой, это одно и то же, получается, меняем. Но они друг другу не равны. То есть, person и data будут не равны друг другу. Просто все запросы к person будут пробрасываться к data. То есть, получается, что прокси внутри себя хранит ссылку на data. А когда к нему приходят какие-то чтения свойства, или, значит, нужно проэтерироваться по data, или нужно, значит, удалить какое-то поле, он все эти запросы будет пересылать в data. Но, кроме того, прокси еще позволяет перехватывать все эти запросы. Это примерно то же самое, что getter и setter. Так, про getter и setter кто не знает? О, слава Аллаху. Это, значит, у прокси это, считайте, что такое getter и setter, но для всех абсолютно свойств объекта. Ну, то есть, мы не на каждый отдельно добавляем обработчик, а на все сразу можем добавить. И какое-то поведение будет у них общее, а какое-то может быть уникальным. Ну, то есть, если мы добавим getter и setter к каждому конкретному. Так, ну вот примеры с getter и setter. Тут все понятно. Такой же пример с прокси. То есть, у нас первым аргументом в прокси передается объект, который нам нужно вратнуть, обернуть, а вторым аргументом нам передается объект, у которого есть метод get и метод set. И у него, естественно, аргументы. Над каким объектом мы выполняем обертку и какой ключ мы оттуда хотим getнуть. И мы это дело пробрасываем вот на этот объект. Точно так же мы это пробрасываем и в пресете. Только при сете мы еще должны обязательно вернуть true, иначе JavaScript подумает, что мы хотим запретить преслоение. Вот такое, ну, запретить проброс. Ну, тут мы можем посмотреть, что оно действительно будет пробрасывать, но плюс к этому еще и перехватывать, и мы будем это выводить на экран. Вот, видите, тут происходят перехваты, get и set, и мы выводим на экран какое имя поле, какое значение перехватывается. Но перехватчики бывают еще другие, кроме getRFsetter, еще и hs. Когда, ну, кто-то хочет узнать, есть у нас такой в объекте ключ или нет. Мы ему тоже можем, допустим, не только в объекте посмотреть, а еще с чем-нибудь сравнить. Или, допустим, у нас есть какой-то список запрещенных полей, которые, значит, никто не должен видеть. Мы берем и смотрим, что если key равно h, хотя там h есть внутри. Ну, если кто-то будет спрашивать, а есть ли, а мы говорим, нету. Точно так же мы можем перехватывать delete. И можем запрещать удаление, допустим. То есть кто-то потом из date, точнее, из person удаляет name, а он ни из person не удаляется, ни из date не удаляется. Так. Еще есть перехватчик oven keys, который, собственно, позволяет, ну, если кто-то у нас запрашивает, какие ключи есть не вообще у этого объекта, а именно у него. То есть не пришли к нему по цепочке наследования, а конкретно у него какие ключи. У него name, city и born есть. А мы тут берем и фильтруем это. То есть все поля, которые начинаются с подчеркивания, мы говорим, нету их. И сейчас. Оп, видите, только два видно. Так. Кроме того, мы можем еще через прокси, о чем обычно народ забывает, оборачивать функции. Ну, забывает, потому что функции-то можно оборачивать при помощи функции оберток. Но тут вот у нас есть функция max, мы можем показать, что мы через прокси ее тоже спокойно оборачиваем. Тут есть метод apply, и, в принципе, вот мы перехватываем. Сюда в target будет приходить, какая именно функция обернута. Контекст это у нас. Сейчас, 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 сейчас. К чему эта функция прибайдена? Ну, то есть она же у какого-то объекта могла вызываться. В данном случае она не будет у объекта вызываться. Но если вдруг мы сюда будем передавать функцию, которая забайдена на объект, то мы ссылку, вот context, это this, который в байнде был привязан. Ну, и сюда аргументы все пришли, как массив. Тоже мы вот это дело перехватили. Так. Ну, все, с проксами все. У нас осталось 3 минуты. Давайте вопросы. На практике прокси. Ага, хорошо. Значит, давайте мы сейчас быстренько, мы в 3 минуты не уложимся, ну, 5 минут, наверное. Так, так, так. Я найду среди своих примеров, где используется прокси. О, транзакционные объекты. Шикарный пример. Смотрите. Так, ну, это примеры, так, так, так. Вот, транзакция. Сейчас сразу пример использования. Ну, что такое транзакция, все понимают? Так, кто не понимает, что такое транзакция? Все понимают? Отлично. Смотрите, вот мы взяли объект data. Ну, вот, транзакция в базе данных-то, вы понимаете. Ну, а кто же видел транзакции в оперативной памяти? Ну, вот мы в JavaScript, в оперативной памяти, можем при помощи прокси сделать транзакции. Вот, взяли data, положили ее в транзакцию. Transaction start, и туда положили data. Вы получили оттуда объект transaction, и теперь у этого транзакцина мы можем менять поля. Вот тут меняем. Name, born, поменяли. Другие значения дали. Ну, там, это отладочный вывод. Мы просто выводим, что у нас в date, что у нас в transaction. А потом делаем transaction commit. Во время transaction commit, все, что в transaction мы меняли, попадает в date. Ну, то есть, после transaction start у нас случается прокси, но при этом объекты не связываются. Ну, то есть, не как в обычном прокси, когда у нас насквозь все запросы проходят. А мы их перехватываем, эти запросы, и накапливаем в date. И потом у нас эта дельта есть, и мы ее можем сделать commit или rollback. То есть, мы можем взять какую-то часть нашего, значит, структур данных в оперативке, обернуть их в транзакцию, поменять, а потом, допустим, откатить. Или, наоборот, применить. Или забрать одну дельту только. То есть, вот мы забрали дельту и переслали эту дельту куда-нибудь в другой кусок приложения, чтобы ее накатила транзакция на сервере или в другом модуле. Вот, короче, тут пример и с commit и с rollback. Тут вот мы поменяли год рождения ему, а потом rollback сделали, и при rollback просто стирается дельта. Ну, если мы будем, вот внутри транзакшена поменяли год рождения, и из транзакшена мы читаем до rollback, там будет измененный год. И этот год читается не из объекта дельта, а из дельты. Ну, из вот этого вот логоизменения. То есть, у нас практически тут как в sub-bd есть какой-то вот, значит, буфер, в котором хранятся изменения этой транзакции. Мы можем... Так, тут показываются проблемы транзакции, потому что мы можем поля оттуда удалять, во-первых. А во-вторых, какая-то тут еще была такая проблема. Сейчас я подумаю. А, вот. Проблема с тем, что если мы этой транзакцией делаем консоль DIR, то получается не тот результат... Ну, так прокси работает, это особенности использования прокси. Какой-то пример третий. Сейчас покажу проблему. Так, о. Ну вот, случилась транзакция. А мы делаем консоль DIR, и мы поменяли какое-то поле. Я не помню, там какое-то поле поменялось. А при этом видим, как будто бы все то же самое, как будто нету изменений. Вот консоль DIR не показывает изменений. Это уже нехорошо. Но если мы будем идти в цикле по полям... Сейчас, 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 сейчас. А почему-то оно там не выводит нам. Это очень странно. Ну, короче, если мы будем идти в цикле по полям, то и каждое поле по одному читать, то там, конечно, GET и SET, ну, GET, он нам будет из дельты выдавать. Так что все хорошо будет. А вот если... А, это третий пример, да. Сейчас, сейчас, сейчас. Дескриптор. И где у меня тут дескриптор? Момент. Сейчас. Давайте возьмем сразу пофиксанную. Да, вот это сразу пофиксанная транзакция. Ну, сильно много времени у нас на них нет. Ну, вы можете все эти транзакционные объекты посмотреть из репозитория. Или, если останется время, я их вам разберу код. Они не сильно простые, потому что, видите, в них вылазят разные проблемы и особенности работы с прокси. Единственное, о чем я тут хочу еще точно сказать, чтобы вы знали, что еще у прокси есть такая штука, как proxy.revolkable. Что он нам дает сделать? Вот мы дейту обвернули. И у нас появилось два объекта. Один прокси, а один функция.revolk. Теперь мы взяли этот прокси, отдали какому-то другому модулю. Он там с ним работает. И тут мы хотим отобрать этот прокси. Но мы же не можем ему сказать, что, типа, давай забудь эту ссылку. Но у нас осталась функция revoke. И на самом деле у нас прокси имеет, с этой функцией он связан. И вот если мы вызовем функцию, то прокси это же обертка, и у нее там есть флаг. И вот функция revoke ставит этот флаг, и потом все. Тот начинает работать с объектом, а ему все exception летят, потому что он говорит, все, объект отозван. То есть только что они были синхронизированы, а сейчас они уже отозваны. Так, вот сейчас мой revoke был запустен. Это пример B. О, видите, exception летит. Только туда хочешь обратиться, а все, уже связь разорвана. И тут какой-то большой есть пример транзакционных этих объектов, который умеет все делать. И он и итерируем, и у него нет проблемы с удалением полей, потому что если вдруг мы из транзакционного объекта удаляем поле, нам нужно не просто в дельте держать новое значение, а еще где-то записать, что если кто-то хочет читать из этого поля, мы в дельте не найдем никакого значения, но мы зато найдем его в изначальном объекте. И оттуда мы должны игнорировать его. Ну, то есть вот куча всяких вот особенностей с транзакционными объектами. Вот самый полный пример это вот это c-good. Значит, смотрите, практически все примеры кода в моих репозиториях, они состоят из сначала такого циферки или буковки, это чтобы они в правильном порядке номеровались, а потом, значит, что он делает. Вот вы будете смотреть, когда я вам пришлю ссылки на эти репозитории, и практически любой из репозиторий открываешь, и вот так вот в той последовательности, в которой они отсортированы, они чуть-чуть изменяются. То есть мы сначала берем самый простой пример, его наращиваем, наращиваем, с какой-то проблемой сталкиваемся, ее решаем, и в конце имеем там уже, скажем, какой-то оптимизированный или хорошо сделанный пример. Так, что у нас по времени? У нас еще есть чуть-чуть, буквально там 4 минуты на вопросы, а потом перерыв делаем. Сейчас, перерыв на сколько делаем? А, это нам, нас должны будут покормить, наверное, в этот перерыв. Я так понял, да? Спросите, Леш, у организаторов, наверное, нужно будет делать перерыв там. Спроси, на сколько. Насколько делать перерыв. Да. Универсальный врапер, да. С символом. Смотрите, у нас будет пример с объектным пулом. Кто знает, что такое объектный пул? Ну, вот программисты, кто работал с какими-то ООП языками, ну, это один из паттернов, порождающий паттерн программирования, который позволяет нам сэкономить на инстанциировании. И вот из объектного пула можно там порожденные объекты забирать и отдавать. И вот представьте себе, что у нас есть пул каких-то сокетов. Один пул сокетов и другой пул сокетов. У нас в программе прикладной программист может из одного пула брать, а в другой отдавать их. В этом случае они будут уменьшаться в одном, а в другом накапливаться. И мы можем сделать свойство символ, которое никому не будет видно, оно не будет находиться внутри, собственно, самого сокета. То есть сокет порождается там от какого-нибудь фабрики сокетов, или там класса сокетов, или прототипа сокетов. Но у него не было такого свойства, которое знает, к какому именно пулу он относится. Один пул своими символами метит, второй пул своими символами метит. Оба пула унаследовали от одного и того же пула. То есть когда мы порождаем новый пул, он там внутри создает новый символ. Каждый раз новый, и он с одним и тем же именем. И он уникальный каждый раз. И получается, что каждый пул, когда он создался, у него есть свой символ, и он может свои сокеты метить, которые порождал и отдавал. А ему кто-то отдает сокет не из своего пула. Он говорит, не возьму. То есть это универсальный способ делать идентификаторы. Флаги. Какие-то флаги, которые не мешают другим. То есть мы не меняем структуру. Да. Может еще оказаться такое, что у нас из этих пулов, или из каких-то других абстракций, есть несколько каскадов. И у нас есть, допустим, мы от одного и того же класса пул сделали несколько инстансов. Один, второй. Один инстанс это пул сокета, а другой инстанс это пул сокетов, которые находятся там в состоянии connected. и то, и то пул. И мы сокеты из одного пула в другой перекладываем, но при этом не должно случиться все равно конфликта имен. Ну вот такая штука. Да, это просто для того, чтобы делать уникальные идентификаторы, которые мы точно знаем, что никто никогда не придумает такого названия. Ну, чтобы не делать там с подчеркиванием, там или с какими-то пятью подчеркиваниями. Такое. Ну вот будут у нас примеры с пулами, и там будет реальный кусок кода, где можно будет посмотреть, где это реально нужно. Ок. Так, еще какие вопросы? У нас еще минут 10-15 есть. А, еще не привезли еды. Хорошо, давайте... Так. Чего у меня еще было в плане до обеда? Сейчас, сейчас, сейчас. Давайте я вам покажу какие-нибудь кусочки кода. Более такие прикладные. О, я забыл рассказать о композиции и функции. О композиции и суперпозиции и функции, хотя это вообще тоже в начале должно было быть. Так, смотрите. Это просто страшные слова. Ну, это термины. Примерно такие же, как, допустим, они сами не объясняют этот объект. Как спрашивают, сынок, почему у тебя вещи по комнате разбросаны, все на полу валяется? Гравитация вам. И точно так же говорят там, это у нас вот, это функторы, а вот тут у нас суперпозиция. Пугают терминами. На самом деле все очень просто. Когда у нас в... Ну, как бы, есть несколько функций, мы их хотим объединить. Если мы их пишем в виде экспрессиона, просто экспрессиона, и присваиваем в другую переменную, сразу же происходит вычисление, и результат присваивается в переменную. А если мы хотим их объединить, но чтобы вычисления не произошли, то это называется композиция. Мы из нескольких функций делаем одну. А суперпозиция, это когда мы просто результат, который вычислился одной функции, передаем как аргумент в другую, она тоже что-то вернула, мы передаем как аргумент в третью и так далее. Ну, тут на самом деле, в этом примере я показываю только экспрессионы, и показываю очень интересную вещь. Я все операторы, которые у меня вообще нужны мне в программе, взял и позаменял их функциями. Я сделал функцию INC, инкрементации, add, multiply, divide, log, также сделал функцию if, даже чтобы тернарный оператор не использовать, и функцию loop. И теперь, видите, у меня есть expression1, он написан при помощи вызова функций и операторов. А теперь я его же переписываю просто с вызовом функций, просто для того, чтобы показать, что в принципе можно написать все просто на вызове функций, на объявлении функций, вызове функций. Вы скажете, что ты же там до этого же эмулируешь через операторы. Ну, так на самом деле, как бы не то, чтобы я эмулировал функции через операторы или операторы через функции, все равно они потом станут инструкциями процессора. То есть, когда мы говорим о вот таких, абстракциях такого уровня, вот как тут, как уже в скрипте, то они там уже тысячу раз эмулированы одна через другую. То есть, у нас там огромное количество слоев произошло эмуляции. У нас есть, собственно, вот то, что я понаписывал, функции через операторы. Потом V8 ловит этот синтаксис и преобразовывает более низкоуровневые операторы. Ну, то есть, это же виртуальная машина, которая, эти операторы, они напрямую в инструкции процессора же не мапятся. А потом, естественно, процессор ловит эти инструкции и преобразовывает там их в микроинструкции. То есть, там огромное количество этих слоев. Ну, не знаю, наверное, там десятки раз минимум преобразовывается. Поэтому все оно эмулировано. И нас интересует только вопрос синтаксиса. То есть, нас интересует дойти через вот эти вот абстракции и через обертки, через эмулирование, но таких абстракций, на которых нам удобно писать бизнес-логику. Если нам удобно сделать чейнинг или удобно сделать какие-нибудь там композицию, ну, вот мы придумываем такой синтаксис, который нам позволит интереснее писать. Но мы видим, что хоть и можно написать только на одном вызове функции, то есть, все абстрагировать, чтобы у нас была вообще одна абстракция, функция и больше ничего. Можем написать любую программу, но синтаксис будет не очень не очень удобным. Все-таки операторы как-то интереснее в плане синтаксиса. вот тут видите и if-ы, и где-то лук тут был, пример тоже с лупом и так далее. Так, а вот пример с композицией. Вот смотрите, у нас было две функции f1 и f2, а теперь мы хотим из них сделать третью функцию, которая будет какой? Значит, сначала f1 исполняется над x, а потом f2 над результатом f1 исполняется, да, то есть, мы из двух функций делаем одну. Вот пример. Был у нас uppercase, о, в смысле, да, был у нас toUpperCase, это метод стринга, и это самое, и capitalize, да, и мы, если просто так пишем, вот, делаем такую функцию uppercapital, ну, мы ее тут делаем через кучу всякой лишней вещи, через там регулярные выражения и методы стринга, можем без этого делать, но вот мы ее вызываем над строкой, вот у нас есть строка Mark Avrili, вывели строку, вызываем теперь lower, Mark Avrili будет написано маленькими буковками, теперь вызвали uppercapital, оно сначала буквы сделано маленькими, а потом подняло их, ну, первые буквы в каждом слое подняло до больших, теперь то же самое хотим сделать через композицию, у нас есть две функции, одна lower, а вторая upper capital, это две операции, которые раньше были независимые, а мы их объединяем в одну, у нас теперь есть функция capitalize, вот так, и мы туда передаем строку, понятно, что она сначала все буквы опускает, а потом находит слова, и в них поднимает большие буквы, понятно, что это она делает неоптимально, потому что вообще можно было бы наверное пройтись в цикле по всем буквам, и каждую букву переложить в другую строчку, так как нам будет удобно, но мы тут иллюстрируем, что две функции композируются в одну, но тут еще она не полностью так срабатывает, потому что вот такая композиция, она очень примитивная, мы только две функции можем скомпозировать, а нам бы хотелось скомпозировать любое количество функций, и чтобы еще у них было любое количество аргументов, для этого мы чуть-чуть расширяем это дело, ну, как минимум сначала расширяем аргументы, их REST оператором забираем, ну, и вот так вот их передаем в первую функцию, но гораздо интереснее скомпозировать произвольное количество функций, мы точно так же REST оператором забираем все функции, которые приходят в Compose, потом забираем все аргументы, которые сюда приходят, а потом используем REDUCE, как работает REDUCE, кто не знает, это хорошо, то есть мы итерируемся по массиву функций, и все время применяем результат предыдущей следующей функции, и все, таким образом вот мы скомпозировали тот же самый capitalize мы скомпозировали из трех, из TRIAL, LOWER и UPPER CAPITAL, ну вот как это наверное это завтра у нас и синхронность завтра завтра мы эту концепцию расширим о не в воскресенье мы ее расширим до того, что мы скрестим композицию функций с асинхронным программированием, ну введем естественно туда колбейки и значит сможем асинхронные функции тоже композировать, чтобы две асинхронные функции, одна файл читает, другая там допустим гвази обращается, третья что-нибудь с диска читает, и вот нам нужно их скомпозировать параллельно или последовательно и тоже можем вот идею значит функционального программирования скрестить с идеей композиции функций в смысле с идеей асинхронного программирования и получить интересную абстракцию для работы с асинхронностью которая во многом будет давать хороший синтаксис потому что опять-таки у нас все вот эти вот техники программирования они нам нужны исключительно для того чтобы довести синтаксис тех абстракций которые мы строим до того чтобы нам было удобно писать предметную область где-то удобно писать предметную область асинговейта хорошо где-то удобно на колбэках где-то удобно композиции функций у нас должно быть все это в наличии и кроме того ну завтра мы попробуем показать как сделать так чтобы у нас код который использует разные астракции синхронности еще и работал друг с другом потому что сейчас уже нет той проблемы что там люди делают какие-то сильно большие вложенности промисов или сильно большие вложенности колбэков они берут там 10 разных кусков программы пишут их в разном стиле а потом оно вместе не работает ну или как-то нужно это переписывать а переписывать как ну берут и в интервиттеры ставят и между ними там события передают как-нибудь так и сейчас уже конечно есть более интересные способы есть адаптеры асинхронности как промисифай и колбэкифай там ну а вот с композиции что делать с композиции тоже нужны свои адаптеры туда-сюда все это делать ну завтра это мы послезавтра расскажем так еще какие вопросы будут там кормят нас еще не кормят ну я сейчас еще могу вынуть и предъявить так какие-нибудь интересные ага а тогда на сколько времени не сказали ну я думаю что наверное полчаса которые собственно хранят упорядоченные или неупорядоченные наборы данных и обеспечивают какой-то доступ русскрипчат базовыми есть коллекции это массивы которые ареи сами объекты являются словарями есть настоящие словари с некоторых фор которые мапы и сеты и есть еще type trace который там целый набор низкоуровневых массивов для работы с двоичными данными собственно простой пример массива работы с массивом я думаю все это вы знаете а здесь можно спрашивать как пользоваться массивами я думаю все умеют если у вас какие-то вопросы сразу руку поднимайте алексей кизальевич я не понял пожалуйста может из айдей это вебшторм это вебшторм у нас там view и презентация в фильме я туда мы с вами не выбрали там вексе идея ух ты нет 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 посмотрели можно закрывать ну что такое слайз все понимают что он делает что он делает операции какие-то что непонятно какие-то операции спасибо да все же ясно можно выполнить и посмотри презентацию очень большой а вот он выбрал минус жрет жрет и видим дата слайсов и слайсов это у нас массив он преназывается RA он не является канонической реализацией RA как во всех языках принято с фиксированной объемом памяти с индексированным доступом собственно который по смещению просто быстрый для нас скрепчает динамический массив с такими же ключами производные длины работает примерно как объект работает почти как объект да почти как сарабочник но если делать на какие-то старые операции то оптимизируется собой массив массив а имеет значение как его объявлять для того чтобы массив был икерируем или он всегда икерируем массив всегда икерируем если его не ломать не ломать специальным образом вроде сетпототайпов которые Тимур пытался показать раньше ну и если это массив вообще потому что например в браузе домара который там изучает какие-нибудь методы вроде ну к примеру у нас есть небольшая проблема то что вы сейчас говорите оно не будет писаться мне очень страшно сейчас а это видео потом выложится да выложим но кстати если мы будем на этот микрофон говорить оно все равно в камеру не будет писаться поэтому я даже не знаю что с этим делать ну ничего в общем наверное Алексей должен повторять вопросы которые или все репети которые чтобы оно писалось я в этом моде не ориентируюсь давай возьмем вот это о вторая простая конструкция которой собственно все знакомы это сам объект который на самом деле является словарем он же ассоциативный массив соответственно хранит пары ключ-значения единственное его отличие от настоящего ассоциативного массива то что ключи в объект всегда являются строками и всегда преобразуется если вы передаете не знаю объект то у него выполнится стринг и потом задает ключок и будет написано обзор у всех ключей соответственно это будет все прямее вот ключами могут быть также символы видим все реализационные нужны какие-то пояснения можно можно да ну 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 двигаемся к маму с чем вы 8 там нам 8 нужен для сериализации или с чем-то в этом примере еще есть пример сериализации его как глагичных данных собственно 8 это вот хорошо умеет ну машу не понятно давай что не ясно все давай по строчкам пройдемся это быстро спрашивает спрашивает что такое вот V8 почему V8 сериалайз используется это уже спросили построчно первая строка мы запросили ФС сохранили его себе в примере вторая строка есть встроенные либо V8 которая доступна нам по умолчанию всегда то есть мы не должны так подробно вот так вот говорить или же подробно да по шагам да ну окей создали символ который будет именем файла создали объект называется хэш вопрос символ в данном случае почему он const почему я не написал let символ не надо не надо потому что символы они immutable зачем они дальше они immutable вообще они так так собственно привилер билет с ключом который строчное значение и ключом который символ другой способ поместить ключ внутрь словаря через точку третий способ через квадратную скобку и так тем же образом символами работает драйм Весело от того, как я написал, результаты у меня одинаковые, то есть hash1k, hash1k плюс 3, кстати, не одинаковые. И чай. Да. А, не одинаковый, он, собственно, по той причине, что у тебя цикл, который forIn не итерируется по символам, если я правильно помню. Так, вопрос какой был? Да, ну, почему используется forIn? Ну, я правильно понимаю, твои уже не только собственные свойства, но и свойства всех прототипов? Да. Нам нужна проверка KSO. Надо линтер. Ну, совсем не обязательно, на самом деле. Может быть, мы хотим проверить все. С самого верха. Чем делать проверку hash1 property, лучше сместить. Если нам нужно всегда только в property, лучше сразу кейт получить. То есть сделать forConstq, hold, object.kiz. Ну, вот что мы, собственно, и делаем дальше. А там чуть выше, мы же видим, что hash1, он ни от кого не наследует. У него только собственные свойства есть. Что тут все хорошо? Ну, и свойстволочек-то. Ну, свойстволочек-то. Ну, свойстволочек-то. У меня задолженность. Потому что делать курс там не anymore, да? Ну, в forIs по ним не будет ходить. Да, потому что не anymore. Да? Большое. Это то, каким объектом его скрипта должен был быть с самого начала. Появился только недавно. С конструкцией нормальный размер? Нет? Не нормальный. Будет. Тобственно, конструкция new map возвращает новые словарь, включами которого, в отличие от объекта, могут быть любые типы данных скриптовые, не конвертируясь в строку при этом. То есть, это тоже хранят пара ключ-стечения, так же, как и объект. А склонность удаления с него не такая, как у нативного? Ну, человеческое. Performance delay. Да, да. Тебя обычно вообще эти вопросы не интересуют, на самом деле. Тебе значительно важнее то, что там хранится то, что ты положил. Да, да. Важнее перформанса. Перформанс уже потом. Ну, по-моему, отличие от объекта порядок. А объект, на самом деле, тоже хранит порядок. Спецификация этой нигде не гарантируется. Спецификация этого не требует, но все реализации это делают. Вот. Поэтому... Возможно, честно говоря, даже не можно. Вот. Еще вопросы? Поддерживают операции его присвоения, удаления списка, проверки на вхождение ключа в него, получение элемента. Да. Можно спрейдить. Собственно, все. Да. Киев можно будет спрейдить. Спрейдить можно, но это, собственно, лучше после итераторов рассказывать. Потому что это уже протокол итерации, собственно. Собственно. Да. Вот. Да. Нет. После маков у нас есть. Да. Куда выбраться? Запусти его. Какой? Например, запусти? Все уже скомпилили это в голове. Прямо. Все, все, все. И выполнили. Получили. Собственно, переключаем. Здесь. Вот. Дальше. Пускай у нас. Сайты, сайты. Сайты. Ты не спорю. Ух. Множество. Это коллекция, похожая на словарь. Дело в том, что она реализована на скрипте практически как словарь. Должна являться множеством уникальных элементов. Раздерживающие операции как пересечение, вычитание, ну и те же, которые были у мапа. Получение, удаление, добавление, итерация ключей. Итерация значений возвращает к значению ключей. Конструктор передавать iterable объект, он создает из этого объекта свое содержание. Если там появляются дубликаты, они пропадают. Это четыре операции с множеством типичных. Можешь показать пример, где это на RF делали? То же самое. Наверное, из этого мода нужно это выходить. Это очень тяжело. Тяжелое мост. Маленький экран. А нельзя сделать большее разрешение? Это невозможно уже. Мак? Что осталось? Проект. Это все в проект. Проект. А почему? Разрешение меня обостровано. А? Настройки-кисторон. Леша, это жетко. Ты не знаешь, как на маке нормальное разрешение? Леша далеко, а он с маками не особо. Насправить. Система-как. 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 А где-то без? Да нет, так не справимся. Система-как. Я вот, взяла скорую, нажми на тест-фору. Закрывай так. Система-как. Важно. Так нам уже сработает. Сейчас для него не бест. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 Если же писать фронтенд, то тут тоже зависит от того, ну, знать не точно стоит, но насколько нему пригодятся, это уже зависит. То есть, если вы пишете интернет на ангуляре, без какого-нибудь NGRX, а с обычными определенными сервисами, и действительно там храните свои структуры данных в каких-нибудь обычных жестоких структурах и манипулируете ими итеративно при помощи каких-то методов ваших сервисов, то вам в этом точно стоит знать, потому что вот те проблемы, о которых, как мы говорили, у вас могут случиться. Если же вы пишете на React или же в том же ангуляре, но используете NGRX и, соответственно, используете Redux, тогда вас, скорее всего, не касается, потому что вы не мутируете данные и изменяете их всегда в официальном стиле. И когда у вас есть вот подобные структурки типа массив объектов и словарь объектов по их эдишникам, то вы всегда их в одном месте одновременно обновляете синхронно и увидите, что вы обновляете корректно. Поэтому там у вас нормально работают обычные мапы или обычные объекты. Двигаемся к низкому уровню типов. Типизированным массивам, собственно, да. Это относительно новый, я только не знаю, где здесь примеры. Это примеры с буферами. Типизированные массивы, которые появились достаточно недавно, которые Type Trace. Их имеется некоторое количество подразделений типа данных. Они не самостоятельные данные, они типа данных. Они представления поверх RAID-буфера, тоже достаточно новой структуры, которые, собственно, позволяют его читать нужными частями. Они называют таким же образом. Они есть int8, uint8, int16, uint16 и так далее, собственно, до 32. И есть несколько специализированных, такой как, ну, есть float и есть еще CAPED RAID, специально для работы с картинками. Он позволяет записывать в пределах байта до 155 исключительно. То есть, неважно, что ты не в Митерс, получишь 255 максимум. Вот, для работы, собственно, с изображениями. То есть, вместо блога можно? Ну, эти Type Trace позволяют просто удобнее работать с ними. Они, по сути, тебе делают вот такую же двоичную структуру. Вот, но они отрисуются. Ты можешь выделить из буфера часть смещения и писать в нее, вот там, Eta.bue еще вклад, которые тебе позволят писать в нужное смещение, туда писать 32 бита. Другое смещение писать там 64, если тебе надо. А под бизоном у них, где у всех находится RAID-буфер. Собственно, это вот недавно буквально появилось в браузерах. В ноде спокойненько был буфер, просто буфер. Который сейчас является отличным представлением как Int.8 Array, такой же, но с некоторыми отличиями. Он быстрее, он чуть-чуть по-другому копируется. Это уже детали. Это тоже позволяет иметь операции прямо с двоичными данными. Потому что инфицировать 124 бита. Мы можем вывести простого понятного примера. Вот мы получили буфер из 0. Если выполнили unsaved метод, то он остался с мусором и не почистился. Потому что там где-то было, где реализировалось память. Вот. Также у буфера, собственно, есть неконструктор, способы создания из итерируемых объектов, из массива, из, собственно, тоже итерируемой строки. И он умеет конвертироваться в 2-стрим в предназначенные гейдеровки. Это нодовский пункт? Это нодовский пункт. Уже, если, по-моему, там, 2-стрим в байдере вот так же просто нет. Так же, выше. Это нужно проверить. А ты работал там в ESO? Нет, ну нету. А? Нету такого правила. Вот. И, собственно, если конвертируем в байдере, то видим, что, собственно, получили каркаси. Это ожидаемое поведение. Да, ожидаемое поведение. Вот. Да. Так же поддерживаются операции сложения буферов. Я бы уже видели одну. Вывод строку мы тоже видели. Поиска, такой же, как в строке, индексов, и слайсов у строки. Получение части буфера. Собственно. Вот. Собственно. Какие-то уточнения буфера. А слайс работает, грубо, по символу, да? По символу, да? По символу. Ну, то есть... По файтам он должен работать. По файтам он должен работать. По файтам он должен работать. То есть, если там будет, к примеру, керица, то он будет нам врезать ее? Да. Ну, слайс не понимает Unicode. А. Вот он. Ну, может, это буфер. Это не строка. Мы делаем ту стрим, и там уже работаем с Unicode. Ну, и, собственно, по ним же можно итерироваться. Через стандартный for off. Правда, этот код из слишком большим буфером или не работал? Знаете, по словам. То есть, слишком большим? Ну, не знаю. 100 тысяч, например. Ну... Либо даже 10 тысяч. Ну, если он начинает не помещаться в память, он, конечно, не будет. В этом случае. Поэтому есть побольше куски кода, которые решат. А, если... А, если... А, именно вот такой код, да? Да, да. Именно вот такой. Ну, потому что Entrys возвращает iterable. Возможно, он там не может сделать iterable, да? Да. Может быть. А, в браузере, в смысле, ну... Вот именно вот такой код. А, клиент. Я имею в виду... Прямо в Е6, где он один исполняем E8, или через B5, так что другое. Ну, скорее всего, B5. То есть, если B5, то... То есть, если B5, то... Вопрос в том, что он у него сконклировал. Угу. Надо смотреть на... Это жодовский буфер тут. Ну, там, ну... Ну, ну... Ну, там и Ray-буфер. Аль-Анадусский буфер у WebPack свой есть, который реализует интерфейс монстровского буфера поверх жестового буфера. Нет. 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 Нет вопросов. Давайте. Двигаться, собственно, к протоколу утилируемости, который уже упоминали. Да. Найти примеры. Его. Так. Да, нет. Был бэкер. Итерейтор, наверное. Что у нас? Вот почему-то... Да, кстати. В листах есть. Да. В листах, собственно, еще не дошли. Но можно посмотреть. Есть специальный символ, который Тимур упоминал. Это символ Итерейтор, который нужен для создания, ну, для добавления объекту протокола стандартного итерируемости. Вот. Это... Добавление этого протокола позволяет ему участвовать во всех операциях, поддерживающих... Ну, собственно, поддерживая этот протокол. Это for-off, это spread операции, это... Потом еще. Вот. 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 Выглядит это как... Просто функция. Да. Функция, да. Которая возвращает объект с методом next. Собственно, это весь протокол. Next, в свою очередь, должен возвращать вот такой вот объект, который есть done true или false и значение, которое может быть, может не быть, если уже done. Вот. Вот. Это заодно все, что нужно для того, чтобы ваш объект придерживался for-off-ом или spread-ом. То есть, чтобы выбрать объект, не надо там где-то property names, потом... Вы можете добавить свою логику итерировать. Собственно, вот этот вот next вы пишете как хотите. Можете его итерировать в обратном порядке. Можете там случайно образом. То есть, вас просто спрашивают вернуть следующий элемент. Это очень простой протокол. У него просто метод next. Вот. Сами запоминаете свое состояние. Вот, собственно, как здесь происходит ZSK. И вот пока он двигается по списку, он его возвращает. Только он закончится. Он вернет там и вернет тут. Ну, значение. И все. Таким образом мы перебрали свою собственную коллекцию. Здесь вот это вот linked list, наверное, будущего примера. Собственно, вот проитерировали. Символ итератора добавляет стандартный итератор, который вот for-op. Можно написать свои разные итераторы, которые будут по-разному итерировать ваш объект. Передавая его вот просто. Не используя символ итератора как внешнюю фокусу просто. Пройти вперед, пройти назад по коллекции. Не ходить по коллекции. Не ходить по коллекции. Равную больше. Еще в более свежем, еще даже нестандарте, и появились еще асинхронные итераторы. Такой же асинк-тератор, который позволяет делать то же самое, но асинхронно. Проме for-op появится for-await. Эта штука будет возвращать promise, а не просто значение. И можно будет делать асинхронные цепочки итерируемые. Это вот в ноде уже есть. Вабели, собственно, по-моему, тоже. Так что можно практически не использовать. Вабели все есть. Ну, не все можно реализовать в принципе полифилами. Ну, не все можно реализовать эффективно. К сожалению, да. Вот, что вновь было производительно. Так-то, ну, язык черенг полный, поэтому... Может, это все просто. Ну, если у тебя есть доступ ко всему. Собственно, с тем же вигмапами возможно проблемы. А, ну это да, да. У тебя просто нет этой информации, чтобы их сделать. Соответственно, переходим к генераторам. Такие функции, которые... Есть генераторы? Генераторы. Функции, предназначенные... Но. Предназначенные, собственно, для генерации последовательностей, не ограниченных сверху. То есть, это могут быть бесконечные последовательностей. В том числе, тот же ряд Fibonacci может быть генератором. Тоже... Чтение с файлом может быть генератором, файл может быть длинным. То есть, любые, собственно, операции можно... Неправильный генератор. Вот. Синтаксически добавляется в звездочках то function, и внутри используется yield. Это позволяет прерывать ход исполнения генератора в этом месте, выходить наружу, то есть, возвращать значение наружу в этом месте, и потом возвращаться обратно, когда у итератора вызовут next. То есть, не сам генератор возвращает, когда его вызывают, он возвращает итерируемый объект с методом next, и каждый раз, когда его доходит до первого yield, возвращается это значение и останавливается. И следующий вызов next продолжается, собственно, от yield дальше. Это функция, которую можно вызывать много раз. Урок вы тоже можете генератором? Он такой же точно итерируемый, да. Он, собственно, тот же next возвращает, и его можно точно так же использовать. Единственное, что он может не закончиться. Нет попроще примера с генераторами. Ага, вот это тут попроще пример. Он, собственно, с воровом, например, и с генератором. И с генератором... Раньше это... Какие называются числа? Простые. Тут генератор простых чисел. Это бесконечная последовательность. Мы заворачиваем его в другой генератор, который заберет из нее 10 и остановится. Первых 10 простых чисел. Можно смотреть под. А две остановки, две точки остановки. Что? Две точки остановки. Десятое число. Нет. Собственно, вот. Есть генератор take, которому ты передаешь, сколько ты хочешь забрать из sequence, который тоже генератор. Он по нему... Он вообще циклом ходит, но по ходить, наверное, for off. Вот. Он, собственно, идет циклом до 10, до каунта. И делает yield из того генератора, который ему передали. Это вот prime. И вызывает его next вот, соответственно, 10 раз. И возвращает тебе его. Только цикл закончится 10 раз. Непонятно? Чего объяснить? Ну, генераторы объяснены за 5 минут. Спрашивай. Что у него генератора? Только доказалось. Ну, вот, собственно, неограниченные сверху последовательностей. Число Fibonacci, число Fibonacci, число Fibonacci, число Fibonacci. Вот, конкретно это написано. Любое линиевое вычисление. Любые линиевые вычисления, во-первых. Во-вторых, даже если конечное, возможность писать итераторы к любым последовательностям, в удобном оперативном стиле, а вместо какой-то сложной логики, если машина внутри этого металлера. Код написания синхронного кода. Ты можешь остановить свое выполнение в месте yield, отдать выполнение дальше чему-то, если у тебя сложное и тяжелое вычисление, и потом вернуться и продолжить вычисление. Если в собственном итоге занимаются фронт-эндом, возможно, кто-то видел Redux с саги. Они целиком построены на генераторах, они тебе позволяют писать практически синхронном виде твою последовательность на синхронных вызовах. А кто вообще видел SyncAway? В принципе, в принципе, в языках CAA. Ну вот, такое вот простое объяснение генераторов, которое можно дать, которое, конечно, является SyncAway в том смысле, что это немного путает причины и следствия, но такое интенсивное понимание, которое можно дать, это генераторы, это как SyncAway для синхронного кода. Вот типа такого. Ну вот точно так же, как SyncAway позволяет вам в оперативном стиле просто описывать параллельные, точнее, конкурентные синхронные операции, точно так же при помощи генераторов можно простым оперативным кодом, после которого будут независимы друг от друга, описать одновременно работающие конкуренты с так называемой кооперативной многозадачностью. Не надо теорию построения. Короче, вы можете себе без всякой многопоточности одновременно считать несколько функций. Просто они сами каждый раз, когда они делают тилд, говорят, что сейчас можно превышиться на другую функцию. Точность — это просто полезный способ генерировать что-нибудь бесконечное. Ну и причем, кроме того, насчет SyncAway, опять же, возвращаюсь к нему, поскольку, ну хоть сами генераторы сами по себе синхронные, но инициация синхронного вызова — это ж, ну, обычная операция языка асинхронная, да? До того, как не есть промеса никакой синхронности в своем языке, такого, не было. Соответственно, на генераторах можно построить логику работы SyncAway. Ну и так, собственно, оно и происходит. В той же стадии это работает? Да, в баблевский плагин, который транслирует SyncAway в более старые версии, а как раз компилирует SyncAway в генераторы. Да, не усложняйте. Давайте уже простые концепции по генераторам. Какие есть еще вопросы? Понятно, как генератор работает? Это простая функция, которая на выходе возвращает итератор. Вы его вызываете, он создал новый итератор с сохраненным состоянием внутри. Важная особенность итератора то, что он хранит состояние, он не выходит из функции в моменте yield. Если вы здесь объявили переменную, то вы можете ей дальше пользоваться. Вы в yield вышли, потом вам вызвали в следующий раз метод next вашего итератора, вы попали вот сюда вот и можете что-то дальше делать. И ваше состояние не теряется, это не выход из функции. Сохраняется весь контекст, в котором вы находились. Вижу понимание в ваших глазах. О чем разница yield и yield звездочка? Он тебе распаковывает как бы вложенный генератор. То есть, если ты их после yield звездочки пишешь генератор, а вот их здесь устроят. Против yield звездочка слип 500. И слип сам по себе является генератором. То же самое можно было бы написать через for. Если это был поваливный код, то в принципе yield звездочка слип. И делай вот это. Так ты их, собственно, можешь складывать в цепочке. Сначала вернуть три значения, вызвать другой генератор, он со звездочкой тебе сгенерит еще десять значений, и потом будешь что-то дальше делать. Еще вопросы к генераторам? Может они умеют еще круче? Сюда уже круче. Ага, там где он сидит. А уже покруче. Круче? Ну, собственно, возможно, здесь даже есть. Вот это то место, которое покруче. Когда ты присваиваешь значения из генератора внутрь. И способ передать внутрь твоей функции значения по ходу работы снаружи. В принципе, вот эта схема работы называется программой генератора, корутиной. Где-то слышали. В Python это используется точно так же. Это называется корутинами. Интересно, можно поменять снаружи, управлять логикой поведения функции внутри. То есть вы генерируете, хотите генерировать тот же, сделать генератор простых чисел, как мы там чуть выше писали, а при этом хотите его много раз использовать. Вы не делаете их десять штук, а позволяете ему передать через next какой-нибудь флаг, любое значение, может быть, это просто вызов функции. Вот сюда приходит все, что вы передали в next. Где-то есть next, где-то есть next. Вот. И вы можете, например, сбрасывать этот счетчик. Может быть, есть этот пример где-то? Что важно понимать, это то, что функция генератора всегда возвращает итератор. Вообще, на самом деле, когда вы вызываете функцию генератора, у вас не выполняется тот код, который вы посмотрели внутри. Грубо говоря, вот то, что находится внутри функции генератора, это как бы описание того, как должен вести себя вот этот итератор, который, на самом деле, оттуда вернется. То есть результат работы функции генератора – это итератор по значениям не всей функции, а кусков функции, которые разделены через yield. Вот у вас там вернулся итератор, когда вы вызываете функцию генератора. Когда вы вызываете у него next, функция начинает выполняться. До того, в первый раз next не вызывается, функция даже не начнет выполняться. И она выполняется до первого ключевого слова yield. После чего, если yield что-то вручает, то есть yield какое-то значение, то вот это и будет тем значением, которое вернется из метода next итератора. После чего функция опять переостанавливается и не выполняется дальше. Но она не завершилась. Она просто сохранена в таком замороженном состоянии. У нее там сохранился ее стекс, хранились все ее переменные, ее текущие состояния, но она не выполняется. Она дальше ждет, пока какой-то другой код не вызовет еще раз метод next у этого итератора. Когда кто-то опять вызывает метод next у этого итератора, дальше функция продолжает выполняться дальше и дальше и дальше до следующего слова yield. Как только доходит до следующего оператора yield, опять она перестанавливает свою работу, итератор возвращает следующее значение, которое вернулось через yield и все. Ну и так пока либо там не закончится значение... Память закончится в любом случае, как раз в том и случае, что у нас ленивые вычисления, поэтому у нас все время в памяти существует только одно текущее значение. Ну да, память может закончиться, если мы не будем... если мы будем создавать постоянно вот эти экземпляры итератора... ну генераторов, и не будем их до конца консюмить, если блять их не выполненными до самого конца. Тогда да, тогда у нас будут в памяти все время накапливаться вот эти вот недовыполненные итераторы и полностью состояние функций, копии xtec и прочее. Ну и так можно очень хорошо течь памятью. Поэтому, конечно, желательно метод next ручками никогда не вызывать у любого итератора, а всегда работать с ними через то же самое for of или еще что-нибудь такое, или spread-операторы. В общем, конструкция языка, которая работает с итераторами при помощи каких-то более высокого уровня инфраструкции. А ручками дергать метод next и ручками брать итератором это как раз еще один способ утечить памятью желственности. Если делать неправильно. Ну точно, что мы сделали, чтобы посмотреть. Что мы получаем на выходе. Вот мы создали экземпляр. Вызвали генератор, он нам вернул get-итератор. Это get с одним свойством, с одним методом next. Вызвали его четыре раза. Получили четыре раза сложный наш параметр. который был с передачей, который был с передачей, можно написать таким образом. И генератор, соответственно, нам возвращает то, что мы передаем ему через границу. А че, ноль бегать? Что? В первом ноль, потому что первый раз был ноль, потому что надо наоборот что-либо писать. Можно считать переждать. В первом ноль по понятной причине, потому что когда мы создали генератор, идем по телу функции. Вот этот был ноль, и вот здесь мы его вернули. Это произошло раньше. И после этого, когда нам вызвался вот этот next, нам сюда попала двойка. И на следующем цикле мы вернули двойку. Компилируется? Можно вопрос. До первого яблета идет после сознания итератора или после первого next? Когда до первого? После первого next. После первого. Потому что мы можем... Надо поставить сюда. Здесь написать. Такую штуку. И посмотрим потом, где это происходило. Запустились, дошли до сюда. После этого остановились. Получили двойку. Пошли дальше. Вот именно вот такой вот вариант использования генератора позволяет делать все эти хитрые штуки с синхронностью, о которой Алексей говорил. Есть еще генераторы? Собственно, еще. Я так понимаю, что есть вопрос, но нужно переверить. Можно на воскресенье, на самом деле, придержать, потому что там тоже будут генераторы асинхронные. Там еще синхронные генераторы. Там еще синхронные генераторы потом. Да, да. Собственно, то же самое на проблесе. А вот когда ожидается следующий next, какое место функции генератора он... В то место, где был yield. Прямо вот сюда. А дальше? Можно по шагу? Потому что больше старт уже не уводится. То есть он наверх уже не выпрямит из этого цикла, да? Он не выпрямит никогда. Это бесконечный цикл. Нет. Он будет в нем находиться до тех пор, пока вы будете вызывать нет. И потом он в нем останется. Навсегда. Да. Если вы потеряете ссылку на генератор, он соберется сборщиком мусора, собственно. Если вы ее будете хранить, она будет жить вечно. Вместе с экземпляровой функцией, вместе с синхронстэком и талачком. Вместе со скомпилированием и оптимизированным байт-кодом, вместе с компилированием и оптимизированным машинным кодом. Поэтому желательно с ссылками на генераторы не кепчика. Он не вернется. Он не вернется. У нас нет последнего next. Он в бесконечность. Да. На done true у тебя становится for. For off, а когда дойдет до done true. А если сделать из генератора return? То это, собственно, и будет done true. Вот мы можем это, собственно, сделать. Да. Ну, там, три. И вот у нас два done true. Мы два раза вызывали next уже у закончившегося генератора. А как у нас промпара? Выбернется? Он вот присваивается. Попадает он сюда. Вот это вот значение, которое мы передаем в next. Ну, я не знаю, на сколько это практически нужно, но yield, если у нас сложный вайл, мы можем в нескольких местах писать. И yield сколько угодно можно писать, да? И он будет открыть. Можно писать, собственно, без вайла. Можно просто писать yield 1, yield 2, 3, 4. И имеются просто 1 по 3, 4. А потом начнется задумка. Ну, просто мы его не вызываем дальше. Ну да, так чтобы они дошли, потому что у нас лекции закончились. Какой чему единичка появилась. Потому что мы ее вернули. Ни в кого порой, а единичка. Вот эти первобычные цены на yield. Так что лучше скомментировать файлы, так все будет. Как лучше, что? Сокомментировать файлы, чтобы она не будет. И все понятно. Ну да. Будет данный результат. Будет тот же результат. Ну нет, не тот же результат. Там значение выводилось то, которое мы передавали. А здесь выводится 1, 2, 3, 4. А, да. А, да. А, да. А, да. А, да. У нас сейчас есть много nextов и там будет много данных. Вот они. Непонятно, как это применить? Нет. Не воню. Да. У нас есть. А можно да, какой-то практический пример? Ну вот, практический пример генерации простых чисел. Это же бесконечный ряд. И он где-нибудь нужен, в какой-нибудь криптографии он нужен. Это просто счетчик. Генерация счетчиков. Вы хотите сделать генератор уникальных идентификаторов всегда в приложении. Курсуры по датасетам. Вы делаете, да, вы делаете генератор, который будет просто counter увеличивать на единичку и возвращать на каждом следующем методе. По единичке просто, а вот если можно по закону? Можно по закону, да. Это сложнее. Можно файлы вернуть в генератор и отдавать оттуда, допустим, по строку. Ну это можно делать и... Трюл год. Нет, да. Трюл год. Любую интервью операцию можно сделать генератором. Генераторами закончили? Что? Что-нибудь уточнить? Можно чуть выше. А здесь сразу не должно быть value и данным. Когда мы увидим вот data, мы же возвращаем генератор. А если мы возвращаем генератор, мы по value и данным. Да, data будет. Где именно? Да, вот прям там просто стоит. Там и data. Там значение. Если мы возвращаем... объектом или... Или, значит... Давайте выполним и посмотрим. Эта штука долгоживучая. продюсер. Ага. Продюсер раз в 500 миллисекунд там генерирует объемное значение, которое попадает в data, которое мы выводим, собственно. можно построить продюсера, потребителя и по-русски поставщика, которые не будут знать друг под друга, они будут изолированы. Один будет ждать пока второй. Не надо делать это через данный метр, там генерировать вот у меня есть новые данные. Можно делать генератор, который вот консюмер будет потреблять и по мере генерации будет что-то с этим делать. Например, очередь тех же запросов можно таким образом обрабатывать. Еще чего-нибудь такого. Так, окей. Здесь примеры называются таймеры и в основном примеры, которые касаются таймеров. Но сама эта группа примеров интересна не тем, на чем это показывается, а то, что мы можем увидеть благодаря этому, а конкретно работу ивент клуба в JavaScript в целом и в ноде и браузере в частности. Так, давайте для начала сейчас только глянем, начиная с какого примера нас будет особо интересовать. Наверное, начиная с шестого. Ну хорошо, так, начиная с первого примера, ну я думаю в целом с таймерами в каком-то виде все работали. То есть вот у нас такая наивная реализация, грубо говоря, сет тайм-аута только блокирующая. Так делать не очень хорошо, потому что в JavaScript у нас один поток исполнения. Да? И если в данный момент тому коду, который не исполняется, ну и сейчас ему нечего делать, нужно подождать какое-то время, то если мы сделаем так, как в этом примере, на вот эти три секунды будет полностью заблокировано исполнение всего вашего скрипта или всего вашего кода. поэтому в случае, если у вас происходит там вообще в приложении есть какое-то I.O. или обработка каких-то событий от пользователя, от браузера и так далее, то ничего из этого выполняться не будет. Вот пока у нас работает вот этот цикл while пустой, просто у нас будет все время в таком вот долгом-долгом цикле проверяется текущее время, сравниваться с временем конечным. И как только вот это вот условие перестанет выполняться, то есть текущее время перестанет быть равным тому конечному, которое мы изначально посчитали, только после этого цикл завершится, после чего интерпретатор выйдет из функции, и код продолжит выполняться дальше. Но все это время полностью все будет заблокировано. Больше того, в этот момент, если там это будет не 3 секунды, а значение побольше, скорее всего, вы успеете даже услышать, как ваш ноут начнет довольно ощутимо шуметь кулерами, потому что здесь не будет отдаваться, не будет расходить отдача управления вообще никому, не только другим кускам же раскатого кода, но и в виртуальной машине тоже, помимо других потоков, которые в ней есть, отвечают там за GC и так далее. И операционной системе в том числе, в виде системных вызов, и вообще весь процесс браузера или ноды будет переключаться, ну, будет происходить переключение контекста на другие процессы в операционной системе только тогда, когда закончится time-slice, который выделяет операционная система в данный момент на исполнение этого процесса. Поэтому в этот момент у вас где-то там в действительности задачи или в Application Monitor или в Htop, что вы используете в операционной системе, вы будете увидеть стопроцентную нагрузку процесса, так называемую. А дай секундочку. Нам сейчас добавят час времени. О, отлично, тогда у нас будет еще больше примеров. Вот, поэтому вот в данный момент ваш код будет очень активно и наполненно, нагружая процессор, делать ничего. Поэтому существует такая пишка, как и таймеры, которая позволяет сказать вертальной машине о том, что нам сейчас ничего не нужно делать, и сказать ей, чтобы она разлила эту ситуацию более грамотно и более правильно. Ну, здесь, вот здесь, да, вот, конечно, не хватает одного примера между ними, по-хорошему. Вот, если мы возьмем и вместо вот этого вот slip, там, напишем setTimeout, опять же, ничего не будем делать после таймаута, просто пустую функцию выполним после таймаута, и запустим вот это. мы видим, что... Сейчас... Я не сохраню просто, да? Да, давайте, давайте вот здесь все-таки сделаем еще не консолок. Вот. То есть, при помощи функции setTimeout мы отсрочили на 3 секунды выполнение вот этой вот функции, которую передали в качестве первого аргумента. Но что мы видим? То, что... Мы просто запланировали ее выполнение через 3 секунды. А то, что было дальше в этом скрипте, сразу выполнилось после этого. То есть... Вот у нас... Сначала выполнится вот этот вот консолок первый. Тут же моментально после него выполнится второй консолок. Дальше третье действие, которое мы сделали. Это мы запланировали через 3 секунды выполнение вот этой функции. И ничего перед этим не заблокировалось. Сразу же после этого у нас выполнится следующий консолок. Моментально. У нас сразу вот этот afterslip тоже выводится на экран. И только потом, после этого уже отработала вот эта функция, которая выводит на экран timerEmbed. За счет чего это работает? Почему так? Почему, собственно, этот вызов стал асинхронным и не блокирующим? И почему это лучше, чем то, что было до этого? Чем когда у нас был... ...slip. И все было заблокировано вообще. Когда мы делаем вот так вот, то к моменту, когда на экран вывелось сообщение timerEmbed, на самом деле ваша программа уже давно прекратила работу. Ну, если мы говорим... ...программа конкретно об этом скрипте. То есть он полностью выполнился. Просто одним из действий, которые она выполнила, было сказать виртуальной машине о том, что в будущем нужно будет запустить на выполнение какую-то другую функцию. И то, каким образом вообще виртуальная машина планирует, что когда исполнить, мы поговорим вот около что примера. Пока давайте пробежимся по вот этим следующим примерам. Здесь то же самое, что у нас было до этого в плане как бы перекладного кода. Но есть важный нюанс в том, что здесь есть уже startTimeout. То есть это у нас уже настоящая синхронная операция. Давайте, чтобы было видно. Только мы оборачиваем ее в promise. И используем asyncv для работы с promise, за счет чего получаем тот же самый простой вот этот код, выглядящий абсолютно императивно, как и здесь. Только если здесь все было асинхронное и блокирующее, здесь, поскольку у нас используется setTimeout, который является асинхронной операцией, вот этот вот slip у нас уже асинхронный и не блокирующий. Await. Ну, подробнее о асинхвейтах мы будем говорить завтра, когда будем разбирать асинхронность. Но вот что важно понимать насчет асинхвейта и, в принципе, асинхронных операций, это то, зачем оно вообще нужно. Казалось бы, у нас вот есть асинхронные операции, мы берем и делаем их обратно асинхронными. Ну, на самом деле, они остаются асинхронными и не блокирующими. Асинхвейт позволяет нам написать код, который использует какие-то асинхронные операции, в таком виде, как будто бы это был асинхронный код. Но он продолжает оставаться асинхронным и не блокирующим. То есть, если я сейчас после вот этого вот, после этой асинхронной функции напишу еще один console.log какой-то, то мы увидим, что он будет исполняться, выполниться во время того, как вот эта вот штука ждет ожидания вот этого слыпа. И только после этого мы продолжим выполнять эту функцию. То же самое можно сделать на генераторах без асинхронных операций, на самом деле. И, как уже было сказано, в бабе асинхвейт как раз как генераторы и компилеры. Просто это более удобный, более красивый синтаксис. Ну а без асинхвейта, если мы не говорим о синтаксисе, а просто говорим о том, что на самом деле происходит на чистых промисах, то вот тот же самый пример может выглядеть вот так вот. мы вызвали функцию slip, которая возвращает промис, который рисовывается тогда, когда проходит указанный интервал времени. Когда функция setTimeout вызывает свой callback. Просто в качестве callback функции setTimeout мы передаем операцию Resolve Promises. Но опять же подробнее о промисах, о том, как они работают, и как их использовать, это завтрашняя тема, поэтому тут получается темы немножко переплетены, поэтому если что-то непонятно, пока что это не страшно. Завтра это уже все будет понятно. Но в любом случае самые интересные примеры еще у нас есть впереди. Да, а вот теперь уже начинается интересное и полезное. Ну, для начала давайте, в принципе, поговорим о таймерах как таковых. Ну, кто вообще знает, какие функции для работы с таймерами есть в JavaScript? SetTimeout Centerval. Да, SetTimeout Centerval. Если быть занудой, то в JavaScript никаких нет, вообще говоря, как в языке. Вообще, в JavaScript, или если мы говорим о языке, то более точно сказать, экмаскрите, нет ничего в спецификации, что как-то взаимодействует с внешним миром и со средой исполнения. Это все уже какие-то отпишки, которые нам предоставляют следы исполнения. SetTimeout и SetInterval, они есть и в Node, и в браузере. И предоставляются нам, соответственно, браузером в виде window.setTimeout. Просто, поскольку window-браузер — это глобальный объект, мы можем снять просто SetTimeout. И если мы не найдем это в скопе текущего модуля, это будет найдено в объекте window. В Node.js, вообще говоря, то же самое, только там глобальный объект называется не window, а global. Но важно понимать, что это часть среды исполнения, а не языка. Ну и, как было правильно сказано, есть SetTimeout и есть SetInterval. SetTimeout планирует исполнение функции один раз через указанное количество миллисекунд времени. SetInterval делает то же самое, только создает задачу, которая выполняется не один раз, а постоянно, каждый раз, когда проходит указанный интервал времени. То есть, если мы напишем SetInterval какая-то функция 1000, то через секунду она выполнится, через 2 секунды она выполнится еще раз, и так, пока мы ее не отменим. А отменить мы их можем за счет того, что... — То есть, точка, не ранее, чем этот интервал. — Ну да, если быть точным, то не ранее, но, опять же, об этом не шестой пример. Просто пока что давайте не забегать наперед. Ну, если мы хотим их отменить, все эти функции, и SetTimeout, и SetInterval, на самом деле, возвращают нам такое значение, какой-то handle какого-то типа, это не суть важно. В браузере это просто число, айдишник этого таймера, в ноде это полноценный объект с кучей полей, который представляет данный таймер. Но нас не интересует, какой у него настоящий тип, мы просто используем его как такой вот... какой-то handle этого таймера. Вот, если мы его получим, то мы тогда можем при помощи операции ClearTimeout отменить данный таймер. Ну, или если мы задавали его через SetInterval, то точно так же можем его отменить через ClearInterval. Ну, и понятно, что для таймаутов это имеет смысл только в том случае, если данный таймаут еще ни разу не был выполнен, иначе он больше не будет выполняться. А для интервалов эта функция может быть полезна даже даже внутри самой функции, которую мы передаем с SetInterval, и там даже, скорее всего, мы будем ее использовать. Потому что она будет касаться того, его выполнять или в следующий раз данный интервал, или уже не нужно. Еще раз? Да. Правильно сказать, что есть SetTimeout и SetImmediate, но кроме SetTimeout и SetInterval есть еще в ноде SetImmediate. И его семантика отличается от SetTimeout 0, в том плане, что он будет выполняться немножко в другом порядке, и имидиат там получается немножко более длинным имидиатом, чем SetTimeout 0. Почему так? Вот если мы посмотрим на вот такой пример, да, кстати, вот SetTimeout, SetInterval, SetImmediate – это API, которая нам предоставляет таймеры, так называемые. Но помимо таймеров есть еще одна вещь, которая позволяет сделать нам любую операцию асинхронной. Эта операция, это в Node.js явно есть, это метод nextTick, который есть у объекта process. И вот давайте посмотрим, в чем разница между SetTimeout 0, SetImmediate и просто с точкой nextTick. Ну и в каком порядке они будут выполняться друг относительно друга, а также каких-то таймаутов с конкретными значениями, большими нуля, и вообще любых других асинхронных операций. Вот в этом файле у нас есть 14 асинхронных операций. Первая – это SetTimeout, который планирует выполнение вот этой функции через 0 секунд, точнее, через 0 миллисекунд. Это тоже самое, но планирует это после нее. Здесь еще два SetTimeout на одну миллисекунду. Дальше SetImmediate. Еще один SetImmediate. Дальше SetInterval, который после своего первого выполнения отменяет данный интервал. Да, методически не совсем правильно получается, конечно. Давайте, все-таки, возвращаясь к SetImmediate, точно все знают, как использовать SetTimeout, SetImmediate и SetInterval, не углубляясь в такие вот вещи, типа, в каком порядке они выполнятся друг относительно друга. Просто сами по себе. SetImmediate. Ну, SetImmediate – хорошо. Вот здесь у нас был такой пример какой-то. Давайте, какой он мне особо нужен. Или просто новый создадим, не знаю. Если мы сделаем SetTimeout, какая-то функция. Допустим, через 200 миллисекунд. Здесь давайте сделаем BeforeSetSetTimeout. Давайте, чтобы проще было менять. Таймер просто. Более в общем случае включается. И здесь AfterTimer. Или там все-таки 1000, чтобы понагляднее было. Что мы видим? Что первая операция у нас сразу выполнилась. Мы вывели на экран BeforeTimer. Вторая операция – это мы запланировали выполнение вот этой функции через одну секунду. Ничего на экран не вывелось, потому что не должно. Дальше третья операция. Мы вывели на экран AfterTimer. Вот она вывелась. Потом мы подождали секунду. И выполнилась тогда функция, которая вывела на экран слово Time. Если мы напишем не SetTimeout, а SetInterval, то она выполнится не один раз через секунду, а будет бесконечно выполняться через интервал в одну секунду. Пока мы не прервем выполнение через Ctrl-C или вот эту красную штуку. Если же мы хотим не бесконечно, а по какому-то условию все-таки это дело перестановить, ну, пусть у нас будет Counter равный нулю какой-то. Если Counter станет равным трем, то то мы его отменим. Ну и SetImDate просто делает операцию асинхронной. То есть, грубо говоря, если бы мы сделали... Удалю это все. Таймер тоже не нужен. Если мы хотим, чтобы вот эта штука выполнялась асинхронно и позволила нам выполниться, ну, сначала выполниться всему дайкоду, который есть дальше, а только потом то, что мы написали в этом таймере, ну, в этом SetInterval или в SetTimeout, мы могли бы сделать SetTimeout 0 или же или же или же с AtImDate без каких-то чисел. и, ну, и в большинстве случаев это действительно получается одно и то же. Оно выполняет концерт, получается? Да. Хорошая разница. Да, сейчас, кажется, у нас будет пример. И больше всего еще и диаграмма будет по поводу того, как он работает. То есть, в большинстве случаев, если у вас не какая-то совсем сложная асинхронщина и нужно понимать, что в каком порядке выполнится, можно считать, что SetImDate это как SetTimeout 0. Но, на самом деле, это не совсем одно и то же. И SetTimeout 0 выполнится быстрее, чем на SetImDate. Ну, и, в принципе, да, почти все. Кроме того, что если у нас нода, то у нас есть вот такая штука. Что делает просто точка NextTick? Он планирует, вот, на самом деле, как мы видим сейчас по диаграммке, так исторически сложилось, что SetImDate называется SetImDate, а NextTick называется NextTick. Ну, потому что так исторически сложилось, и когда-то давно event-клуб в Node.js, если быть точным, в библиотеке LBV, работал по-другому. Сейчас эти названия поменять уже нельзя, потому что много времени прошло, и куча кода на них завязана. Но названия у них не совсем корректны, и по-хорошему они должны были называться вот наоборот, чтобы их названия были более интуитивно понятными. Потому что NextTick как раз среди всех способов сделать любую операцию синхронной, выполнит ее как можно быстрее. Настолько быстро, насколько это будет возможно. отложит ее на минимальное время. А SetImDate как раз таки, наоборот, отложит ее вперед на максимальное время, которое можно подождать. Ну и забегая наперед, SetImDate как раз таки выполнит операцию в самом конце текущего прохода цикла всех событий. ну и еще в принципе вот так можно. Да. Тоже у нас вот эта функция станет асинхронной. Теперь насчет того, чем же все-таки будет отличаться SetTimeout 0, SetImmediate, и просто с точкой NextTick, ну и даже в промеж.resolve.den, или вообще в любой промеж.den. Давайте сначала посмотрим вот этот пример, и потом будем пытаться понять, что с ним не так, или наоборот так. То есть, как мы уже посмотрели, вот у нас есть два SetTimeout на 0 миллисекунд, два SetTimeout на 1 миллисекунду, один SetImmediate, еще один SetImmediate, потом SetInterval, который работает только один раз, то есть, грубо говоря, как SetTimeout, потому что во время своего первого выполнения он отменяет свое дальнейшее выполнение. Ну и то же самое происходит здесь. То, что мы делали в примере с SetInterval и ClearInterval, только здесь никакого счетчика нету, просто сразу при первом исполнении мы сразу говорим, не-не, я больше не буду исполнять, уже все хорошо, можно обойтись. Дальше две штуки NextTick'ов, и две вот такие штуки. Скажите, вот эти операции, они будут синхронными или нет? Оно, он уже вызван. Ну вот, хорошо, можем, чтобы было понятнее, это немножко отрефакторить. Пускай будет вот эта функция называться у нас... Просто скопирую, чтобы... Лизану... Лизану перепишу, чтобы потом меньше было отменять. Вот у нас есть вот такая функция, назовем ее defer, например, которая принимает какой-то callback. Да, только... И она будет просто называть этот callback. Все. Вот. И мы берем, вызываем эту функцию defer с каким-то console.org. Вот. Вот эта штука — это просто более короткая запись вот такой штуки. Мы просто вот эту функцию прямо здесь по месту вызова сразу объявили. и тут же от нее избавились, потому что нам больше не нужна будет. Понятно? Вот. Если мы возьмем ее здесь прямо... Сразу сюда... Прямо сразу ее сюда скопируем, и потом решим, что нам, в принципе, не важно, чтобы она возвращала... Всегда undefined пойдет так. Да? И как здесь соединить строки. Ну ладно. Вот так. И уберем вот эти скобочки. Вот мы получим то же самое. Это оно есть. То есть это обычная функция, которая просто вызывает ту функцию, которую мы ей передали. И в ней мы передаем, в свою очередь, вот, по тому же самому паттерну, который у нас был с асинхронными операциями, какой-то callback. Но этот callback называется асинхронно. Ну асинхронно никак не может быть вызван, потому что, еще раз, ну, нужно отвечать JavaScript как язык, и те API, которые вы используете в JavaScript, те, которые, хоть могут казаться какой-то его, прямо вот, существенной и незаменимой частью, но на самом деле являются всего лишь API-шками или браузера, или ноды. В JavaScript до того, как промисло стали частью языка, вообще ничего не было связано с асинхронностью. Но асинхронный код мы не писали, мы больше всего не писали только асинхронный код. Вот. И, ну, опять же, тоже, то же самое, но иными словами, когда мы говорим callback, важно понимать, что callback это всего лишь название паттерна. Но сама callback-функция, ну, где угодно, где вы используете callback, это просто обычная функция, которая ничем не отличается от других функций. Ну, и ничем не является особенной. То есть callback это, callback как способ работать со синхронностью, это не конструкция языка, это просто паттерн. Ну, это реализация асинхронного кода путем синхронного кода? Нет, не совсем. Вот. Callback это просто какой-то, это вот такой вот паттерн, который позволяет на каких-то минимальных абстракциях, которые в данном случае являются функциями, указать порядок исполнения асинхронного кода. Но это имеет смысл только в том случае, если там действительно есть какие-то асинхронные вызовы. Асинхронные вызовы это всегда какие-то вызовы к среде исполнения. Потому что в том языке, кроме promise.de, ничего асинхронного нет. Вот. И вот эта штука, она не будет асинхронной. Она выглядит точно так же, как вот эти асинхронные вызовы, но это обычный асинхронный код. Больше того, за счет оптимизации just-time компилятора и за счет инлайнинга функций, в скомпилированном коде, когда он уже оптимизируется, вот эта конструкция ничем не будет отличаться от вот такой конструкции. Они в одинаковый код скомпилируются вообще. Потому что вот эту функцию, а затем полученную... Потому что сначала вот эту функцию, а потом вот эту функцию, V8 просто заинлайнит. То есть здесь мы написали код похожим образом, потом уже паттерн, но вот эти два вызова являются асинхронными, а не асинхронными. Ну и дальше у нас опять две асинхронные операции. Здесь мы делаем какой-то I.O. Сначала читаем какой-то файл, ну и потом читаем этот файл еще раз. Теперь давайте пройдемся еще раз по этому файлу, только прямо вот построчно и будем говорить, какие мы вообще с точки зрения виртуальной машины, вообще средоисполнения, что мы делаем за операцией. Значит, первый шаг. Вот мы получили библиотеку Fs, но это не важно. Это не касается судьи примера. Дальше, второй шаг. Мы запланировали вот эту функцию на выполнение через 0 миллисекунд. Вторая операция, которую мы делаем. Мы запланировали вот эту функцию на выполнение тоже через 0 миллисекунд. Дальше, третья тоже самое, только через 1 миллисекунду. Четвертая тоже самое. Пятая тоже самое, только с 7.0. шестая то же самое, только с setMid8 опять, восьмая то же самое, только setInterval. Что у нас здесь произойдет, когда мы будем выполнять именно вот этот код? Они уже запланированы, функции позже во времени. Мы вызвали функцию setInterval, которые передали какое-то значение, которое по случайному совпадению обстоятельств является вот такой функцией. Все, больше с ней еще не происходит. Мы передали эту функцию, setInterval зарегистрировал ее, что когда-то нужно будет ее выполнить, вернул нам handle этого таймера, все, мы пошли дальше. То же самое с еще одним setInterval, дальше опять то же самое с nextTick, просто мы вызвали nextTick, передали ему эту функцию, nextTick моментально вернулся после этого, эту функцию еще никто никогда не исполнял. и то же самое еще раз. Потом мы наткнуемся на вот эти штуки. Да, вот что здесь происходит, чем отличен, например, от nextTick? Да, вот здесь, да, да, правильно, здесь мы сразу выполняем. То есть, что происходит здесь вообще говоря, если мы не знаем вообще, что такое nextTick даже. Мы знаем просто чистый JavaScript как язык, без каких-либо API браузера или ноды. Мы вызвали функцию nextTick, передав ей вот такую функцию. Эта функция nextTick вернулась. Все, больше ничего не произошло. Что она делала, что функция nextTick делала с данной функцией, ну, это уже не важно. В данном случае, если мы знаем, что такое nextTick, мы знаем, что она запланировала ее на выполнение в соответствующей очереди. Но важно то, что мы вызываем не вот эту функцию. Мы вызываем функцию nextTick, которая передает какую-то функцию, потому что функции в JavaScript это значение первого порядка, так называемое. То есть это тоже просто какие-то объекты. Мы можем любые функции присваивать в переменные, перебавить в другие функции, возвращать их с функцией. Но когда мы так делаем, мы просто оперируем самими функциями как значениями, как объектами, но мы их не вызываем. Вызываем функцию мы тогда, когда ставим после нее круглые скобочки. То есть, если мы сделали вот так, мы бы вызвали эту функцию. Но тут мы ее не вызываем. Мы просто оперируем самой функцией как объектом, каким-то значением. Передаем ее в nextTick, nextTick моментально нам возвращается обратно, и мы продолжаем дальше. Что здесь происходит? Здесь происходит то же самое. У нас есть какая-то функция, в которую мы передаем какую-то другую функцию как значение. Мы попадаем внутрь этой функции. Здесь callback – это переменная, которая привязана к этой функции, которая указывает на эту функцию. Что она делает дальше? Она ее вызывает. И у нас вызывается данная функция. После чего она возвращается, результат работы данной функции, то есть undefined, возвращается из этой функции, то есть, возвращается undefined, и все. Мы идем дальше. Здесь то же самое опять. Ну и после этого у нас опять две асинхронные операции. Мы выполняем метод readFile. Асинхронная. ReadFile асинхронный, он принимает имя файла и callback, который нужно будет вызвать. То же самое. Мы планируем вот эту функцию на исполнение тогда, когда readFile скажет, что у него есть данные какие-то, которые он прочитал из файла. Тогда readFile вызовет вот эту функцию когда-то в будущем, передав туда вот эти данные. То же самое еще раз. Если мы сейчас запустим вот этот пример, то мы видим, что порядок такой. То есть, что у нас выполнится первым? Первым у нас выполнятся вот эти callback номер 11 и callback номер 12. Потому что, как мы уже выяснили, они вообще не являются асинхронными операциями. В данном случае это просто вот такие вот замысловатые способы написать вот так. Ничем от них не отличающиеся, кроме количества символов. Поэтому они тут же моментально исполняются. Мы видим вот эти вот нациологии, которые в них были. Дальше. После них выполнились next-тики. Можно вопрос? Да. Я правильно понимаю, получается, то есть в Google next-тик ставит эту функцию первой стеки на вызов. То есть, если у нас есть основной поток и есть асинхронный, то next-тик, он как бы, то есть, вне зависимости от каком месте кода мы его вызвали, он ставит самый первой стеки после выполнения асинхронного опыта? Мы не совсем. Давайте про фазы расскажем. Да, да, сейчас. Ну, тут получается не первым, а как раз последним, только не в стеке, а в очереди. И да, но не только next-тик. Все, абсолютно все из данных асинхронных операций делают так. Кроме вот этих, которые не являются асинхронными вообще. Просто порядок разный, потому что очередь не одна, очереди несколько. То есть, для каждой из них отдельная очередь и у них… Сейчас, сейчас отойдем. Вот. То есть, у нас выполнились первыми вот эти два, две синхронные операции, после чего выполнились next-тики, затем выполнились все тайм-ауты в том порядке, в котором мы их вызывали. То есть, мы видим, что порядок самих вызовов тайм-аутов сохранился, относительно друг друга. Но относительно того, что у нас в целом вообще есть, всех операций, они вызвались уже после next-тиков. После них вызвались интервалы уже после тайм-аутов, несмотря на то, что время здесь стоит меньше, чем у тайм-аутов. И после них вызвались этими деяты. А в самом же конце – read-файла. Почему так происходит? Вот теперь уже перейдем от магии к попытке эту магию объяснить. Как вообще работает виртуальная машина JavaScript? Как вообще работает среда исполнения? Ну, как мы уже сказали, в JavaScript самому по себе, ну, в принципе, ничего асинхронного нету, и, точнее, до недавнего времени не было, пока промисы не появились прямо внутри него. И там всего один поток исполнения тоже всегда был, пока не появились воркеры в ноде и веб-воркеры в браузере. Но, опять же, это часть API среды исполнения, а не языка. Поэтому каждый раз, когда нам нужно взаимодействовать как-то с внешним миром, мы обращаемся к каким-то фишкам браузера или ноды и совершаем какие-то действия. Но проблема в том, что эти действия могут занимать довольно много времени. Если это, например, чтение какого-то файла или если это какой-то сетевой запрос. То есть, если мы будем ждать окончания этой операции сразу там, где мы ее инициировали, то, учитывая то, что поток исполнения у нас всего один, программа будет просто невероятно медленной. Во-первых. И, во-вторых, большую часть этого времени она будет делать ничего. Она будет просто ждать. В классической модели, вообще работая с какими-то операциями с внешним миром, это решается за счет многопоточности. То есть, всегда в других языках классически все использовали именно блокирующие операции, которые останавливают выполнение до тех пор, пока у нас не появится результат. Просто использовали не один поток исполнения, а использовали много потоков. Что как бы работает, но при этом довольно сложно многопоточные программы управлять. Во-первых. И, во-вторых, не совсем эффективно с точки зрения производительности в тех случаях, когда потоки используются не для вычислений или чего-то такого, что нагружает именно процессор, а для того, чтобы нам в то время, как один поток ждет, другой мог запланироваться на выполнение. Поэтому такая же асинхронная модель, как используется в JavaScript, сейчас уже используется не только в нем, но и в других языках, в которых классические потоки тоже есть. Просто потому что для I.O. такая модель более выгодна и более эффективно производительна. В JavaScript только такая и есть, потому что никогда в JavaScript многопоточности не было и вообще полностью все всегда было построено на том предположении, что поток всегда один. Поэтому единственный способ разрулить вот эти вот как бы параллельно выполняющиеся или одновременно выполняющиеся какие-то операции, это разбивать код на какие-то маленькие кусочки, которые могут планироваться на выполнение позже. Вот как мы делали с таймерами, по сути, то же самое делает любая синхронная операция. И происходит это за счет того, что в среде исполнения, будь это браузер или нода, или что угодно еще, есть так называемый event loop, то есть цикл событий. И полностью ваша программа завершается тогда, когда в этом event loop не остается никаких новых задач. А так на самом деле все, что происходит, пока сервер на многие запущен, или пока открыта страница на экране в браузере, ну и так дальше, это просто бесконечный цикл среды исполнения по задачам в этом event loop. То есть пока в event loop есть какие-то следующие задачи, то, собственно, среда исполнения берет эту задачу, смотрит, что там нужно сделать, и выполняет ее. Когда они закончатся, тогда, собственно, полностью выполнение программы заканчивается. Ну, если мы говорим о ноге. В браузере эти задачи там, ну, как бы никогда не заканчиваются, потому что там постоянно слушаются события там от клавиатуры, от мышки, от других устройств ввода, то есть потому что там UI. Поэтому там всегда что-то всегда в event loop может появиться новое. Ну и, собственно, когда среда исполнения видит там следующую задачу, она берет ее и начинает с ней что-то делать. Самая простая задача, которая может быть, это выполнить какой-то кусок кода на JavaScript, выполнить какой-то скрипт, выполнить какую-то функцию. Собственно, это и происходит даже первый раз, когда вы запускаете какой-то файлик в ноде, или когда открываете страницу, на которой есть какой-то JavaScript код. Просто сразу на event loop, грубо говоря, кладется задача выполнить этот код. Но, в свою очередь, она уже может порождать новые задачи, которые кладутся туда в очередь после нее, которые не исполняются в данный момент, но кладутся туда вот на event loop уже как новая задача. И, собственно, вот везде в этом примере мы именно это и делали. Все вот эти вот функции, они просто порождали новые задачи на этом event loop. И, грубо говоря, его можно представить просто как какая-то первая задача, которая там есть, потом после нее там вторая. Ну, изначально, когда мы запустили, у нас была всего одна. Потом она сделала setTimeout и setInterval, например. Или setTimeout и readFile. У нас появилась еще одна задача здесь и еще одна. А вот этот случай завершилась. Дальше мы пошли по второму кругу. Точнее, мы всегда исполнение видят. О, еще две есть. Мы выполняем первую из них. Она может породить новую задачу, а может не породить. Если ничего не породило нового, то мы ее выполнили и удалили. Ну и так все время. И в каком прямоугольнике это произойдет? На этой схеме каждый из этих, как бы, больших задач – это какой-то из этих прямоугольников. Это пока что была такая, в общем, упрощенная схема, как это в целом работает. На самом деле, работает все еще немножко сложнее. В браузере чуть-чуть сложнее, чем вот такая схема, потому что есть два вида задач. Так называемые макротаски и микротаски. Почти любые синхронные операции, которые вы можете инициировать, например, аджак-запросы, это так называемые макротаски. А то, что встроено прямо в язык, связанное с синхронностью, то есть пока что только promis.dem. Ну и больше ничего особо не нету, вроде бы как. Это так называемые микротаски. И порядок исполнения их следующий. Сначала у нас есть большой цикл, точнее в браузере есть большой цикл по всем макротаскам, с которым он берет вот следующую большую задачу. Но в промежутке между каждой макротаской он исполняет полностью всю очередь микротасков. Ну и если бы было не так, тогда бы promis были слишком медленные. Потому что когда бы вы делали такую длинную цепочку из promis.dem, то каждый den выполнялся бы аж на следующей фазе event loop. Даже в том случае, если бы внутри функции, которую вы передаете, не было бы никаких асинхронных операций. И поэтому делать какие-нибудь вещи типа fetch, какой-то url, потом den, там, response... Можно и так, если... response.json den, что это data и допустим какой-нибудь data.subfield Если на основном это JSON, который нам приходит, это какой-то... ну это какой-то объект, в котором есть поле subfield. Делать вот так вот, что в принципе является и демантичным, и правильным. Было бы не слишком эффективно, потому что, несмотря на то, что вот эту операцию, вот эту можно выполнять было бы подряд, моментально, они бы выполнялись... они были бы очень сильно разнесены во времени на разные фазы event loop. За счет того, что есть разделение на макротаски и микротаски, и полностью вся очередь микротасковая текущая выполняется после каждой макротаски, вот подобные чейны, которые мы делаем просто ради красивого синтеза, они выполняются эффективно и, по сути, склеиваются в одно целое. И будут на самом деле разнесены только в том случае, если внутри них действительно будут какие-то синхронные операции. в ноте то же самое, только еще сложнее. Потому что вместо макротасков как чего-то одного целого, тут есть как бы куча разных видов макротасков. То есть каждый проход event loop'а выглядит как проход через вот таких шесть его разных фаз. То есть сначала выполняются все активные, в данный момент, callback'и от таймеров по очереди. После этого выполняются все next-tick'и и promis.dm. После этого выполняются все callback'и от операции ввода-вывода, кроме закрытия потоков. После этого опять выполняются все просто .nxt-tick'и и promis.dm, если таковые появились после выполнения вот этой фазы. После этого выполняется следующая фаза, в которой неизвестно что, ну, ничего не связанное с вашим перекладным кодом, а свои какие-то внутренние сервисные операции lib.uv, которые нужны ему для функционирования, для того, чтобы event loop работал сам по себе. После этого происходит асинхронный полинг всех данных, то есть входящие соединения, опрос work-in thread of thread pool'а для тех задач, для которых в операционной системе нету способов работать с ними асинхронно, неблокирующих и так далее, и так далее, и так далее. Ну, и если же какие-то из этих операций нам операционная система сказала, что завершилась, допустим, удалось прочитать асинхронно при помощи операций E-Pol в Linux или KQ на BSD, Unix или же IO CTL на Media, что опять же нас не интересует как прикладного разработчика, потому что это очень-очень глубоко абстрагировано от нас, это не интересует даже ноду, это не интересует любви В. Просто вот нас интересует только то, что вот каким-то образом всегда исполнение получает информацию информацию о том, завершились ли операции какие-то синхронные. И тогда, если какие-то данные где-то появились, то вот соответствующий callback кладется вот в эту очередь. После этого выполняются все сетами дейты, дальше все callback и close. Это все вот большие фазы вентупа, и между каждой из них выполняются все нокстики, каждый раз. А браузер это другой браузер, да? Нет, это есть браузер, о том я сейчас про него говорил. А браузер? Браузер проще, там грубо говоря вот есть, ну вообще на самом деле это детали реализации, поэтому это зависит. О каком-то конкретном браузере, если мы говорим, это может быть и не так. Ну, если мы говорим конкретно о хроме, то там это проще. Там есть просто макро-таски и микро-таски. Да. А я правильно понимаю, а получается, если мы вызовем сет тайм-аут, то есть у менто и сет тайм-аут 0, он выполнится раньше, чем процесс микс-тик, или нет? Нет. Вот я не понял. Потому что если мы вызовем сет тайм-аут 0, то он положится сразу в эту очередь таймеров. Но в момент перехода между текущей фазой, на которой мы вообще имели возможность вызвать сет тайм-аут, то есть исполнится какой-то жесткий код. И переход на следующую фазу, в которой будут вызываться колбаки таймеров, между ними в любом случае будут вызваны сет некст-тики. А, то есть там еще с полосы шума. Ну вот. Вот некст-тики выпадают, да, усоединения. На любой из вот этих линий. Не, но имеется в виду, что внутри таймеров, по факту, макро-тасков это, ну, получается, между выполнением тайм-аута выполняется некст-тики, верно? Да. Не, между планетами тайм-аутом, между... Таймер это очень твоих таймеров. Почему он 10-ц тайм-аутов? Вот они у тебя там лежат. Между выполнением тайм-аутов, если они на вот этой фазе ван-клубов, которые выполняются эти таймеры, все вместе оказались уже активны, то между ними не выполнится. Да. А вот между таймерами, которые оказались на разных фазах иван-клуба, тогда выполнится. Поэтому вот здесь вот... А вот там вот есть уже результаты вывода в консоли. Да. Да, сейчас. Хотелось бы понять. Вот. Что, получается, некст-тик вызывается перед сет-тайм-аутом? Да. Так, может, сет-тайм-аутом? Да, но может и после, посмотрите. Вот если мы возьмем и внутри вот этого сет-тайм-аута, например, внутри первого из сет-тайм-аута тоже сделаем next-тик. А, кстати, у next-тика еще есть такая штука. вот вместо... И здесь какие-то аргументы этой функции, мы можем передать просто ссылку на саму функцию и ее аргументы. то есть вот так короче будет немножко. Вот если мы сделаем вот так вот, то вот этот next-тик отработает после всей фазы таймеров, там где отрабатывают тайм-ауты и интервалы. Почему он не попал между нарывом и первым.. Потому что... Потому что.. Да, потому что сет-тайм-аут и сет-интервал это, ну если... А, ну, во-первых, почему не попал между тайм-аут и интервалами, потому что это все одна фаза ванк-пута, а это таймеры. Почему не попал между 0 и 1? Потому что они тоже одновременно вызывались. На самом деле дело в том, что сеттаймалт 0 и сеттаймалт 1 это по сути одно и то же. Точность таймера, она меньше, ну, она... Меньше, чем миллисекунда. Да, она, грубо говоря, больше, чем одна миллисекунда. То есть... Если там 5 поставить? Если мы поставим здесь... Если 10, то точно. 10, я сомневаюсь, даже 15 сомневаюсь. А вот если мы... Да, вот если мы поставим вот этому второму... Ну, давайте вот этому... Точнее, не 1, а 100. Ну, да, 100 это много. Давайте вот 50 хотя бы. То вот он уже будет на самом конце. Потому что он уже пойдет аж на следующий проход Иван Глупа. Да, то есть... Да. Если у нас какие-то синхронные операции будут у третьих синхронных операций, они, соответственно, просто попадут в соответствующие им очереди. Да, ну и... Как уже... А сколько попадает в очереди? Еще раз? Сколько есть уграничений? Нет. Это попадает в очереди? Ну... Только по времени. Ну, вот 50 почему не 15, почему не 20? Здесь... Скорость... Нет, оно как раз таки пола в одну и ту же очередь. Очередь таймеров там одна и та же. Просто в случае, когда мы здесь написали сатемат 1, на тот момент, когда таймеры проверялись... И тот таймер, который 0, и тот, который 1, уже сработали. Потому что точность самого таймера недостаточно для того, чтобы отложить что-то на одну миллисекунду. Почему не 5? 5 можно попробовать, я не знаю. Но он же... Там есть... От реализации таймеров. Который Violet True, поскольку у тебя там делали, мы венераторах делали. Вот и он, этот цикл, успевает пройти в звук это времени. И... Вот 5, 5 тоже будет. И все отложится в минимум на это время. Вот в минимум то, что ты прилет. А, да. Кстати, еще интереснее, потому что вот эта диаграмма, она тоже очень сильно упрощенная. Эту диаграмму вы можете увидеть в документации по Node. Если вы откроете не документацию по API, а просто главную страницу документации, там есть ссылочка Guides. И вот она лежит там. Но она тоже очень сильно упрощенная и немножко устаревшая, потому что там все еще сложнее. И таймеры, они не только в этой первой фазе происходят, они происходят также в еще нескольких. В частности, как часть IOA callbacks. Здесь написано Except Close End Timers. Значит, вот End Timers уже не совсем актуально. Вот. И по этой причине вот этот наш SetMount 5 влезет сюда вот. Между ритфайлами. Но получается, на этой диаграмме не хватает перед таймерами еще такой полосочки, которые... Но даже нет квадратиков, получается, с IO-операцией. Ну, по сути, да. Просто это уже получается таким чрезмерным усложнением, потому что точно, как оно все работает, вообще знают только разработчики Любова сейчас. В принципе, нам вот такого представления даже более чем достаточно. То есть, вообще говоря, единственное, чем знание вот аж такой картинки в Энклупе может помочь, это понимание некоторых стрёмных моментов в деталях реализации стримов в ноде, если читать их исходники. Вот там вот действительно очень активно и очень странно используются как NextTik, так и SetMidate. И очень важно понимать, в каком порядке они будут выполняться. Ну и, не знаю, там... На собеседовании. На собеседовании, да. Самое полезное, чем вот такое представление может пригодиться, если вы не собираетесь контримировать в стримы в ноде, это вопрос на собеседованиях разве что. И то есть, не знаю, я же такие ужасные вещи могу спрашивать. Для того, чтобы разрабатывать даже на ноде, достаточно интуитивного понимания Энклупа на уровне Макротаски-Макротаски. То есть... Что методи? Я не так не понимаю, почему NextTik... О, да, NextTik перед таймерами называется. Потому что... Потому что таймеры это следующая фаза Энклупа. Мы сейчас находимся еще на предыдущей фазе. А на переходах между каждой фазой выполняется вся очередь NextTik. А на какой мы предыдущей? То есть ее нету здесь? Ну, это может быть что угодно. То есть... Чем мог быть вот этот вот код, который находится внутри? Ну, это могло быть тело какой-то функции. Это могло быть тело какого-то callback полностью. Тогда бы мы находились вот где-то в этой фазе. В данном случае... Ну, да. Мы где-то как раз в ней находимся, потому что... Модуль в ноде это тоже на самом деле функция, которая выполняется. Просто к ней прямо вот после загрузки самого модуля с диска, как строковые константы сверху и снизу присобачиваются начало и конец функции. В которой вот эти вот процесс и процесс моджуал, файл-нейм и дир-нейм передаются как аргумент этой функции. А вызывается она, собственно, как callback от операции загрузки файлов с модулями с диска. То есть, require в какой-то момент, в свою очередь, добрался до fs.readfile для того, чтобы прочитать этот файл. Поэтому, да, скорее всего, конкретно в данном случае, конкретно в данном примере и конкретно с этим файлом, мы находимся где-то в этой фазе. Скорее всего. Ну и там не просто очередь next-tick, а вообще, а микротаск в целом. То есть, если мы возьмем вот здесь вот, напишем promise.resolve.den, напишем здесь console.log promise.den и запустим, то он нам влезет как раз рядом с нашими индекс-тиками после них. Ну, даже больше того, если... То есть, микротаски выполняются обычные callback-функции, из-за этого они как бы вместе... Нет, любые, любые, асихронные операции выполняют просто обычные callback-функции. Ну, да же. Callback-это не какая-то особая сущность, это просто функция. Ну, хорошо, просто выполняют функцию внутри микротаски, из-за этого они друг по другу, ну, то есть рядом, в одном проходе. Ну, точно так же, как и таймер находятся в одном проходе, и айо операции находятся в одном проходе. Просто это разные очереди и разные фазы, так называемые, и вот таймеры, айо и тому подобные вещи, это вот такие большие задачи, у каждого типа из которых есть свои очереди. И все очереди из которых по, как бы, по одной опустошаются в соответствующем порядке. Но при переходах между каждой фазой выполняется полностью вся очередь всех микротасков. В ноде тоже, да? Ну, это мы про ноды говорим. Ну, и ты говорил, что микротаски, микротаски. В браузере, ну, да, в браузере, там, проще, там нету такого большого количества разных фаз, там просто вот, выполнили от callback какой-то, ну, большой тяжелой асинхронной операции, после нее выполнились абсолютно все полностью микротаски. Потом опять выполнился callback от одной большой тяжелой асинхронной операции, выполнились все микротаски, и так дальше. В ноде тоже самое, просто есть много разных очередей вот этих вот, как бы, больших задач, которые выполняются по очереди, соответственно, их типу. А, сейчас, или здесь? Да, и здесь мы видим, что next-tick от set-in-out выполнился после всех таймеров, потому что на момент выполнения вот этого next-tick текущей фазы иван-клупа было выполнение callback-ов от таймеров. Поэтому, когда вся очередь вот этих callback-ов из этой фазы закончилась, вот, то есть наши set-in-out, set-in-in-out и прочее, после этого выполнилась вся очередь микрозадач, то есть next-tick и promise.den, то есть если мы сюда еще напишем какой-то... Возьмем во второй set-in-out какой-то, напишем promise.den, ну, точка resolve. Да, и тогда вот этот callback у нас выполнится под вот этим next-tick-ом и тайм-аут. По идее. Платка. Да. Так, ну, дальше вот, set-in-out и set-in-intervall это все одно и то же, это таймеры, это одна фаза. А set-in-mediate это уже совсем другая, совсем отдельная фаза, которая выполняется позже. Да, перед close callbacks. Почему... Да. Такое ощущение, что у mid-date. Да, ну, так исторически сложилось, что то, что должно было называться next-tick, называется set-in-tervall, а то, что должно было называться логически... точнее, называется set-in-mediate, а то, что логически должно было бы называться set-in-mediate, называется next-tick. Причины этого есть, но... они сложные и они связаны с тем, что все в свое время там развивалось и менялось очень хаотично. Я же можно за это взять? Нет, у меня же... Это не лучшая идея, потому что, ну, в какой-то момент это может сработать, и случайно, но все, что он сделает, это просто сделает операцию асинхронной. Но при этом, когда срабатывается document.radio, событие радио документа, тогда, когда загрузится... А, не обязательно загрузится весь контент, просто построится там все в этом дерево, да? А, ну да, там же не обязательно, чтобы загрузились все ресурсы. Ну, в теории, да, в теории это может сработать, но, как бы, я бы не стал на это полагаться. Ну, лучше, лучше явно слушать то событие, которое предназначено для этого. В документации еще пишется, что set-in-mediate срывает новые полоски операции ввода вывода. Да, ну, мы... Да, мы это... Просто на данный момент у нас с операцией ввода вывода не готовы. Да. Поэтому он выполнится раньше полога. Сейчас. Давайте, например, в вот этом... Хотя... Сейчас. У нас все равно вряд ли вторая операция завершится к этому моменту. Еще раз. Вторая операция завершится, потому что... Ну, файл тоже... Это запланирован, и они уже запущены. Да, ну, нет, просто... Я просто хотел с этой медиейт всунуть вот этот вот колбек, полагаясь на то, что... А, хотя да, да, по идее... Да. А можно вопрос? А весь этот лук, он параллельно с потолком основного кода? Нет. В том-то и дело, почему существуют вообще блокирующие операции и не блокирующие. Потому что выполнение основного кода — это и есть задача, которую мы кидаем на event loop. То есть вот это все — это то, что вызвало выполнение какой-то определенной задачи. Но вот эти задачи, которые лежат в этих фазах, — это и есть наш JavaScript-код, который просто тем или иным образом является обработчиком событий, связанных с таймерами или с I.O., или с еще чем-то. Ну, вот эти вот фазы, они внутренние у любви, это да. Ну, фазы типа таймеров, I.O. callbacks и прочее — это есть как раз фаза выполнения JavaScript-кодового кода. Ну, по сути, это один поток, это... Да, это все один поток. С одним вайл-тур. Это один вайл-тур в одном потоке, который вот по такому алгоритму из кучащей идей выбирает, что дальше выполнить, какую функцию показать или вызвать. Вот. Ну, короче, вот как-то вот так. Больше того. В плане того, насколько это может пригодиться на собеседовании. Еще момент состоит в том, что это все, ну, все, что мы только что посмотрели, это, ну, не спецификация не то, что языка, а даже той же самой ноды. И это не является прямо тем, как оно должно работать. Это то, как оно реализовано в данный момент. Но сам конкретный порядок является деталями реализации, и на него полагаться нельзя. То есть можно полагаться на определенные вещи, то есть то, что вот есть какие-то макро-задачи, есть микро-задачи, то есть next-tiki promise.den, и все микро-задачи выполняются между макро-задачами. Все, вот это единственное, что работает всегда, и на что можно полагаться. А даже если вы выполните вот этот код в какой-нибудь старой версии ноды, у вас будет другой порядок. Но сколько старый, ну, можете выбрать сами, вплоть даже до каких-то первых релизов, да, название next-tiki и с этими детьми имели смысл. Если найти, когда это было вообще. Ну и в каждом браузере тоже по-разному. В каждом браузере тоже по-разному. То есть, опять же, то, что я говорил, что вот в Chrome, вот такая простая модель, есть просто макро-задачи, микро-задачи. Может быть, это просто то, как они это описывают в документации, а реализованы тоже вот подобным образом, просто это уже скрыто от... И там уже V8, правильно? V8 не занимается event-club. Event-club это отдельная вещь. Единственное, с чем связаны event-club и V8, это как раз вот понятие микро-тасков, которое появилось тогда, когда в языке появились промиссы. То есть, когда в языке не было ничего связанного с асинхронностью, это все было чисто какие-то абстракции, построенные на обыкновенных функциях, которые предоставляли средоисполнение. Тогда, собственно, и event-club был полностью делен от вертальной машины. Поскольку в языке появились промиссы, и промисс.ден является асинхронной операцией, является частью языка, то теперь V8 нужно иметь возможность создавать новые микро-таски. Поэтому в API-шке V8 для эмбеддеров, там есть специальный такой хуб, в который всегда исполнение устанавливает, передает какую-то функцию, которую V8 будет выполнять, когда хочется дать новую микро-таску. А, точнее, даже не так. Как раз таки, вот, хотя, да, все правильно, там есть функция V8 run-microtest-queue, но она действительно вызывает просто то, что ей передало там связать исполнение. Правда, если я правильно помню, если я правильно помню, то, наверное, там есть связь и в обратную сторону тоже. И, как раз, очередь промисс дэнов, это, как раз таки, очередь внутри самого V8, которая выполняется из очереди микро-таска в event-клубе или как-то так. Но это нужно точно за характеризацию, опять же, это за детали. В любом случае, это зависит от структуры выполнения. Да, то есть, вообще, как бы, на верхнем уровне. Вот есть V8, единственное, что V8 знает об event-клубе, это то, что существуют некие микро-таски, их можно как-то создавать, как-то выполнять, и как-то, ну, как-то регистрировать, как-то требовать выполнения. И вот только вот в этом месте оно связывается с event-клубом, собственно, средой исполнения. И в ноде есть свой event-клуб, который реализован в библиотеке или BV. И в качестве реализации, как бы, создания этого микро-таска просто как раз используется NextTik. В браузере там свой event-клуб, в каждом слой. То есть, в хроме какой-то один слой, в других браузерах тоже по-другому реализован. И порядок там тоже может быть абсолютно другой. То есть, это все детали реализации. Понимать, как это реализовано в общем виде нужно для того, чтобы, ну, в целом, понимать хотя бы, в какой момент сработает относительно друг друга хотя бы, там, какой-то асинхронный запрос по сети и какой-нибудь безобидный promise-dent, которым просто данные преобразовываются. Это во-первых. И во-вторых, понимать, почему вот такие вещи делать нельзя, если в документации по этой функции вы написали, что данная функция является асинхронной. А если же она асинхронной по контракту не является, то возникает вопрос, зачем ей callback. Да, поэтому, если вы пишете какую-то асинхронную функцию, использующую callback, не делая никаких асинхронных операций. А как же форыч? Ну, да. Ну, форыч там, да. Форыч просто решает проблему отсутствия синтаксиса. Да. Решал, точнее, когда не было форо. А в целом, если вы там пишете какую-то асинхронную функцию и в какой-то из ветвей исполнения, вам нужно просто вызвать callback, не делая никаких асинхронных операций. Обязательно нам нужен callback оборачивающий в порцию с точками nextive, чтобы не сломать что-то случайно. Прошу прощения. Я думаю, мы уже примерно в поле победили, поэтому у вас еще есть документация. Окей. Спасибо. Вот. Ну, собственно, я думаю, как раз на этом примере должно быть, может быть понятно, почему. В этом, кстати, даже документация написана. Если раскроете документацию по nextive, зачем он вообще в первую очередь нужен и что, почему обязательно нужно оборачивать в него высоких callback, если вы вызываете их напрямую, а не передаете их в какую-то другую асинхронную операцию. Потому что если пользователь какого-то API или вы сами во время написания другого модуля полагаетесь на то, что функция является асинхронной и строите, собственно, поток вполне соответствующим образом, то если тот callback, который там передается, не будет вызван асинхронно, то весь control flow будет совершенно другим. Потому что оно просто вот здесь будет обычным образом и синхронно блокирующим вызвано к обычной функции. А в свою очередь оборачивая это в nextive вы особо не теряете, потому что nextive отработает сразу моментально после того, как отработает, собственно, текущая задача. До того, как будет выполняться что-либо другое асинхронное. В случае, если использовать не callback'и, а promise'ы напрямую или через асинк-авейт, в принципе, эта проблема опадает и о ней тоже задумываться уже не нужно, потому что return из асинк-функции или из callback'а функции в случае с promise'ами всегда оборачивается в promise'ы. И это будет promise'ы, а у него, дэм, в любом случае, будет асинхронный и он будет некротаской. Поэтому, в принципе, если у вас вся синхронность построена на promise'ах или на синг-авейтах, то тоже это уже становится какой-то экзотикой, которую вы можете знать для того, чтобы пройти в собеседование и еще что-нибудь. Но, в принципе, напротивом никак не встретиться. Если же строить какой-то сложный асинхронный флоу, особенно с кучей I.O. особенно в Node.js, где мы увидели event loop, построен таким вот специфическим образом, то тогда в каком-то вот таком вот общем виде иметь примерное представление о том, как это работает и понимать, чего можно ожидать. Хотя бы просто понимать, фокусство накопать, если что-то пошло не так и непонятно, как продебажить. Ну, наверное, стоит понимать. Ну, опять же, это в случае с использованием напрямую асинхронщины в ноде так, как она есть, на чистых колбах и без ничего. В случае с промисами, да, тут можно даже этого не знать и все будет гарантированно работать в любом случае. Ну, там можно сделать другие, конечно, вещи. В случае с промисами и тем более асинхронными можно пойти в противоположный грех и, наоборот, не выполнять асинхронно то, что могло выполняться бы асинхронно. Точнее, откладывать в выполнении другой асинхронной операции после первой, при том, что так делать, в принципе, не нужно было бы. Если быть точным, то это, наверное, завтра будет. Разница между кучей await'ов и awaitpromis.all. В любом случае, это завтрашняя тема. В заключение завтра или восьмого? В воскресенье. А, ну, да, в воскресенье, да, не завтра. Вот. Ну, и если же досмотреть вот эту группу примеров до конца, тут вот самое интересное было, да, это то, что связано с ивент-клубом и с порядком половины на ивент-клубе. Вот это интересное. Дальше, ну, уже такое. Вот, насчет точности, там, вот, мы увидели, что setTimeout 0 и setTimeout 1 на самом деле одно и то же, потому что у тайм-аутов, ну, нет такой точности, в принципе. И тут, вот, тут в этом примерчике мы используем process.hrtime, это так называемый high-solution-таймер в ноде, который выдает нам текущее время системное в секундах и наносекундах. Ну, относительно другого. И здесь мы видим, что вот этот setTimeout, который мы спланировали на 10 миллисекунд, у нас на самом деле выполнился через 14 миллисекунд. Вот этот, который мы спланировали на 100 миллисекунд, у нас выполнился через 104 миллисекунд на самом деле. Вот этот, который спланировали через 500 миллисекунд, на самом деле выполнился через 502 миллисекунды. А вот эта штука, которая должна была выполниться через секунду, вообще выполнилась больше, чем... А, не больше. Ну, почти. Одна секунда и вот можно считать, грубо говоря, 16 миллисекунд. Ну, или если его просто нету. То есть, вот важная вещь, которую мы из этого видим, это то, что setTimeout просто говорит о том, что данную функцию нужно будет выполнить, когда пройдет вот такое количество времени. Но меньше оно никогда не будет, но выполнится оно только тогда, когда, во-первых, event-club будет свободен для выполнения чего-либо, поэтому в следующем примере, там, где мы делаем кучу setTimeout на 0, 10, 20 миллисекунд, после чего считаем числа Fibonacci и смотрим, что будет, они все выполнятся вместе через... 2 с чем-то секунды. Потому что все это время, пока мы были здесь, мы все еще были вот в этой же сдаче вент-клуба. И только потом, когда мы посчитали вот эти вот 40 чисел Fibonacci и заняли этим кучу времени, только после этого event-club перешел к следующим задачам и увидел, что... Вот, тут у нас лежат таймеры, давайте проверим у этих таймеров, время уже вышло или нет. Да, вышло, но если вышло, значит нужно выполнить. То есть все, что проверяется, это на тот момент, когда event-club будет свободен для выполнения чего-либо, больше того, будет находиться на той фазе, на которой выполняются таймеры, для тех таймеров, для которых время уже прошло, выполняются и в калбете. Это, соответственно, будет точно не раньше, то время, которое мы указали, но вполне может быть позже и даже намного позже. То есть здесь, где мы ничего не делали, кроме этих сеттаймаутов, мы практически такое время и получили, как хотели. То есть, грубо говоря, то время, которое мы указали, плюс какой-то мизерный оверхед на логику работы самого event-club. Ну и там самого сеттаймаута, который тоже там манипулирует односвязанными списками таймеров, распределяя их по разным спискам таймеров, в связи сеттых таймаутов, там внутри все очень сложно реализовано. Слушай, а последний сетт таймаут, он должен выполниться не раньше, чем через секунду? Да, ну через секунду, через секунду с чем-то и выполнился. Одно с... Это полторы, да? Нет, тут это не полторы, это... Нет, это не целые. Тут... 4,5 миллиона наносекунд, то есть где-то 4,5 миллиона миллисекунды как раз. До установления. Ну да. Вот, а здесь мы вообще заблокировали выполнение всего кода, мы заблокировали event-loop долгим вычислением. И у нас вот эти таймеры не могли бы быть вызваны. Точно так же не могли бы быть вызваны любые другие колбеки асинхронных операций. Любые другие задачи не могут начать выполняться, пока не закончится текущее. Поэтому, например, в браузере, где любые обработчики событий от пользователя и вообще взаимодействия с страницей тоже работают за счет event-клупа. Если мы вот такой вот цикл где-то на страничке всунем, то все будет очень плохо. На время выполнения вычисления вот этих чисел Fibonacci у нас просто страница будет заморожена. Как можно с этой тайм-аутовой поставить? Ну да, тогда она будет заморожена уже после вот этих тайм-аутов. В случае с страницей. Нет, это очень плохо. Ну потому что синхронный код никуда не делся. Ты считаешь, Fibonacci синхронный, одним циклом. Тогда будет синхронная операция, а мы не посчитаем, что это сладкий чисел. Он будет посчитан в... Просто Fibonacci в Fibonacci, в Fibonacci, в Fibonacci, в Fibonacci. Да, в синхронной поскладушке. Да, давайте. Тебе нужно разорвать вычисления. Тебе нужно сделать каждый вызов следующего шага Fibonacci, например, синхронный. Тогда это на счет работы. Так мы просто его отложим, правильно? Ну да. Так мы его принесем на следующий этап цикла, и там будем перезаплакировать. Да. То есть... Можем вызвать, например, его тут в первом таймере, да? Но... Нет, тут пошло. То есть вот мы точно так же заблокировали текущую фазу вентупа, просто текущей фазой теперь является не выполнение вот этого модуля, а выполнение callback от этого таймаута. Вот тут там на помощь приходят генераторы. Да. Вот тут, кстати, да. Если бы что-то было еще тяжелее и серьезнее, то тут бы пришлось использовать чайпроцесс в ноде или в веб-воркер в браузере и выносить это в отдельный поток вообще. А без нодопоточности, ну и если это возможно сделать, а в данном случае с чистыми подачами это точно можно сделать, как раз такие генераторы решили бы эту проблему. Ну, дальше здесь уже такие примеры. Во-первых, по поводу того, что было сказано насчет того, что таймеры не являются частью JavaScript, они являются частью среды исполнения. И вот эти вот setTimeout и setInterval у браузера это свойства глобального объекта Windows. В ноде setTimeout, setInterval и setImediate это, кстати, в браузере setImediate по-моему нет. Ну, в общем, setTimeout, setInterval в браузере это свойства глобального объекта Windows, а в ноде setTimeout, setInterval и setImediate это как бы тоже свойства глобального объекта под названием global, в котором там есть setTimeout, setImediate, setInterval и так дальше. Но там они тоже берутся изначально из другого места. Ну, потому что есть модуль timers встроенный, в котором они на самом деле и находятся. Просто при инициализации вообще всего userSpace модульского, среди прочего сразу реквизируется модуль timers, и вот эти вот setImediate, setInterval и так дальше, они кладутся в глобальный объект просто для совместимости с браузером. Для того, чтобы, если у вас есть какой-то код, использующий таймер, вы могли его использовать не переписывая в ноде и в браузере. Буду совместить. Да. Дальше тут еще такая вещь, как ref-in-ref. Если убрать все лишнее... А, ну да, setTimeout, допустим, 20 секунд. Оп, через секунду выполнилось. Ничего не выполнилось моментально выше. Что это за unref? Это уже касается только ноды, не браузеров. В Node.js, где у нас нету страницы и event-клуб не бесконечный, в отличие от браузера, потому что браузер, если там задача закончится, то браузер просто будет ждать, пока события от пользователя, допустим, от клавиатуры, от мышки, еще чего-то, не сгенерируют новые события. В Node.js не так. В Node.js ваш процесс выполняется до тех пор, пока там есть новая задача. Если задача закончилась, то он завершает свою работу. Обычно. Но, помимо этого, если у вас есть какие-то вещи, которые, в принципе, вам не критичны для работы целого приложения в целом, и вы хотите, чтобы их существование на event-клубе не заставляло вашу программу или ваш сервер на Node завершаться дольше, чем его на самом деле необходимо, то вы можете явно уменьшить ему количество значения счетчика ссылок, которые указывают на то, нужно ли вообще этот, так называемый, асинг в раб, то, как он называется внутри Node.js, внутри его исходников на плюсах, и представляют, соответственно, и таймеры, и IO-операции, и все что угодно, должен ли он еще существовать или нет. И если мы сделаем Unref, то тогда, ну вот, если я верну только вот это вот объекта таймера, то тогда, в том случае, если на event-клубе еще что-то есть, кроме данного таймера, тогда, в принципе, будет работа продолжаться. Если же вот этот таймер останется единственным на event-клубе, то тогда считается, что он, в принципе, уже не нужен, можно его колбайки не выполнять, просто его удалить и завершить работу. Точно так же методы, ну, RF, наоборот, вот Unref уменьшает количество данного счетчика, где изначально на этом единице стоит, а RF, наоборот, увеличивает. Ну, и точно так же такие же методы есть не только у таймеров, там, у сокетов и других объектов в стандартах Node. Вот, ну, в принципе, все на сегодня.